Часть 2. Любовь Свана Чтобы быть допущенным в кружок, в кучку, в маленький клан Вердюренов, одно условие было достаточно, но оно было необходимо. Требовалось молчаливо принять символ веры, одним из членов которого было признание, что молодой пианист, которому в том году покровительствовала госпожа Вердюрен, и о котором она говорила положительно, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь мог этак сыграть Вагнера, затмевает и Планте, и Рубинштейна, и что доктор Катар более блестящий диагност, чем Патен. Всякий новобранец, которого Вердюрены не могли убедить, что вечера лиц, не бывающих у них, скучны, как ненастье, немедленно подвергались изгнанию. Так как женщины бывали в этом отношении строптивее мужчин и не соглашались безропотно отказываться от суетного любопытства и желания самостоятельно осведомляться, что делается в других салонах, и так как, с другой стороны, Вердюрены чувствовали, что этот дух пытливости и этот демон суетности могут заразить других и оказаться роковыми для ортодоксии маленькой церкви, то они были вынуждены изгнать одну за другой всех верных женского пола. Если не считать молодой жены доктора, то прекрасный пол представлен был в том году почти исключительно, несмотря на то, что сама госпожа Вердюрен была особо вполне добродетельная и происходила из почтенной буржуазной семьи, очень богатой и совершенно безвестной, с которой она мало-помалу по собственному почину прервала всякие сношения, молодой женщиной почти что из полусвета, госпожой де Кресси, которую госпожа Вердюрен называла по имени Одеттой и заявляла, что она прелесть, и теткой пианиста, выглядевшей как бывшая привратница. Особыми, совершенно не знавшими света, которых, благодаря их простоте душевной, весьма легко было убедить, что княгиня де Саган и герцогиня Германская вынуждены платить большие деньги несчастным гостям, иначе на их званые обеды никто бы не ходил. Поэтому, если бы кто-нибудь предложил им достать приглашение к двум этим великосветским дамам, то прежняя привратница и кокотка с презрением отвергли бы такое предложение. Вердюрены не приглашали к обеду. Каждый из членов кучки знал, что для него приготовлен прибор. Вечера не имели определенной программы. Молодой пианист играл, но только в том случае, если был в настроении, ибо никого ни к чему не принуждали, и, как говорил господин Вердюрен, мы все здесь друзья, да здравствуют товарищеские отношения. Если пианист хотел играть «Полет Валькирии» или «Вступление к Тристану», госпожа Вердюрен протестовала не потому, что эта музыка не нравилась ей, но напротив, потому что она производила на нее слишком сильное впечатление. «Значит, вы хотите, чтобы у меня была мигрень? Вы отлично знаете, что я всегда бываю больна, если он играет эти вещи. Я знаю, что меня ожидает потом. Завтра, когда я захочу встать? Нет, благодарю покорно». Если пианист не играл, то завязывался разговор, и один из друзей, чаще всего художник, бывший у них в фаворе в том году, отпускал, как говорил господин Вердюрен, какую-нибудь этакую пикантную штучку, заставлявшую всех покатываться с осмеху. Особенно госпожу Вердюрен, которой, так прочно укоренилась у нее привычка употреблять в буквальном смысле образные выражения переживаемых ею эмоций, доктор Катар, только еще начинавший практику в то время, должен был однажды вправить челюсть, вывихнутую от неумеренного смеха. Фрак был запрещен, так как гости Вердюренов были среди приятелей и не хотели походить на скучных людей, от которых они сторонились, как от чумы. Их приглашали только на большие вечера, даваемые по возможности реже, и только в тех случаях, если они могли развлечь художника или упрочить репутацию музыканта. В остальное время довольствовались игрой в шарады, костюмированными ужинами, но среди своих, не вводя никого чужого в кружок. Но по мере того, как приятели занимали все больше и больше места в жизни госпожи Вердюрен, скучным и достойным порицанием становилось все то, что удерживало друзей вдали от нее, что мешало им иногда быть свободными. Мать одного из них, профессия другого, дача или нездоровье третьего. Если доктор Катар считал своим долгом встать из-за стола, чтобы возвратиться к какому-нибудь серьезно больному пациенту, кто знает, говорила ему госпожа Вердюрен, может быть, для него будет гораздо лучше, если вы не станете беспокоить его сегодня вечером. Он отлично поспит без вас. Завтра рано утречком вы навестите его и найдете со всем выздоровевшим. С самого начала декабря она делалась больна от мысли, что верные изменят ей в день Рождества и Нового года. Тетка пианиста требовала, чтобы он шел с нею в этот день на семейный обед к ее матери. Неужели вы думаете, что ваша матушка умрет, в сердцах восклицала госпожа Вердюрен, если вы не пообедаете с нею в день Нового года, как в провинции? Ее беспокойство возобновлялось на страстной неделе. «Вы, доктор, ученый, умный человек. Вы, понятно, придете в страстную пятницу, как во всякий другой день», сказала она Катару в первый год существования кружка таким уверенным тоном, словно не могла сомневаться в ответе. Но она дрожала в ожидании его, ибо если бы он не пришел, она рисковала бы обедать в одиночестве. «Я приду в страстную пятницу попрощаться с вами, потому что мы собираемся провести праздники в Оверни. В Оверни? Чтобы отдать себя на съедение блохам и вшам? Большое же благодеяние окажете вы им. Затем, помолчав немного, вы бы, по крайней мере, сказали об этом нам раньше. Мы постарались бы организовать дело и поехали бы туда вместе, с удобствами». Равным образом, если у кого-нибудь из верных был друг или у одной из постоянных посетительниц поклонник, способный заставить их увильнуть от вечера, то Вердюрены, которых нисколько не пугало то, что женщина имеет любовника, лишь бы только он был у них на виду, она находилась с ним в их обществе и не предпочитала им его, говорили «Отлично, приведите сюда вашего друга». И его подвергали испытанию, чтобы выяснить, способен ли он не иметь секретов от госпожи Вердюрен и может ли быть принят в маленький клан. Если он оказывался негодным, то Верного, познакомившего их с ним, отводили в сторонку и оказывали ему услугу в ссоре его с другом или с любовницей. Если же новенький выдерживал испытания, то в свою очередь становился верным. Вот почему, когда в том году дама из полусвета сказала господину Вердюрену, что она познакомилась с одним очаровательным человеком, господином Сваном, и дала понять, что он был бы очень рад быть принятым у них, то господин Вердюрен тут же передал ее пожелания своей жене. Он никогда не высказывал своего мнения, не выслушав предварительно жену. Его специальной ролью было приводить в исполнение Женина желания, а также желания всех вообще верных, в чем он проявлял огромную изобретательность. Дорогая моя, госпожа де Криси хочет обратиться к тебе с просьбой. Она желала бы представить тебе одного из своих друзей, господина Свана. Что ты скажешь по этому поводу? Ну разве можно отказать в чем-нибудь такому совершенству, как она? Молчите. Никто не спрашивает вашего мнения. Говорю вам, что вы совершенство. Если вам угодно, ответила одетто и изысканно вежливым тоном, и прибавила. Вы знаете. Прекрасно. Приведите вашего друга, если он мил. Конечно, кружок был совершенно чужд обществу, в котором вращался сван. И настоящие светские люди нашли бы, что человеку, занимавшему в аристократических кругах такое исключительное положение, едва ли стоит добиваться чести быть принятым у вердюренов. Но сван настолько любил женщин, что, познакомившись почти со всеми представительницами аристократии, узнав от них все, чему они могли научить его, он стал смотреть на рекомендательные письма, почти что жалованные грамоты, выданные ему сэн-жерменским предместьем, только как на своего рода меновую ценность, кредитив, сам по себе ничего не стоивший, но позволявший ему импровизировать видное положение в какой-нибудь провинциальной дыре или глухом парижском квартале, где привлекала его внимание хорошенькая дочка местного дворянчика или секретаря суда. Ибо желание или любовь оживляли в нем в те времена чувство тщеславия, от которого он вовсе освободился в повседневной жизни, хотя, несомненно, это самое чувство некогда побудило его избрать себе карьеру светского человека, в которой он расточил свои дарования на суетные удовольствия и огромную свою эрудицию в вопросах искусства представил к услугам светских дам, советуя им, какие купить картины и как обставить их особняки. Это тщеславие наполняло его желанием блеснуть в глазах какой-нибудь пленившей его безвестной красотке элегантностью, которой одна фамилия Сван не способна была сообщить ему. С особенной силой возникало у него это желание, если безвестная красотка была из низших кругов. Умный человек не боится показаться глупцом другому умному человеку. Так и человек элегантный страшится увидеть непризнание своей элегантности не со стороны вельможи, а со стороны деревенщины. Три четверти ухищрений, три четверти лжи, продиктованной тщеславием и расточенной с тех пор, как существует мир, людьми, достоинства которых она лишь умолила, было расточено ими перед низшими классами. И Сван, простой и естественный в обращении с герцогиней, трепетал перед ее горничной, позировал перед ней, боясь, как бы она не отнеслась к нему пренебрежительно. Он не принадлежал к числу людей, которые вследствие лилени или же безропотно покоряясь возлагаемой на них социальным положением обязанности, всю жизнь свою оставаться пришвартованными к определенному берегу, воздерживаются от удовольствия за пределами того круга, где они вращаются до самой своей смерти. И в заключении доходят до того, что привыкнув, называют удовольствиями за неимением лучших посредственные развлечения и терпимую скуку, предлагаемые им их мирком. Сван не делал попыток находить хорошенькими женщин, с которыми проводил время, но старался проводить время с женщинами, которых нашел хорошенькими. И часто это были женщины довольно низкопробной красоты, ибо физические качества, бессознательно привлекавшие его, составляли полную противоположность тем качествам, которыми он так восхищался в женских портретах или бюстах, исполненных его любимыми художниками. Глубокий взгляд или меланхолическое выражение на лице женщины замораживали его чувства, тогда как, напротив, здоровое, изобильное и розовое тело сразу же воспламеняло его. Если во время путешествия он встречал семейство, с которым ему с точки зрения этикета не следовало бы заводить знакомство, но в котором глаза его замечали женщину, украшенную еще неведомой для него прелестью, то оставаться замкнутым в своем мерке и обмануть возбужденное ею желание заменить наслаждение, которое он мог бы познать с нею другим наслаждением, пригласив к себе письмом одну из своих прежних любовниц, показалось бы ему такой же трусостью перед жизнью, таким же нелепым отказом от нового вида счастья, как если бы вместо посещения страны, где он был, он уединился в свою комнату и стал любоваться видами Парижа. Он не замыкался в солидно построенном здании своих общественных отношений, но сделал из них так, чтобы ее можно было сызново разбивать всюду, где он встречал приглянувшуюся ему женщину как бы разборную палатку, вроде тех, что носят с собой исследователи новых стран. Все, что в этих отношениях не поддавалось переноске или обмену на еще не испытанное наслаждение, выбрасывалось им как вещь, не имеющая цены, как бы ни была она завидна в глазах других. Сколько раз влияние, которым он пользовался у какой-нибудь герцогини, желавший сделать ему что-нибудь приятное, но годами не встречавший для этого подходящего повода, сколько раз Сван сразу утрачивал его, обратившись к ней в необдуманно составленном письме с просьбой прислать по телеграфу рекомендацию, позволявшую ему сразу же завязать знакомство с одним из ее управляющих, дочь которого привлекла его внимание во время пребывания в деревне, вроде того, как изголодавшийся человек променял бы бриллиант на краюху хлеба. Даже сознав свою оплошность, он смеялся над собой, ибо ему присуща была, искупаемая редкой утонченностью и деликатностью, некоторая доза грубоватости. Кроме того, он принадлежал к той категории умных людей, проживающих в праздности, которые ищут утешение, и, может быть, даже извинения в мысли, что эта праздность дает их уму объекты столь же достойные внимания, как и те, что могли бы дать им занятия искусствами или наукой, и что жизнь содержит в себе более интересные и более романические положения, чем все когда-либо написанные романы. Так, по крайней мере, уверял он и без труда убеждал в этом самых утонченных своих друзей из аристократического общества, особенно барона де Шарлюса, которого он любил забавлять рассказами о своих пикантных приключениях. То, встретившись в поезде с женщиной и увезя ее затем к себе, он внезапно обнаруживал, что она была сестрой государя, в руках которого сосредоточивались в тот момент все нити европейской политики. Так что Сван оказывался в курсе этой политики весьма приятным для себя образом. То в силу сложной игры обстоятельств от предстоящего избрания папы на конклаве зависело, удастся ли ему или не удастся сделаться любовником одной кухарки. Впрочем, ни одну только блестящую фалангу добродетельных вдов, генералов, академиков, с которыми он был особенно близок, Сван так цинично заставлял играть роль сводников. Все его друзья привыкли получать время от времени письма, в которых просьба рекомендовать или познакомить его была выражена им с дипломатическим искусством. Особенность эта, оставаясь неизменной во всех его последовательных увлечениях и при весьма различных обстоятельствах, выдавала явственнее, чем это сделали бы самые грубые его оплошности, некоторую устойчивую черту его характера и торжественность преследуемых им целей. Много лет спустя, начав интересоваться его характером вследствие обнаружившегося в нем сходства в совсем других отношениях с моим собственным, я часто просил рассказать мне о том, как дедушка, который не был еще в те времена дедушкой, потому что лишь приблизительно в год моего рождения началось большое увлечение Свана, надолго прервавшее описываемые здесь его приемы, взглянув на полученное письмо и узнав на конверте почерк своего друга, восклицал, эгея, сван обращаются с какой-то просьбой, будем на страже. И вследствие или недоверия, или же благодаря бессознательному дьявольскому чувству, побуждающему нас предлагать вещь только тем людям, которые ее не желают, мои родные самым решительным образом отклоняли его просьбы, даже в тех случаях, когда удовлетворить их не стоило им никакого труда. Например, просьбу познакомить его с барышней, обедавшей у нас по воскресеньям. Каждый раз, когда сван заводил о ней речь, дедушка и бабушка делали вид, будто больше ее не встречают. Между тем, как всю неделю они ломали голову, кого бы им пригласить к обеду вместе с нею. Причем часто так никого и не находили, совсем позабыв, что стоит им сделать свану знак и тот осчастливленный прилетит к ним. Иногда какая-нибудь дружественная моим дедушке и бабушке супружеская чета, жаловавшаяся, что сван совсем забыл ее, с удовлетворением и даже может быть с некоторым желанием возбудить зависть, сообщала, что он стал вдруг необычайно внимательным к ним, что он сама предупредительность, что он ни на минуту не покидает супругов. Дедушка не хотел омрачать их удовольствие, но бросал лукавый взгляд на бабушку и тихонько напевал, что здесь за тайна, мне никак не понять, или мимолетное виденье, или в делах такого рода мне лучше быть слепым. Если несколько месяцев спустя дедушка спрашивал нового друга свана, как поживает сван, по-прежнему вы часто видаете с ним. Лицо его собеседника вытягивалось, никогда не произносите его имени в моем присутствии. А я думал, что вы большие друзья. Он сделался таким образом завсегдатаем у двоюродного брата моей бабушки, обедая у него почти каждый день. Вдруг, без всякого предупреждения, он перестал появляться. Тот предположил, что он заболел, и хозяйка дома собиралась уже послать горничную осведомиться о его здоровье, но в это время она нашла в буфетной писанное его рукою письмо, по оплошности оставленное кухаркой в расходной книге. Там сван сообщал кухарке, что он уезжает из Парижа и не может больше бывать в доме ее хозяев. Кухарка была его любовницей, и в момент разрыва он счел необходимым уведомить об этом ее одну. Но если его очередная любовница была напротив светской дамой, или по крайней мере женщиной, чье происхождение было не настолько низкое и общественное положение не настолько шаткое, чтобы он не мог добиться для нее доступа в свет, то ради нее он возвращался туда, но исключительно в ту орбиту, где двигалась она или куда он ее увлек. Бесполезно рассчитывать на Свана сегодня вечером, говорили его знакомые. Вы ведь знаете, по пятницам бывает в опере его американка. Он доставал для нее приглашение в наиболее труднодоступные салоны, в дома, куда сам он приходил еженедельно в определенные дни обедать или играть в покер. Каждый вечер, слегка взбив свои жесткие рыжие волосы, что несколько смягчало живость взгляда его зеленых глаз, он выбирал цветок для бутоньерки и отправлялся на свидание со своей любовницей в доме одной из дам его круга. И тогда, наглядно представив себе восхищение и заверение в дружбе, которое великосветские франты изо всех сил старавшиеся подражать ему и находившиеся в этот момент в гостиной, куда он шел, будут расточать ему в присутствии любимой им женщины, он вновь находил обаяние в суетной светской жизни, которую был присыщен, но вещество которой, пронизанное и окрашенное в горячие тона, введенным им в него ярко горевшим пламенем, казалось ему драгоценным и прекрасным после приобщения к нему его новой любви. Но если каждая из этих связей или каждая из этих флиртов являлись более или менее полным осуществлением мечты, рожденной видом какого-нибудь лица или тела, которое с вам невольно, не делая над собой усилия, нашел очаровательными, то дело обстояло совсем иначе, когда раз в театре он был представлен Одетте де Кресси одним старым своим другом, еще раньше говорившим ему о ней как о женщине примилой, с которой он в состоянии будет, может быть, кое-чего достигнуть, но изобразившим ее более недоступной, чем она была в действительности, чтобы преувеличить таким образом в глазах Свана размеры своей любезности. Конечно, она показалась Свану нелишенной красоты, но к типу ее красоты он был равнодушен. Красота этого типа не пробуждала в нем никакого желания и даже, пожалуй, вызывала нечто вроде физического отвращения. Показалось женщиной из числа тех, у каждого из нас есть свой тип женщин и у каждого он различен, что являются противоположностью типа, которого требуют наши чувства. Профиль ее был слишком резко очерчен, кожа слишком нежная, скулы слишком выдающиеся, черты лица слишком вытянутые, чтобы ему понравиться. Глаза одеты были красивы, но так велики, что, казалось, изнемогали от собственной тяжести, утомляли ее лицо и всегда сообщали ей такой вид, точно она чувствовала себя нехорошо или была в дурном настроении. Через несколько времени после этого знакомства в театре она прислала Свану письмо, в котором просила разрешить ей взглянуть на его коллекции, так интересующие ее невежественную женщину, питающую слабость красивым вещам, говоря, что она лучше узнает его, когда увидит его «Инхис хоум», где она представляла себе его в уютной комнате за чаем с книгами, хотя и не могла скрыть своего удивления тем, что он жил в этом квартале, таком должно быть мрачным и недостаточно смарт для такого элегантного человека. И когда он пригласил ее к себе, она, прощаясь, выразила сожаление, что провела так мало времени в доме, куда она была счастлива войти, говорила о Сване как о человеке, бывшем для нее чем-то большим, чем другие ее знакомые, и как будто устанавливая между их личностями нечто вроде романической связи, что вызвало на лице его улыбку. Но в возрасте, к которому приближался Сван, когда человек бывает уже несколько разочарован и умеет довольствоваться приятным чувством, доставляемым ему состоянием влюбленности, не предъявляя слишком больших требований по части ответного чувства, это сближение сердец, пусть даже не является, как в пору ранней юности, целью, которой необходимо стремиться любовь, оно остается зато соединенным с любовью столь прочной ассоциацией, что может оказаться ее причиной, если имеет место в нашей жизни раньше любви. В годы молодости мы мечтали обладать сердцем женщины, в которую были влюблены. Впоследствии чувство, что мы обладаем сердцем женщины, может оказаться достаточно, чтобы мы влюбились в нее. Таким образом, в возрасте, когда будет казаться, так как мы ищем в любви главным образом субъективного наслаждения, что любование женской красотой должно играть в ней преобладающую роль, любовь может родиться, любовь самая плотская, при полном отсутствии предваряющего ее желания. В эту пору жизни мы уже неоднократно бывали ранены стрелами любви. Любовь не развивается уже одна, подчиняясь своим собственным непонятным и роковым законам в нашем изумленном и пассивном сердце. Мы приходим ей на помощь, мы подделываем ее при помощи наших воспоминаний, при помощи внушения. Узнав один из ее симптомов, мы призываем, мы воссоздаем остальные. Так как гимн ее полностью запечатлен в наших сердцах, то вовсе не нужно, чтобы женщина начала петь его нам с самых первых слов, полных восхищения, внушаемого нам красотой. Мы без этого вспомним его продолжение. Пусть даже она запоет его с середины, где говорится о сближении сердец, о том, что два существа живут лишь друг для друга, мы достаточно усвоили эту музыку, чтобы сразу же подхватить ее и начать вторить нашей партнерше с того места, где она сделает паузу. Одетте де Кресси вскоре снова посетила Свана, затем визиты ее стали повторяться часто, и, несомненно, каждый из них оживлял в нем чувство разочарования, испытываемого при виде этого лица, особенности которого он немного забывал в промежутке между встречами, так что оно вдруг поражало его своей выразительностью и блеклостью, несмотря на молодость его обладательницы. Когда она разговаривала с ним, Сван жалел, что большая красота ее не принадлежала к тому типу, который невольно вызывал его восхищение. Нужно, впрочем, заметить, что лицо Одетте казалось ему более худым и более резко очерченным от того, что лоб и верхняя часть щек, эти однородные почти плоские поверхности, были закрыты прядями волос, которые женщины начесывали тогда на лоб, завивали и напускали локонами на уши. Что же касается ее удивительно сложенной фигуры, то очень трудно было воссоздать ее в целом, по причине тогдашних мод, несмотря на то, что она была одной из наилучше одевавшихся в Париже женщин. Настолько выпячивавшейся дугой вперед, словно над воображаемым животом и резко заканчивавшийся острым углом корсаж, под которым вздувался раструб двойных юбок, придавал женщине вид существа, составленного из разнородных, плохо прилаженных друг к другу кусков. Настолько складочки, оборочки, вставочки, вполне независимо, подчиняясь лишь прихоти своего рисунка или плотности материала, чертили линию, приводившую их то к бантикам, то к кружевным нашивкам, то к отвесно падавшей бахроме черного стекляруса. Или же направлявшуюся вдоль планшета корсета, но нигде не соприкасавшуюся с живым существом, которое, смотря потому, приближалась ли архитектура этих безделушек к формам его тела, или же напротив, не соответствовала им, то задыхалась, то утопала в них. Но когда одетто покидала его, Сван с улыбкой думал о ее жалобах на то, что время будет тянуться для нее томительно до дня, когда он позволит ей снова прийти к нему. Он вспоминал тревожный и робкий вид, с каким она однажды стала просить его, чтобы срок был не слишком долгий, вспоминал ее взгляд, устремленный на него с боязливой мольбой и делавший ее трогательной в белой соломенной круглой шляпе, украшенной букетиком искусственных анютиных глазок и подвязанной под подбородком черными шелковыми лентами. «А разве вы», сказала она ему, «не придете как-нибудь ко мне на чашку чаю?» Он сослался на неотложную работу, этюд, в действительности заброшенной им уже несколько лет тому назад, о Вермере Дельфтском. «Я понимаю, что я ни на что не способна, что я кажусь жалкой рядом с такими серьезными учеными людьми, как вы», ответила она. «Я выглядела бы как лягушка перед даря пагом?» «И все же мне так хочется учиться, знать, быть посвященной?» «Как должно быть занятно рыться в старых книгах, совать нос в старые бумаги», продолжала она с самодовольным видом элегантной женщины, утверждающей, будто она только и мечтает о том, как бы заняться, не боясь выпачкать свои пальцы, какой-нибудь грязной работой, вроде «стрепни», собственноручно замешивая тесто. «Вы будете смеяться над моим вопросом, но скажите мне, пожалуйста, этот художник, который мешает вам приехать ко мне?» Она имела в виду Вермера. «Я никогда даже не слыхала о нем, жив он еще?» «Можно ли видеть какие-нибудь его картины в Париже?» «Я хочу составить себе представление о том, что вы любите, отгадать, что скрывается под этим высоким который столько работает. В этой голове, вечно размышляющей о глубоких вопросах, хочу иметь возможность сказать вот о чем он думает, какое счастье было бы помогать вам в ваших работах». В качестве извинения он сослался на свой страх заводить новую дружбу, которую он галантно называл страхом несчастной любви. «Вы страшитесь любви? как мне забавно слышать это, ведь я только ищу что любви. Я отдала бы жизнь, если бы мне удалось найти ее», сказала она таким естественным и убежденным тоном, что сван был искренне тронут. «Вам должно быть пришлось страдать от какой-нибудь женщины, и вы решили, что все другие такие же, как она. Она была неспособна вас понять, вы так не похожи на других мужчин. Это как раз и понравилось мне в вас с самого начала. Я сразу же почувствовала, что вы не такой, как все». «Да и вы ведь сами тоже», перебил он ее, «Я хорошо знаю, что такое женщины. У вас должно быть куча дела, нет ни минуты свободной». «Я? Что вы? Мне решительно нечего делать. Я всегда свободна и всегда буду свободна для вас. Если бы вам захотелось увидеть меня, пошлите за мной в любой час дня или ночи, и я буду счастлива примчаться к вам. Сделаете вы так? Вы были бы очень милы, если бы согласились исполнить одно мое желание. Позволили мне представить вас госпоже Вердюрен, которой я хожу каждый вечер. как это было бы хорошо. Я встречала бы вас там и думала бы, что немножко ради меня вы туда пришли. И несомненно, вспоминая таким образом разговоры с нею, думая о ней в одиночестве, Сван лишь помещал в романических мечтах своих ее образ среди бесчисленных других женских образов. Но если бы благодаря какому-нибудь случайному обстоятельству или даже может быть без его помощи и обстоятельства, представившиеся в момент, когда скрытое до той поры состояние дает себя почувствовать, может вовсе не оказать на него влияние, образ садетте до креси всецело поглотил его мечты. Если бы воспоминание о ней стало неотделимым от этих мечтаний, то ее физические несовершенства утратили бы всякое значение, как утратило бы значение и большее или меньшее соответствие ее тела по сравнению с каким-либо другим телом вкусу свана. Ибо став телом любимой женщины, отныне оно одно было бы способно причинять ему радости и терзания. Случилось так, что мой дедушка хорошо знал, чего нельзя было бы сказать ни о ком из их теперешних знакомых, семью этих вердюренов. Но он давно уже прервал всякие сношения с тем, кого он называл молодым вердюреном. Считая его, благодаря слишком грубому обобщению получаемых о нем сведений, человеком, окончательно погрузившимся в мир богемы и разного сброда, хотя и сохранившим при этом свои миллионы. Однажды он получил письмо от свана, в котором тот спрашивал дедушку, не может ли он познакомить его с вердюренами. Будем на страже, будем на страже, воскликнул дедушка. Это ничуть не удивляет меня. Именно так должен был кончить сван. «Хорошенькое общество. Я не могу исполнить его просьбу прежде всего потому, что я не знаком больше с этим господином. Кроме того, тут, вероятно, замешана женщина, а я предпочитаю держаться в стороне от таких дел. Да, занятное у нас будет развлечение, если сван станет бегать к маленьким вердюренам». После отрицательного ответа дедушки сама деда вела свана к вердюренам. В день первого появления свана на обеде у вердюренов были доктор катар с супругой, молодой пианист с теткой и художник, пользовавшийся тогда их благосклонностью. Вечером к этим лицам присоединилось еще несколько верных. Доктор катар никогда не был уверен, каким тоном следует отвечать собеседнику, никогда не знал в точности, шутит ли тот или говорит серьезно. Поэтому на всякий случай он сопровождал выражение своего лица предупредительной условной улыбкой, выжидательная утонченность которой освобождала бы его от упрека в наивности, если бы оказалось, что обращенное к нему замечание носит шуточный характер. Но поскольку он должен был считаться также и с противоположной возможностью, то не решался позволить этой улыбке отчетливо утвердиться на своем лице. Так что на нем вечно блуждала неуверенность, в которой можно было прочесть вопрос. Он не осмеливался задавать его открыто. Вы действительно так думаете? Не больше уверенности было у него относительно того, как ему следует держаться на улице и даже вообще в жизни. Часто можно было видеть, как он встречает прохожих, экипажи, происшествия с лукавой улыбкой, которая освобождала его от всякого упрека в неуклюжести, так как доказывала, если поведение его было не соответствовавшим обстановке, что он прекрасно осознает это и совершил смешной поступок исключительно ради шутки. Во всех тех случаях, однако, когда откровенный вопрос казался ему позволительным, доктор усердно старался ограничить поле своих сомнений и пополнить свое образование. Вот почему, следуя совету, который дан был ему предусмотрительной матерью, когда он покидал свою провинцию, Катар никогда не пропускал неизвестного ему выражения или собственного имени, не постаравшись собрать о них самые точные справки. Что касается образных выражений, то он был ненасытен по части должного осведомления, часто предполагая в них более определенный смысл, чем они имеют в действительности. Он хотел бы знать, что собственно означают те из них, которые ему приходилось слышать чаще всего дьявольская красота, голубая кровь, жизнь кота с собакой, четверть часа рабле, законодатель вкуса, дать карт-бланш, быть поставленным в тупик и тому подобное. И в каких определенных случаях он сам мог бы употреблять их в своем разговоре. За неимением их он усначал свою речь зазубренными примерами игры слов. Что касается произносимых в его присутствии имен неизвестных ему лиц, то он ограничивался тем, что повторял их вопросительным тоном, считая, что этого достаточно для получения разъяснений, которых он не спрашивал открыто. Так как, несмотря на свое убеждение, что он ко всему относится критически, Катар в действительности был вовсе лишен критических способностей, то утонченная вежливость, заключающаяся в том, что делая кому-нибудь одолжение, мы уверяем, нисколько не желая, чтобы этому поверили, что напротив, нам сделано одолжение, вежливость этого рода была пропащим делом по отношению к Катару, ибо каждое услышанное слово он понимал в буквальном смысле. Как ни было велико ослепление госпожи Вердюрен доктором Катаром, она все же по-прежнему продолжая находить его человеком изысканно тонким, в заключении стала раздражаться, когда, пригласив его в литерную ложу посмотреть Сару Бернар, и для большей любезности обратившись к нему, вы очень милы, доктор, что пришли, тем более, что я уверена, вы уже много раз видели Сару Бернар. К тому же мы, пожалуй, слишком близко от сцены. Она услышала от доктора Катара, входившего в ложу с улыбкой, ожидавший, чтобы обозначиться с большей определенностью или исчезнуть, чьего-нибудь авторитетного осведомления относительно важности спектакля. Следующий ответ. В самом деле, мы находимся слишком близко от сцены, и Сара Бернар начинает уже утомлять. Но вы выразили желание, чтобы я пришел. Ваше желание для меня приказы. Я бесконечно рад оказать вам эту маленькую услугу. Чего только я не сделал бы для доставления вам удовольствия. Вы так добры. И он продолжал. Сара Бернар, ее называют золотым голосом, не правда ли? Часто пишут также, что под ней пол горит. Странное выражение, не правда ли? В надежде услышать комментарии, но их не последовало. «Знаешь ли», сказала госпожа Вердюрен мужу, «мне кажется, мы совершаем ложный шаг, обесценивая скромности то, что мы предлагаем доктору. Это ученый, витающий за пределами практической жизни, он ничего не смыслит в ценности вещей, и свято принимает на веру все, что мы ему говорим». «Я не решался сказать тебе, но и я это заметил», отвечал господин Вердюрен. И в день ближайшего нового года, вместо поднесения доктору Катару рубина в три тысячи франков, словно ничего не стоящей безделушки, господин Вердюрен купил за триста франков искусственный камень, и, даря его доктору, дал понять, что вряд ли можно найти другой столь же красивый бриллиант. Когда госпожа Вердюрен объявила, что на вечере будет господин Сван, Сван, воскликнул доктор грубым от изумления тоном, потому что малейшая новость захватывала врасплох этого человека, всегда считавшего себя приготовленным ко всякой неожиданности. и, видя, что никто не отвечает ему, Сван, кто такой этот Сван, чуть ли не проревел он вне себя от беспокойства, которое тотчас утихло, когда госпожа Вердюрен объяснила, неужели вы не знаете, это друг одет ты, о котором она говорила нам? Ах, да, верно, верно, прекрасно, проговорил сразу успокоившийся доктор. Что касается художника, то тот был в восторге от ожидаемого появления Свана у госпожи Вердюрен, так как, по его предположениям, Сван был влюблен в одетту, а он охотно покровительствовал любовным связям. «Ничто так не забавляет меня, как устройство свадеб», признался он на ушко доктору Катару. «Мне очень везло в этом отношении даже у женщин». Характеризуя Свана Вердюреном как смарт, одетто встревожило их, они испугались, как бы он не оказался скучным. Однако он произвел на них отличное впечатление, одной из косвенных причин чего, хотя они этого не сознавали, были привычки, усвоенные им во время частых посещений элегантного общества. В самом деле, он обладал одним преимуществом над людьми, даже высококультурными и умными, но никогда не посещавшими аристократических салонов. Преимуществом человека, который вращался в свете и поэтому не преображает его симпатии или антипатии, но рассматривает как явление, лишенное всякого значения. Любезность такого человека, вполне свободная от всякой примеси снобизма и от страха показаться чрезмерной, ставшая действительно независимой, обладая той непринужденностью и грацией движений, которые отличаются гимнасты, выполняющие гибкими своими членами как раз то, что они хотят, без ненужного и неуклюжего участия остального тела. Простые и элементарные движения светского человека, учтиво подающего руку незнакомому юноше, которого представляют ему, и сдержанно кланяющегося послу, которому его представляют, мало-помалу совершенно бессознательно вошли в плоти кровь свана. Так что, очутившись среди людей низшего общественного положения, каковыми были вердюрены и их друзья, он инстинктивно выказал внимание и предупредительность, совершил шаги, от которых, по их мнению, скучный воздержался бы. Некоторую холодность он проявил лишь по отношению к доктору Катару. Увидя, как тот подмигивает ему и двусмысленно улыбается, еще прежде, чем они успели обменяться приветственными словами, Катар называл эту гримасу «добро пожаловать», Сван подумал, что доктор узнал его, вероятно, повстречив в каком-нибудь увеселительном заведении, хотя он посещал эти места очень редко, так как не любил обращаться к услугам продажных женщин. Находя подобный намек свидетельством дурного вкуса, особенно в присутствии одетты, у которой могло сложиться дурное представление о нем, он напустил на себя ледяной вид. Но когда он узнал, что дама, сидевшая рядом с доктором, была госпожа катар, то решил, что такой юный еще муж не стал бы намекать в присутствии жены на развлечение этого рода и перестал истолковывать мимику доктора в неприятном для себя смысле. Художник сразу же пригласил Свана посетить вместе с одеттой его ателье, и Сван нашел его очень милым. «Может быть, вы удостоитесь больше благосклонности, чем я», сказала госпожа Вердюрен притворно обиженным тоном. «И вам будет показан портрет Катара, заказанный госпожою Вердюрен художнику?» «Постарайтесь же хорошенько, мэтр Биш», напомнила она художнику, которого давно уже все в шутку называли мэтром. «Передать это красивое выражение его глаз, эту плутовскую искорку в нем? Вы ведь знаете, что больше всего мне хочется иметь его улыбку? Я опросила вас написать портрет его улыбки». И так как эта фраза показалась ей замечательной, то она еще раз громко повторила ее для большей уверенности в том, что она будет услышана всеми присутствующими. Предварительно она нашла даже какой-то предлог теснее сомкнуть кружок своих гостей. Сван попросил познакомить его со всеми гостями даже с одним старым другом Вердюренов Саньетом, который благодаря своей робости, простодушию и доброте повсюду лишился уважения, несмотря на то, что его познание в области полиографии, большое состояние и хорошее происхождение давали ему полное право на это уважение. Когда он говорил, во рту у него была каша, но слушать его было приятно, так как чувствовалось, что она является не столько недостатком речи, сколько душевным качеством, чем-то вроде остатка детской невинности, которую он сохранил во всей неприкосновенности. Непроизносимые им согласные казались похожими на грубости, которых он не способен был совершить. Прося представить его господину Саньету, Сван заставил госпожу Вердюрен нарушить установившийся в доме порядок. Так что в ответ та сказала ему, подчеркивая разницу, «Господин Сван, благоволите разрешить мне представить вам нашего друга Саньета». Но вызвал у Саньета горячую признательность, о чем, впрочем, Вердюрены никогда не сообщили Свану, так как Саньет их немного раздражал и они не поощряли дружеских отношений между ним и их гостями. Но зато Сван чрезвычайно тронул их, сочтя своей обязанностью попросить, чтобы его познакомили вслед за Саньетом с теткой пианиста. Одета она была, как всегда, в черное платье, так как считала, что черный цвет всегда к лицу и одеваться в черное вверх изысканности, зато лицо у нее было багровое, как всегда после еды. Она почтительно поклонилась Свану, но затем снова величественно выпрямилась. Так как она была женщина совсем необразованная и боялась наделать ошибок по части грамматики и произношения, то нарочно произносила слова невнятно, думая, что если совершит какую-нибудь оплошность, то она растворится в окружающих звуках и слушатели не в состоянии будут с уверенностью различить ее. В результате ее речь превращалась в какое-то сплошное отхаркивание, откуда изредка всплывали звуки и слоги, в которых она чувствовала себя уверенной. Сван подумал, что он вправе немножко подшутить над ней в разговоре с господином Вердюреном, но тот напротив был этим задет. «Это превосходная женщина», ответил он, «я согласен с вами, она не ослепляет, но уверяю вас, она бывает обаятельна, когда разговариваешь с нею один на один». Не сомневаюсь в этом, поспешил успокоить его Сван. «Я хотел сказать только, что она не показалась мне выдающейся», прибавил он, как бы ставя этот эпитет в кавычки. «И в общем это скорее комплимент». «Погодите-ка», сказал Вердюрен, «сейчас я изумлю вас». Она пишет очаровательно. «Вы никогда не слышали ее племянника?» «Восхитительно, не правда ли, доктор?» «Желаете, я попрошу его сыграть что-нибудь, господин Сван?» «Было бы счастьем», начал было Сван несколько выспренным тоном, но тут доктор с насмешливым видом перебил его. Где-то он слышал и запомнил, что употребление в разговоре напыщенных фраз и торжественных выражений является теперь старомодным. С тех пор, когда ему приходилось слышать какое-нибудь значительное слово, произнесенное серьезным тоном, вроде сказанного сейчас с Ваном слово счастье, он сразу же заключал, что человек, употребляющий в разговоре такие слова, тем самым выдает свою ограниченность и педантизм. И если вдобавок подобное слово входило случайно в то, что он называл избитым клише, то как бы не являлось оно употребительным, доктор сразу решал, что начинавшаяся им фраза была шуточной и иронически заканчивал ее каким-нибудь шаблонным изречением, как бы приписывая своему собеседнику намерение произнести его в этом месте, тогда как тот вовсе не имел подобного намерения. Счастьем для Франции насмешливо воскликнул он, патетически воздев руки кверху. Господин Вердюрен не мог удержаться от смеха. Над чем это смеются там эти проказники? Да, в вашем уютном уголке вы не томитесь от скуки, воскликнула госпожа Вердюрен. Неужели вы думаете, что мне очень весело оставаться одной, точно сидя на покаянии? Промолвила она капризно недовольным тоном, словно обиженный ребенок. Госпожа Вердюрен сидела на высоком шведском стуле извощенной сосны, подаренном ей одним шведским скрипачом. Несмотря на то, что формой своей стул этот напоминал табурет и совсем не подходил к красивой старинной мебели, стоявшей в гостиной, она держала его на видном месте, так как считала своим долгом выставлять на показ подарки, время от времени обыкновенно подносимые ей верными. Так что дарители при виде их могли испытать удовольствие, когда приходили к ней в гости. Она всячески старалась убедить их ограничиваться цветами и конфетами, которые, по крайней мере, обладают тем преимуществом, что их сокрушает время. Но ее убеждения не имели успеха, и мало-помалу в ее доме образовалась целая коллекция грелок, подушечек, стенных часов, ширм, барометров, вазочек, утомительно однообразных и не гармонировавших между собою бесполезных, но несокрушимых вещей. Со своего возвышенного пункта госпожа Вердюрен принимала самое живое участие в разговоре верных и упивалась их выходками. Но после несчастного случая с челюстью отказалась принимать чересчур деятельное участие в общем веселье, заменив его условной мимикой, без утомления и риска для нее обозначавший, что она хохочет до слез. При малейшем словечке, отпущенном кем-либо из завсегдатаев по адресу человека скучного или одного из бывших завсегдатаев, ныне изгнанного в общество скучных и к вящему прискорбию господина Вердюрена, который давно уже имел поползновение быть столь же любезным, как и жена, но смеясь всерьез, очень быстро истощал свои силы, так что всегда бывал превзойден и побежден хитрой уловкой госпожи Вердюрен, заливавшейся притворным, но непрестанным хохотом, она пронзительно взвизгивала, плотно зажмуривала свои птичьи глазки, которые начинало заволакивать бельмо, и поспешно, как если бы она закрывалась от какого-нибудь непристойного зрелища или отражала смертельный удар, пряча лицо в своих руках, совершенно загораживавших его от посторонних взоров и не позволявших никому видеть его выражения, притворялась, будто изо всех сил старается сдержать, подавить приступ смеха, который, дай она ему волю, довел бы ее до обморока. Так, одуревшая от смешных выходок верных, опьяненная панибратством, злословием и всеобщим одобрением, госпожа Вердюрен подобно птице, сухарики которой смочили глинтвейном, клахтала на своем насесте от избытка дружеских чувств. Тем временем господин Вердюрен, попросив у свана разрешение закурить трубку, у нас без церемонии отношения товарищеские, просил молодого пианиста сесть за рояль. «Оставь его в покое, не надоедай ему, он пришел сюда не для того, чтобы его мучили», скричала госпожа Вердюрен. «Я не хочу, чтобы его мучили, слышишь?» «Но откуда ты взяла, что мы собираемся его мучить?» сказал в ответ господин Вердюрен. «Я уверен, что господин Сван никогда не слышал открытой нами сонаты фа-диез. Он сыграет нам ее в аранжировке для рояля». «Ах, нет-нет, ради Бога, не надо моей сонаты», застонала госпожа Вердюрен. «Я вовсе не желаю, чтобы меня заставили реветь до насморка и лицевой невралгии, как это случилось в последний раз. премного вам благодарна. Я вовсе не хочу, чтобы у меня повторилась вся эта музыка. Вам, конечно, полгоря. Видно, что никому из вас не придется неделю лежать в постели». Эта маленькая сцена, возобновлявшаяся каждый раз, когда пианист собирался сесть за рояль, неизменно приводила в восторг друзей, словно они видели ее впервые. Она как бы являлась доказательством пленительной оригинальности хозяйки и ее крайне музыкальной чувствительности. Сидевшие поблизости от нее делали знак курившим или игравшим в карты в другом конце комнаты подойти поближе, кричали «слушайте, слушайте», как это принято во время парламентских прений, в моменты, когда оратор произносит вещи, заслуживающие внимания. И на другой день гости жалели тех, кто не мог быть накануне у Вердюренов, уверяя их, что сцена была забавнее, чем когда-либо. «Ладно, решено», заявил господин Вердюрен, «он сыграет только Анданте». «Только Анданте?» «Вот тоже сказал», воскликнула госпожа Вердюрен. «Ведь именно Анданте разбивает меня всю. Наш хозяин поистине бесподобен. Это все равно, как если бы по поводу девятой, он сказал, мы услышим только финал, или только овертюру мейстер Зингеров». Однако доктор стал упрашивать госпожу Вердюрен разрешить пианисту поиграть не потому, что считал притворными ее жалобы на болезненное действие, оказываемое на нее музыкой. Он признавал существование некоторых неврастенических состояний, но в силу свойственной многим врачам привычки сразу смягчать строгость своих предписаний, как только подвергается опасности, вещь, представляющаяся им гораздо более важной, чем здоровье пациентов, успех светского собрания, где они участвуют и где руководящую роль играет лицо, которому они советуют забыть на один вечер о своем пищеварении или о своем гриппе. «На этот раз вы не будете больны, вот увидите», сказал он, стараясь одновременно загипнотизировать ее взглядом. «А если заболеете, мы вас вылечим». «Правда», ответила госпожа Вердюрен таким тоном, как если бы в надежде на столь великие милости ей не оставалось ничего другого, как только сдаться. А может быть также, заявив о пугавшей ее перспективе стать больной, она привела себя в такое состояние, в котором перестала сознавать, что разыгрывает маленькую комедию, и совершенно искренно стала смотреть на вещи с точки зрения больной. В самом деле, часто можно наблюдать, как больные, утомленные необходимостью вечно держать в зависимости от своего благоразумия, количества и остроту припадков своей болезни, охотно отдаются во власть мысли, что они могут безнаказанно делать все, что им нравится, и за что они обыкновенно платятся впоследствии обострением страданий. «Если только верит себя по печенью некоего могущественного существа, которое, не требуя никакого усилия с их стороны, способно будет одним своим словом или какими-нибудь пилюлями снова поставить их на ноги». Одетта направилась к ковровому дивану, стоявшему возле рояля. «Я сяду на свое уютное местечко», сказала она госпожа Вердюрен. Последнее, увидя, что Сван сидит на стуле, заставило его встать. «Вам там неудобно? Садитесь рядом с Адеттой. Вы ведь дадите Адеттам местечко подле себя господину Свану». «Какой прелестный Бове», сказал Сван, любуя с диваном, перед тем, как сесть на него. Он желал быть любезным. «Я очень довольна, что вы оценили по достоинству мой диван», отвечала госпожа Вердюрен. «И я предупреждаю вас, что если вы рассчитываете увидеть когда-нибудь другой диван такого же качества, то вы должны отказаться от этой надежды. Никогда не было сделано ничего похожего. Эти стулья тоже чудеса искусства. Потом вы внимательнее их осмотрите. Каждая бронзовая украшение соответствует сюжету, изображенному на сиденье стула. Вместе с развлечением вы почерпнете также поучение, если соблаговолите все это рассмотреть. Вы будете в восторге, ручаюсь вам. Взгляните на этот бордюрчик по краям, вот здесь. Этот виноград на красном фоне в соответствии с рисунком «Медведь и виноград». «Да, я думаю, они понимали толк в рисовании. Разве у вас не текут слюнки при виде этого винограда?» «Мой муж заявляет, будто я не люблю фруктов, потому что я ем их меньше, чем он». «Неправда, я большая лакомка, чем все вы, но я не ощущаю потребности класть их в рот, раз я могу пожирать их глазами». «Что это все вы смеетесь?» «Просите доктора, он скажет вам, что эти гроздья действуют на меня как настоящее слабительное». «Иные ездят лечиться в Фонтенебло? Я же прохожу свой маленький курс в Бове. Вы непременно должны будете потрогать эти бронзовые украшения на спинках, господин Сван». «Какая гладкая поверхность! Разве можно подумать, что это металл? Нет-нет, не всей рукой, а вот так?» «Ну, если госпожа Вердюрен начала заниматься бронзой, так нам не придется услышать музыки сегодня вечером», сказал художник. «Замолчите, грубиян!» «В сущности, сказала она, обращаясь к Свану, нам, бедным женщинам, запрещены наслаждения гораздо менее соблазнительные, чем эти. Ни одно тело в мире не сравнится по нежности с этой бронзой. Ни одно! Когда господин Вердюрен удостаивал меня чести, устраивая мне сцены ревности, послушай, будь по крайней мере вежлив, не говори, что ты никогда не устраивал мне». «Но, дорогая, я не произнес решительно ни одного слова. «Доктор, я беру вас в свидетели, разве я сказал хотя бы слово?» Сван из вежливости ощупывал бронзу и не решался прекратить это занятие. «Вот что, вы поласкаете ее потом, теперь же вас самих будут ласкать, будут ласкать ваш слух. Я думаю, вы любите такую ласку. Вот молодой человек, который займется этим приятным делом». Когда пианист сыграл, Сван проявил к нему еще больше любезности, чем к другим гостям Вердюренов по следующей причине. В прошлом году на одном вечере он слышал музыкальное произведение, исполненное на рояле и скрипке. Сначала он воспринимал лишь материальное качество звуков, издаваемых инструментами. Большим наслаждением было уже и то, что под узкой ленточкой скрипичной партии, тоненькой, прочной, плотной и управлявшей движением звуков, он вдруг услышал пытавшуюся подняться кверху в бурных всплесках звуковую массу партии для рояля, бесформенную, нерасчлененную, однородную, повсюду сталкивающуюся с мелодией, словно волнующаяся лиловая поверхность моря, околдованная и бемолизованная сиянием луны. Но в определенный момент, не будучи способен отчетливо различить какое-либо очертание, дать точное название тому, что нравилось ему, внезапно очарованный, он попытался запечатлеть в памяти фразу или гармонию, он сам не знал что, которая только что была сыграна и как-то шире раскрыла его душу, вроде того, как носящийся во влажном вечернем воздухе аромат некоторых роз, обладает способностью расширять наши ноздри. Быть может, незнание музыки было причиной того, что он мог испытать столь смутное впечатление из числа тех, которые одни только, может быть, тем не менее являются впечатлениями чисто музыкальными, непротяженными, насквозь оригинальными, несводимыми ни к каким другим впечатлением. Впечатление этого рода в течение краткого мгновения пребывает, так сказать, сайн-материя. Разумеется, ноты, которые мы слышим в такие мгновения, стремятся растянуться соответственно высоте своей и длине, покрыть перед нашими глазами поверхности большего или меньшего размера, начертать причудливые арабески, дать нам ощущение ширины или витанины, устойчивости или прихотливости. Но ноты исчезли прежде, чем эти ощущения успели принять достаточно определенную форму, так, чтобы не потонуть в ощущениях, уже пробуждаемых в нас нотами последующими или даже одновременными. И эта неотчетливость продолжала бы обволакивать своей расплывчатостью и своей текучестью едва уловимые мотивы, по временам всплывающие из нее, каков рисунок, что вы скажете по этому поводу? И тотчас вновь тонущие, исчезающие, распознаваемые только по своеобразному удовольствию, которое они дают, не поддающиеся описанию, воспроизведению, наименованию, несказанные. Если бы память, словно рабочий, трудящийся над возведением прочных устоев среди бушующих волн, не позволяла нам, изготовляя отпечатки этих мимолетных фраз, сравнивать их с последующими фразами и отличать от них. Вот почему едва только сладостное ощущение, испытанное с Ваном, угасло, как память уже снабжала его копии услышанной фразы, правда упрощенной и несовершенной, но все же предстоявшей его взору в то время, как игра продолжалась. Так что, когда прежнее впечатление вдруг возвращалось, оно не было больше неуловимым. С Ван представлял себе его протяжение, симметричное построение, его начертание, степень его выразительности. Перед ним была вещь, являвшаяся уже не чистой музыкой, но скорее рисунком, архитектурой, мыслью и лишь позволявшая припоминать подлинную музыку. На этот раз он отчетливо различил фразу, вынырнувшую на несколько мгновений звуковых волн, и она сразу же наполнила его своеобразным наслаждением, о котором до того, как услышать ее, он не имел никакого понятия, с которым он чувствовал ничто другое, кроме этой фразы, не могло бы познакомить его, и он ощутил к ней какую-то неведомую ему раньше любовь. Медленным ритмическим темпом она вела его сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми, какому-то счастью, благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы, она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, непрерывным и сладостно нежным, стала увлекать его каким-то безбрежным, неведомым далем. Потом она исчезла. Он страстно пожелал вновь услышать ее в третий раз. И она действительно появилась, но язык ее не сделался более понятным, и даже доставленное ею наслаждение было на этот раз менее глубоким. Но возвратившись домой, Сван почувствовал потребность в ней подобно мужчине, в жизнь которого мельком замеченная им на улице прохожая внесла образ новой красоты, обогативший его внутренний мир, хотя он не знает даже, удастся ли ему когда-нибудь вновь увидеть ту, кого он уже любит, но в ком все вплоть до имени ему неизвестно. Эта вдруг вспыхнувшая у Свана любовь к музыкальной фразе одно время казалось способна была даже внести в его жизнь своего рода помолодение. Он так давно уже перестал стремиться к каким-либо идеальным целям и ограничивался лишь погоней за минутными удовольствиями, что считал уже никогда, впрочем, не утверждая категорически даже самому себе, что так будет продолжаться до самой его смерти. Мало этого, не ощущая больше в уме своем возвышенных идей, он перестал верить в их реальность, хотя и не мог бы безусловно отрицать ее. В результате он усвоил привычку искать прибежище в плоских мыслях, позволявших ему оставлять в стороне темы существенные. Подобно тому, как он никогда не спрашивал себя, не лучше ли ему перестать посещать салоны, но зато хорошо знал, что если им принято приглашение, то он должен показаться там, куда его пригласили, и что потом он должен либо делать визиты в этот дом, либо, по крайней мере, завозить туда свои карточки. Так и в разговоре он всячески избегал с одушевлением высказывать свое личное мнение о вещах, взамен чего сообщал множество фактических подробностей, обладавших до известной степени самостоятельной ценностью и позволявших ему не раскрывать собственных взглядов. Он бывал изумительно точен, сообщая кулинарный рецепт, дату рождения или смерти знаменитого художника, название его произведений. Впрочем, иногда, вопреки обыкновению, он позволял себе высказать критическое суждение по поводу какого-нибудь художественного произведения или чьей-либо точки зрения на жизнь. Но в таких случаях придавал своим словам иронический тон, как если бы не вполне соглашался с тем, что говорил. Но теперь, подобно определенной категории болезненных людей, у которых перемены места и обстановки, иной режим и иногда даже самопроизвольные и таинственные органические процессы, вдруг как будто приводят к такому облегчению болезни, что они начинают серьезно считаться с возможностью до той поры совершенно безнадежной зажить на старости новой жизнью, в корне отличной от жизни прежней. Сван находил в себе, вспоминая пленившую его фразу, или же слушая другие сонаты, которые он просил играть ему в надежде открыть в них эту фразу, присутствие одной из тех невидимых реальностей, в которые он перестал верить, и которым, как если бы музыка произвела на его давно уже бесплодную душу некоторое живительное действие, он снова чувствовал желание и почти силу посвятить свою жизнь. Но так как, несмотря на все старания, ему не удалось узнать, кто был автор слышанного им произведения, то он не мог приобрести его и в конце концов совсем позабыл о нем. Правда, в ближайшие дни он встретился с несколькими присутствовавшими вместе с ним на вечере лицами и спросил их о заинтересовавшей его сонате. Но большинство этих людей либо приехало по окончании музыки, либо уехало до ее начала. Некоторые, впрочем, были и во время исполнения, но сидели в другой комнате и разговаривали, да и те, что слушали, сохранили столь же смутное впечатление, как и прочие. Что же касается хозяев дома, то они знали лишь, что это было какое-то новое произведение, которое просили разрешения исполнить приглашенные ими артисты. Так как эти артисты отправились вскоре после вечера в турне, то Сван так и не узнал ничего больше. У него были, правда, друзья-музыканты, но как неживо мог он вспомнить своеобразное и непередаваемое наслаждение, доставленное ему фразой, как неотчетливо представал его взором нарисованный ею узор, он, однако, был совершенно не способен пропеть им ее. Через некоторое время Сван перестал о ней думать. Но в этот вечер у госпожи Вердюрен, едва только юный пианист взял несколько аккордов и протянул в течение двух тактов одну высокую ноту, Сван вдруг увидел, как из-за длительного звучания протянутого словно звуковой занавес, чтобы скрыть тайну ее рождения, появляется сокровенная, ракочущая и расчлененная фраза. Сван узнал эту пленившую его воздушную и благоуханную фразу. Она была так своеобразна, она содержала в себе столь индивидуальную прелесть, которую ничто не могло бы заменить, что Сван показалось, будто он встретил в гостиной у друзей женщину, однажды замеченную им на улице и пленившую его, женщину, которую он отчаялся увидеть когда-нибудь вновь. Наконец, фраза, руководящая, бдительная, удалилась, затерялась в струях расточенного ею благоухания, оставив на лице Свана отблеск своей улыбки. Но теперь он мог узнать имя своей незнакомки. Ему сказали, что это Анданте из соната Вентейля для рояля и скрипки. Он владел ею, мог снова иметь ее у себя всякий раз, когда пожелает, мог попытаться изучить ее язык и отгадать ее тайну. Вот почему, когда пианист окончил, Сван подошел к нему и в очень горячих словах выразил ему свою признательность, что очень понравилась госпоже Вердюрен. Какой волшебник, не правда ли? обратилась она к Свану. Ведь хорошо чувствует свою сонату, негодяй. Предполагали ли вы, что на рояле можно достигнуть такой выразительности? Здесь было все, кроме рояля, честное слово. Каждый раз я попадаюсь, мне кажется, что я слышу оркестр. Это даже лучше оркестра, полнозвучнее. Юный пианист поклонился и с улыбкой подчеркивая слова, как если бы он сочинил остроту, сказал «Вы очень снисходительны ко мне». И в то время, как госпожа Вердюрен говорила мужу «Принеси ему скорее стакан оранжада», он вполне заслужил его. Сван рассказывал Одетте, как он влюбился в эту короткую фразу. Когда госпожа Вердюрен, сидевшая поодаль, сказала «Вам, кажется, говорят очень милые вещи, Одетта», та ответила «Да, очень милые». И Сван нашел ее скромность очаровательной. Затем он стал расспрашивать о Вентейле, о его других произведениях, о времени, когда написан им это соната, о том, что могла означать для него пленившая Свана фраза, это значение больше всего хотелось бы знать Свану. Но никто из присутствовавших, кичившихся своим преклонением перед этим композитором, когда Сван сказал, что его соната поистине прекрасна, госпожа Вердюрен воскликнула «Вы совершенно правы, она прекрасна, никто не смеет не знать Вентейля, никто не вправе не знать ее». А художник прибавил «О, это грандиозная штука, не правда ли? Это, если угодно, не есть вещь приятная и общедоступная, не правда ли? Но она производит огромное впечатление на художников». Никто из присутствовавших никогда, казалось, не задавался этими вопросами, потому что никто из них не был способен ответить на них. «Даже на одно или два замечания Свана, сделанные им специально по поводу пленившей его фразы, знаете, ведь это забавно, я никогда не обращала на нее внимания, должна сказать вам, что я не люблю рассматривать букашек под микроскопом и исследовать разные тонкости. «Мы не теряем здесь времени на отцеживание комаров, такое занятие не в привычках нашего дома», ответила госпожа Вердюрен, на которую доктор Катар взирал в блаженном восторге, от души завидуя той легкости, с которой она переносилась от одного образного выражения к другому. Впрочем, и он, и госпожа Катар с достаточным благоразумием, присущим многим людям низкого происхождения, всячески остерегались высказывать свое мнение или притворно восхищаться музыкальным произведением, которое, как они чистосердечно признавались друг другу по возвращении домой, было для них так же малопонятно, как и живопись мэтра Биша. Подобно всей вообще широкой публике, умеющей разглядеть прелесть, красоту и даже внешние формы явлений природы, лишь поскольку они были медленно усвоены ею при помощи изучения посредственных и банальных произведений искусства, между тем, как оригинальный художник начинает с отбрасывания этих шаблонов, господин и госпожа Катар, типичные представители этой публики, не находили ни в сонате Вентейля, ни в портретах Биша того, чем являлась для них гармоничность в музыке и красота в живописи. Когда пианист играл сонату, то им казалось, что он извлекает из рояля беспорядочную смесь звуков, которые действительно не имели ничего общего с привычными для них музыкальными формами, и что художник как попало кладет краски на свои полотна. Если на одном из этих полотен им удавалось различить какую-нибудь форму, то они всегда находили ее нарочито грубой и вульгаризированной, то есть лишенной элегантности свойственной произведениям той школы живописи, глазами которой они видели даже проходящих мимо по улице живых людей, а также ненатуральной, словно господин Биш не знал анатомии человеческого плеча, и ему не было известно, что у женщин не бывает лиловых волос. Однако, когда верные расположились по дальним углам гостиной, доктор почувствовал, что таким удобным случаем нельзя пренебрегать, и в то время, как госпожа Вердюрен говорила последнее хвалебное слово по поводу сонаты Вентейля, внезапно набравшись храбрости, подобно начинающему пловцу, бросающемуся в воду, чтобы научиться держаться на ней, но выбирающему момент, когда на него смотрят не очень много народу, выпалил. Не правда ли, это, как говорится, композитор Ди Примо Картелло? Сван узнал только, что недавно опубликованная соната Вентейля произвела большое впечатление в группе весьма передовых композиторов, но была еще совершенно неизвестна широкой публике. «Я хорошо знаю одного господина по фамилии Вентейль», сказал Сван, имея в виду преподавателя музыки сестер моей бабушки. «Может быть, это он и есть?» воскликнула госпожа Вердюрен. «О нет!» со смехом отвечал Сван. «Если бы вы увидели его хотя бы на мгновение, вы не задали бы такого вопроса». «Разве задать вопрос значит решить задачу?» вмешался доктор. «Но это может быть его родственник», продолжал Сван. «Это было бы довольно прискорбно. Может ведь талантливый человек быть двоюродным братом какого-нибудь старого дурака. Если это так, то, клянусь, я готов пойти на самые жестокие муки, лишь бы только старый дурак познакомил меня с автором сонаты. Прежде всего, нам мог уходить в гости к старому дураку, общество которого должно быть ужасно». Художник знал, что Винтейль был в этот момент серьезно болен и что доктор Патен боится, что нельзя спасти его жизнь. «Как?» воскликнула госпожа Вердюрен. «Неужели есть еще люди, обращающиеся за помощью к Патену?» «Ах, госпожа Вердюрен», притворно возмущенным тоном сказал Катар. «Вы забываете, что говорите об одном из моих коллег, даже больше, об одном из моих учителей?» Художник слышал где-то, будто Винтейлю угрожает потеря рассудка, и он стал уверять, что признаки этого можно заметить в некоторых пассажах сонаты. Замечание это не показалось Свану нелепым, но оно смутило его, ведь произведения чистой музыки лишены той логической связности, нарушение которой в речи является свидетельством безумия. Поэтому обнаружение признаков безумия в сонате казалось ему чем-то столь же непостижимым, как обнаружение безумия собаки или лошади, хотя такие случаи наблюдаются в действительности. «Оставьте меня в покое с вашими учителями, у вас знаний в десять раз больше, чем у него», ответила доктору Катару госпожа Вердюрен тоном женщины, имеющей мужество высказывать свои убеждения и всегда готовой сразиться с лицами, не разделяющими ее взглядов. «Вы, доктор, по крайней мере, не убиваете своих пациентов?» «Простите, сударыня, он ведь академик», иронически возразил ей Катар. «Если больной предпочитает умереть от руки одного из князей науки, гораздо шикарнее иметь возможность сказать «Меня лечит Патен». «Ах, вот как, шикарнее!» перебила его госпожа Вердюрен. «Значит, и в болезнях в настоящее время есть шик, я не знала этого, но и рассмешили же вы меня», скричала она вдруг, пряча лицо в ладонях. «А я-то, дура, серьезно спорю, не замечая, что выводите меня за нос». «Что касается господина Вердюрена, то, находя несколько утомительным смеяться по такому ничтожному поводу, он пустил лишь облако дыма из своей трубки, с грустью констатировав свою неспособность угнаться за женой по части веселья и любезности. «Знаете, ваш друг очень нам нравится», сказала госпожа Вердюрен Адетти, когда та прощалась с нею. «Он просто обаятелен. Если все ваши друзья, с которыми вы хотели бы познакомить нас, такие, как он, приводите их сюда, пожалуйста». Господин Вердюрен заметил, однако, что Сван не оценил по достоинству тетку-пианиста. «Он чувствовал некоторое стеснение, бедняга», отвечала госпожа Вердюрен. «Не станешь же ты требовать, чтобы с первого посещения он уловил тон дома, как, скажем, катар, состоящий членом нашего маленького клана уже столько лет?» «Первое посещение не в счет, он только еще осматривался? Одет-то, давайте условимся, что он встретится с нами завтра в шатле. Может быть, вы пригласили бы его туда? Нет, он не захочет. Ну, как вам угодно, лишь бы только он не увильнул от нас в последнюю минуту». К великому изумлению госпожи Вердюрен он никогда не увиливал от них. Он всюду бывал в их обществе, в загородных ресторанах, куда, впрочем, они ходили сравнительно редко, потому что сезон еще не начался, и главным образом в театре, которую очень любила госпожа Вердюрен. И когда однажды у себя в гостиной она сказала в его присутствии, что им очень полезно было бы иметь в дни премьер или спектаклей гала разрешение из префектуры, дающее право приезжать вне очереди, и стала жаловаться на то, что отсутствие его причинило и много неприятностей в день похорон Гамбетты, то Сван никогда не упоминавший о своих фешенебельных знакомствах, но лишь о низкорасцениваемых, скрывать которые он считал поэтому признаком дурного вкуса, и к числу которых, вращаясь в салонах Сен-Жерменского предместья, он привык относить свои знакомства в официальных сферах Третьей Республики, необдуманно заявил, «Обещаю вам это устроить, вы будете иметь разрешение ко мне возобновления Данишевых, на завтраке в Елисейском дворце я встречусь с префектом полиции». «Как? в Елисейском дворце?» громовым голосом вскричал доктор Катар. «Да, у господина Греви», ответил Сван, нисколько не смущенный эффектом, произведенным его словами. Художник спросил доктора насмешливым тоном, «Вас часто это кошарашивают?» Получив объяснение, Катар обыкновенно приговаривал, «А, хорошо, хорошо, прекрасно», после чего не выказывал больше ни малейших признаков волнения. Но на этот раз последние слова Свана не только не дали ему привычного успокоения, но, напротив, довели до апогея его изумления по поводу сделанного им открытия, что человек, с которым он сидел за одним столом, человек, не занимавший никакого официального положения и не имевший никаких знаков отличия, бывал на приемах у главы государства. «Что вы говорите? У господина Гриви? Вы знакомы с господином Гриви?» Спросил он Свана о задаченном и недоверчивом тоном, стоящего на посту у дворца полицейского, которому какой-нибудь неизвестный обращается с вопросом, можно ли видеть президента республики, и который, поняв из этих слов, с кем он имеет дело, как говорится в газетах, уверяет несчастного сумасшедшего, что тот будет принят сию минуту, и направляет его на ближайший полицейский медицинский пункт. «Я немного знаком с ним, у нас есть общие друзья». Сван не решился сказать, что одним из этих друзей был принц Уэльский. «Впрочем, он приглашает очень легко, и я уверяю вас, что эти завтраки совсем не занятны, к тому же они очень просты, за столом никогда не бывает больше восьми человек», отвечал Сван, всячески стараясь гладить слишком сильное впечатление, произведенное на доктора его знакомством с президентом республики. Катар тотчас же истолковал эти слова Свана в буквальном смысле, и решил, что приглашения господина Гриви не имеют большой цены, что они рассылаются всем и каждому, и никто не бывает особенно польщен ими. После этого он не удивлялся больше, что Сван, подобно многим другим, посещал Елисейский дворец. Он даже слегка жалел его за то, что ему приходится бывать на этих завтраках, которые сам же Сван находил скучными. «А, прекрасно, прекрасно, все в порядке», сказал он тоном таможенного досмотрщика, подозрительно на вас поглядывавшего, но после ваших объяснений дающего визу и позволяющего вам продолжать ваше путешествие, не обследуя содержимого ваших чемоданов. «Ой, я вполне верю вам, что завтраки эти совсем не занятны. Ходить на них должно быть большой подвиг», сказала госпожа Вердюрен, смотревшая на президента республики только как на скучного, притом особенно опасного, так как в его распоряжении были такие средства обольщения и даже принуждения, которые, будучи применены к верным, легко могли повлечь их измену. Говорят, что он глух, как пень и кушает пальцами. «Ну, в таком случае вам вряд ли доставляет большое удовольствие ходить туда», сказал доктор с ноткой соболезнования в голосе, затем пораженной цифрой приглашенных только восемь. «Что же эти завтраки интимны?» спросил он вдруг не столько из праздного любопытства, сколько снидаемый желанием укрепиться в своих лингвистических познаниях. Но престиж, каким обладал в его глазах президент республики, в конце концов восторжествовал все же и над скромностью Свана, и над недоброжелательностью госпожи Вердюрен. И за каждым обедом Катар с любопытством спрашивал «Как вы думаете, увидим мы сегодня вечером господина Свана?» «Он один из близких знакомых господина Гриви. Не правда ли его можно назвать настоящим джентльменом?» Любезность доктора дошла даже до того, что он предложил Свану пригласительный билет на зубную выставку. «По этому билету вы можете прийти туда с кем пожелаете, но собак туда не пропускают. Вы понимаете, я говорю вам это потому, что некоторые из моих друзей не знали о существовании такого правила и у них вышли неприятности». Что касается господина Вердюрена, то от внимания его не ускользнуло дурное впечатление, произведенное на его супругу, сделанным в доме открытием, что у Свана есть влиятельные друзья, о которых он никогда не говорил. Если не устраивалось совместное посещение театра или ресторана, то Сван находил весь кружок у Вердюренов, но он являлся к ним только вечером и почти никогда не принимал приглашений к обеду, несмотря на настойчивые просьбы одетты. «Я могла бы даже обедать где-нибудь одна с вами, если вам это больше нравится», говорила она ему, «А госпожа Вердюрен? О, это устроить очень просто. Мне стоит только сказать, что не было готово мое платье или что мой кэп был подан с запозданием. Всегда можно как-нибудь оправдаться. Вы очень милы». Но Сван говорил себе, что намекая Одетте своим согласием встретиться с нею только после обеда на существование у него удовольствий, которые он предпочитал удовольствию находиться в ее обществе, он обеспечивает продолжительность и силу ее влечения к нему. К тому же, ставя значительно выше по сравнению с красотой Одетты красоту одной свеженькой и пышной как роза работницы, в которую он был тогда влюблен, он предпочитал проводить начало вечера с нею, будучи вполне уверен, что вслед за этим увидится с Одеттой. По этим же соображениям он никогда не позволял Одетте заезжать к нему, чтобы вместе отправиться к Вердюренам. Работница ожидала его обыкновенно недалеко от дома на ближайшем углу. Рэми, кучер Свана, знал, где остановить экипаж. Она вскакивала, садилась рядом со Сваном и оставалась в его объятиях до той минуты, когда экипаж подкатывал к подъезду Вердюренов. Он входил в гостиную и в то время как госпожа Вердюрен, показывая на присланные им утром розы, говорила «Я сержусь на вас» и указывала ему место подле Одетте, пианист играл для них одних фразу из соната Вентейля, ставшую как бы гимном их любви. Он начинал всегда со скрипичных тремола, которые в течение нескольких тактов не сопровождались аккомпанементом и наполняли своим звучанием весь передний план. Затем они вдруг как бы раздвигались и совсем как в тех картинах Питера де Гоха, где впечатление глубины создается узкой рамой полуоткрытой двери, где-то далеко-далеко окрашенная в другой тон, в бархатистом свете проникшего откуда-то со стороны луча, показывалась коротенькая фраза, танцующая, пасторальная, чужеродная, эпизодичная, принадлежащая к другому миру. Простыми и бессмертными движениями проходила она, рассыпая кругом дары своей прелести, все с той же невыразимой нежной улыбкой. Но Свану казалось, что в ней сквозило теперь некоторое разочарование. Она как будто сознавала тщиту счастья, которому указывала путь. В воздушной ее грации было действительно нечто законченное, нечто похожее на отрешенность, бесстрастие, воцаряющееся в душе после вспышки напрасных сожалений. Но ему было мало нужды. Он рассматривал фразу не столько саму по себе, со стороны того, что она могла выражать для какого-то композитора, во время ее сочинения, не знавшего ни о его существовании, ни о существовании Адетты, и для всех тех, кто будет слушать ее в течение столетий, сколько в качестве залога памятки о его любви, заставлявшей даже Вердюренов и юного пианиста думать одновременно о нем и об Адетте, соединявшей их. Он до такой степени утвердился в этой точке зрения, что, уступая капризу Адетты, отказался от своего проекта попросить какого-нибудь пианиста сыграть ему всю сонату, и по-прежнему знал только этот отрывок. «Зачем вам знать остальное?» говорила она ему. «Это наш кусочек, больше нам ничего не нужно». И даже страдая, когда она проходила так близко, оставаясь все же бесконечно далекой ему, от мысли, что, обращаясь к нему и Кадетте, она их не знала, но почти сожалела о том, что она имела какое-то значение, что ей была присуща какая-то бесспорная внутренняя красота, чуждая им, подобно тому, как, глядя на подносимые нам драгоценности, и даже читая письма от любимой женщины, мы бываем недовольны чистотой воды камня и словами фраз письма, за то, что они состоят не исключительно из сущности мимолетной любовной связи именно этой любимой нами женщины. Часто он настолько задерживался со своей молоденькой работницей перед приездом к Вердюренам, что едва только коротенькая фраза бывала исполнена пианистом, как Сван замечал, что скоро наступит час, когда Адетту уходила обыкновенно домой. Он провожал ее до ворот ее особняка на улице Лаперус, за Триумфальной Аркой. И может быть по этой причине, не желая просить ее, чтобы она уделяла ему всю свою благосклонность, он жертвовал менее насущным удовольствием видеть ее раньше, приезжать с нею к Вердюренам ради привилегии, за пользование которой она бывала ему признательна, вместе уезжать от них. Привилегию эту он ценил выше, потому что благодаря ей у него создавалось впечатление, будто никто другой не видится с ней, не становится между ними, не препятствует ему оставаться в ее мыслях после того, как он покидал ее. таким образом, каждый вечер возвращалась она домой в экипаже Свана. Однажды сойдя с экипажа, она поспешно подбежала, в то время, когда он говорил ей до завтра, к решетке садика перед домом, сорвала последнюю запоздалую хризантему и бросила ему, когда лошади уже трогались. На обратном пути Сван все время прижимал ее к губам и, когда через несколько дней цветок завял, он бережно спрятал его в ящик своего письменного стола. Но он никогда не заходил к ней. Два раза только он был у нее днем на чашке чаю, этом столь важном в ее жизни церемониале. Обособленность и пустынность этих коротких улиц, заостренных почти сплошь небольшими, вплотную примыкавшими друг к другу особняками, однообразие которых там и сям прервалось какой-то жалкой ловчонкой, историческим пережитком и грязным остатком тех времен, когда кварталы эти пользовались дурной славой, снег, еще лежавший в саду и висевший на ветвях деревьев, неприглядное время года, клочки природы, все это сообщало какую-то большую таинственность теплу, цветам, комфорту, который он нашел в ее доме. Оставив налево помещавшуюся в нижнем этаже несколько приподнятым над уровнем улицы спальню Адетты, выходившую на параллельный переулок, Сван поднимался по прямой лестнице, которая проложена была между стенами, окрашенными в темный цвет и увешанными восточными тканями и турецкими четками, и освещалась с большим японским фонарем, спускавшимся с потолка на шелковом шнурке. Впрочем, чтобы не лишать посетителей последних достижений западной цивилизации, в фонаре этом горел газ, в две гостиные, большую и маленькую. Перед тем, как попасть в них, нужно было миновать узенькую переднюю, где вдоль стены, расклеченной деревянным трильяжем, как садовые решетки, только позолоченным, тянулся во всю ее длину прямоугольный ящик, словно оранжерея с рядами больших хоризонтем, в те времена цветов довольно редких, но правда далеко не столь пышных, как те виды, что впоследствии удалось вырастить садоводом. Свана раздражала мода на эти цветы, которыми уже больше года увлекался Париж. Но здесь ему приятно было видеть, как полумрак маленькой передней испещрялся розовыми, оранжевыми и белыми пахучими лучами эфемерных звезд, горевших холодным пламенем в сером сумраке зимних дней. Адетта приняла его в розовом шелковом домашнем платье, обнажавшем ее шею и руки. Она усадила его подли себя в одном из многочисленных укромных уголков, устроенных повсюду в гостиной под листьями огромных пальм в горшках из китайского фарфора и замаскированных ширмами, увешанными фотографиями, веерами и бантиками. Она сказала, «Вам так неудобно, подождите, сейчас я вас устрою», и со смешком, выражавшим ее довольство своей изобретательностью, положила под голову и под ноги свану большие подушки из японского шелка. Обращаясь с ними с такой небрежностью, точно она не придавала никакой цены своим богатствам. Но когда лакей начал вносить в комнату одну за другой многочисленные лампы, все почти помещенные в китайские вазы, и ставил их по одной или по две на разнообразные столики и этажерки, словно на алтари, так что в уже сгущавшихся сумерках короткого зимнего дня они как бы снова зажигали закатные огни, более продолжительные, более розовые и более человечные, погружая, может быть, в мечтательность одинокого влюбленного, остановившегося на улице перед тайной чьей-то жизни, одновременно и обнаруживаемой и скрываемой освещенными окнами, она искосо внимательно наблюдала, правильно ли расставляет лакеи лампы на предназначенные для них священные места. Ей казалось, что если хоть одна лампа будет поставлена на ненадлежащее место, то весь эффект ансамбля ее гостиной будет разрушен, и ее портрет на наклонном мольберте за драпированным плюшем окажется невыгодно освещенным. Вот почему она лихорадочно следила за движениями этого неуклюжего человека и сделала ему резкое замечание, когда он прошел слишком близко около двух жардиньерок, которым она не позволяла ему прикасаться, и сама вытирала их из опасения, как бы он не повредил растений. Она подбежала даже взглянуть, не помял ли он цветов. Она находила забавными формы всех своих китайских безделушек, а также орхидей, особенно катлей, которые вместе с хризантемами были ее любимыми цветами. Так как обладали большим достоинством, были вовсе не похожи на цветы, но казались сделанными из лоскутков шелка или атласа. Вот это как будто вырезано из подкладки моего пальто, сказала она Свану, показывая на одну из орхидей с ноткой почтения к этому шикарному цветку, к этой элегантной сестре, неожиданно дарованной ей природой, и хотя помещавшейся далеко от нее на лестнице живых существ, однако изысканно утонченной и гораздо более, чем многие женщины, достойной быть допущенной в ее гостиную. Привлекая его внимание то к химерам с огненными языками, написанными на вазе или вышитым на экране, то к мясистым лепесткам орхидей, то к верблюду из серебра с чернью с рубиновыми глазами, стоявшему на камине рядом с нефритовой жабой, она прикидывалась, будто ее пугает злобный вид чудовищ или смешат их уродливые формы, будто она краснеет от непристойных цветов и испытывает непреодолимое желание расцеловать верблюда и жабу, называя их душками. И это притворство находилось в резком контрасте с искренностью некоторых ее чувств, например, благоговение к лагетской богоматери, когда-то во время пребывания ее в Ницце, исцелившей ее от смертельной болезни. С тех пор она всегда носила на себе золотой образок ее, приписывая ему чудотворную силу. Налив Свану чаю, Одетта спросила его, лимон или сливки, и когда тот ответил сливки, сказала ему со смехом, облачком, а когда он объявил, что чай превосходен, вот видите, я знаю, какой вы любите. Этот чай действительно показался Свану совершенно так же, как и Одетте, необыкновенно изысканным. И любовь чувствует такую потребность находить себе подкрепление, гарантию длительности в наслаждениях, которые напротив без любви не существовали бы, и прекращаются вместе с концом ее, что покинув ее в семь часов, чтобы возвратиться домой и переодеться к вечеру, он не мог сдержать радости, доставленные ему часами, проведенными у Одетты. И всю дорогу повторял себе, сидя в своей двухместной карете, как приятно, однако, было бы иметь вот такую особу, у которой всегда можно было бы найти столь редкую вещь, как действительно вкусный чай. Через час он получил записку от Одетты, и сразу узнал ее крупный почерк, в котором напускная британская жесткость придавала нескладным буквам видимость дисциплины. Хотя для менее предвзятых глаз они явились бы, пожалуй, свидетельством беспорядочности мысли, поверхностности образования, недостатка прямоты и слабоволия. Сван забыл у Одетты свой портсигар. Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно. Второй визит Свана к Одетте был, пожалуй, еще более знаменательным. Направляясь к ней в тот день, он мысленно рисовал себе ее образ, как делал это каждый раз, когда заранее знал, что увидится с нею. И необходимость при желании найти лицо ее красивым, сосредоточивать внимание исключительно на розовых и свежих ее скулах, пренебрегая остальными частями щек, которые часто бывали у нее желтыми и стомленными, а иногда покрытыми маленькими красноватыми пятнышками, погружало его в уныние, как доказательство того, что идеал есть вещь недостижимая, а так называемое счастье всегда посредственно. Он привез ей гравюру, которую она хотела посмотреть. Она чувствовала себя не совсем здоровой и приняла его в лиловом пеньюаре из крепдешина, прикрывая свою грудь как плащом, куском богато вышитой материи. Когда она стала подле него, уронив на щеки пряди незаплетенных волос, слегка выпитив одну ногу и поставив ее в почти танцевальную позицию, чтобы без утомления можно было нагибаться над гравюрой, которую она рассматривала, наклонив голову своими большими глазами, такими усталыми и хмурыми, если ничто их не оживляло, то Свана поразило ее сходство с Сепфорой, дочерью Иофора, чью фигуру можно видеть на одной из фресок, украшающих сикстинскую капеллу. Сван всегда питал какое-то особенное пристрастие к нахождению на картинах старых мастеров не только общего сходства с окружающей нас действительностью, но того, что как будто напротив наименее поддается обобщению, именно индивидуальных черточек лиц знакомых нам людей. Так, например, в бюсте дожа Лоридана работы Антонио Ритцо он видел выдающиеся скулы и косые брови своего кучера Рими, как и вообще поразительное сходство с ним. В красках герландайо нос господина де Паланси, в одном портрете Тинторетта, лоснившиеся от прорастания бакенбард щеки, ломаную линию носа, проницательный взгляд, припухшие веки доктора Дюбульбона. Так, как в глубине души Сван всегда сожалел, что ограничил свою жизнь посещением светских салонов и больше разговаривает, чем действует, то он, может быть, думал найти себе своего рода снисходительное извинение у великих художников в том факте, что и они с удовольствием созерцали и ввели в свои произведения привлекавшие его типы человеческих лиц, сообщающие этим произведениям такой исключительный реализм и жизненность, такую современную остроту и сочность. А может быть, впрочем, он до такой степени придался суетности светского общества, что чувствовал потребность находить в старых произведениях искусства какой-нибудь меткий и забавный намек на людей, ныне здравствующих. Наконец, может быть, наоборот, у него сохранилось достаточно художественного темперамента для того, чтобы эти характерные индивидуальные черты могли доставлять ему удовольствие, принимая более общее значение с момента, когда лишались в его глазах связи с определенной исторической эпохой, теряли свою материю, и он подмечал в каком-нибудь старинном портрете сходство с современным оригиналом, о существовании которого художник не подозревал. Как бы там ни было, и может быть благодаря тому, что изобилие полученных им в последнее время впечатлений, хотя источником их была скорее вспыхнувшая в нем любовь к музыке, обострила также его вкус к живописи, во всяком случае необычна была интенсивность наслаждения, и ему суждено было оказать длительное влияние на жизнь свана. Наслаждение испытанного им, когда он обнаружил сходство одетты с сепфорой того Сандро Ди Мариана, которого более тонкие ценители искусства избегают называть популярным прозвищем Боттичели, так как это прозвище вызывает теперь не столько идею о подлинном творчестве художника, сколько ставшие с недавнего времени ходячими банальные и ложные представления о нем. Он не оценивал теперь лицо одетты, соответственно, больше или меньше доброкачественности ее щек, и на основании чисто телесной мягкости, которую должны будут найти во время прикосновения к ним его губы, если когда-нибудь он осмелится поцеловать их, но смотрел на нее скорее как на сплетение тонких и красивых линий, которые он разматывал и вновь соединял, следуя взглядом за их извилинами и завитками, сопоставляя каденцию затылка и шеи с потоком волос и крутым изгибом век, словно перед ним был ее портрет, где тип ее стал понятным и ясным. Он смотрел на нее, кусок фрески оживал в ее лице и теле, и с тех пор Сван всегда старался вновь увидеть его, находился ли он подле одетты, или же только думал о ней. И хотя шедевр флорентийца стал дорог ему, вероятно, лишь потому, что он находил в ней его воспроизведение, однако это сходство повышало в его глазах также ее красоту, делало ее более драгоценной. Сван упрекал себя за то, что не оценил по достоинству женщину, от которой пришел бы в восторг великий Сандро, и радовался, что удовольствие, доставляемое ему лицезрением Адетты, оказалось оправданным его эстетической культурой. Он говорил себе, что, связывая мысль об Адетте со своими мечтами о счастье, он не покоряется, как ему до сих пор казалось, печальной необходимости иметь дело с сомнительной и второсортной ценностью, ибо ей присущи были качества, удовлетворявшие самым утонченным его художественным вкусом. Он упускал из виду, что Адетта не становилась от этого женщиной, соответствовавшей его чувственным желаниям, которые всегда направлялись у него в сторону, прямо противоположную его эстетическим вкусам. Слова «флорентийская живопись» оказали Свану неоценимую услугу. Они сыграли роль своего рода титула, позволившего ему ввести образ Адетты в мир своих грез, куда до той поры она не имела доступа и где она приобрела новый, более благородный облик. И в то время как чисто физическое представление, составившееся у него об этой женщине, постоянно возобновляя его сомнения относительно достоинств ее лица, ее тела и ее красоты в целом, охлаждала его любовь, сомнения эти разом исчезли, и любовь эта победно утвердилась, когда он оказался способным обосновать ее на незыблемых положениях своей эстетики. Не говоря уже о том, что поцелуй и обладание, которые показались бы ему естественными и не слишком заманчивыми, если бы их согласилась дать ему женщина с посредственным телом, теперь, когда они увенчивали его восхищением музейным шедевром, рисовались ему как нечто сверхъестественное и изысканно сладостное. И когда у него являлись сожаления, что в течение месяцев он только видится с адеттой, то он убеждал себя, что нет ничего неразумного посвятить столько времени на изучение бесценного шедевра искусства, отлитого на этот раз из вещества нового, необычного и исключительно прямого в редчайшем экземпляре, который он созерцал то смиренным, проникновенным и бескорыстным взором художника, то гордыми, эгоистическими и сластолюбивыми глазами коллекционера. Он поставил на письменном столе, как бы взамен фотографии адетты, репродукцию дочери Иофора. Он любовался большими глазами, тонкими чертами лица, выдававшими несовершенство кожи, чудесными локонами, падавшими на утомленные щеки, и приспособляя то, что он признавал прекрасным до сих пор с эстетической точки зрения, к представлению живой женщины, он превращал эту красоту в ряд физических достоинств, поздравлял себя с тем, что ему удалось найти соединение этих достоинств в существе, которым он, может быть, будет когда-нибудь обладать. Смутная симпатия, влекущая зрителя к находящемуся перед ним произведению искусства, теперь, когда Сван познакомился с обладающим плотью и кровью оригиналом дочери Иофора, стало у него чувственным желанием с избытком восполнявшим то, чего первоначально не могли внушить ему физические качества адетты. По целым часам, любуясь этим Боттичелли, он думал о собственном живом Боттичелли и находил его еще прекраснее стоявшего перед ним на столе снимка. Приближая к себе фотографию Сепфоры, Сван воображал, будто прижимает к сердцу живую адетту. И, однако, не только равнодушие адетты он всячески старался предотвратить. нередко устрашало его собственное равнодушие. Заметив, что теперь, когда она получила возможность легко видеться с ним, адетта больше не делала вида, будто хочет сказать ему при встрече нечто значительное, он испугался, как бы усвоенное ею теперь несколько тривиальное, однообразное и словно навсегда утвердившаяся манера держаться в его обществе, не убило в нем в конце концов романтической надежды на наступление дня, когда она откроет ему свою страстную любовь. Ведь только благодаря этой надежде он полюбил и продолжал оставаться влюбленным. И вот, чтобы немного обновить душевный облик адетты, слишком застывшие черты которого боялся он утомят его, Сван писал ей вдруг письмо, полное мнимых разочарований и притворного негодования, отправив его с таким расчетом, чтобы она могла получить его до обеда. Он знал, что она испугается, поспешит ответить ему и надеялся, что когда сердце ее сожмется от страха потерять его, то из него брызнут слова, которые она никогда еще не говорила ему. И действительно, при помощи этой уловки ему удалось добиться от нее самых нежных писем, какие только она писала ему. И одно из этих писем, присланное ею в полдень из Золотого дома, там происходил тогда благотворительный праздник Париж-Мурсия, устроенный в пользу жертв недавнего наводнения в Мурсии, начиналось так. Дорогой друг, рука моя так дрожит, что едва я в состоянии писать. Эти письма одетты, Сван бережно спрятал в тот же ящик, где хранилась увядшая хризантема. Или же, если у нее не было времени написать, она живо подбегала к нему, едва только он показывался на пороге гостиной Вердюренов и обращалась со словами «Мне нужно поговорить с вами», и он с любопытством наблюдал, как на лице ее и в ее словах обнаруживались до сих пор скрываемые движения ее сердца. Еще только подъезжая к дому Вердюренов, едва заметив большие освещенные окна их гостиной, никогда не закрывавшиеся ставнями, он приходил в умиление при мысли о пленительном существе, которое он вскоре увидит в золотистом свете ламп. По временам, заслоняя свет, четко обрисовывались в пространстве между лампой и окном черные тени гостей, похожие на те картинки, что наклеиваются там и сям на прозрачный абажур, остальные части которого представляют собой лишь светлое пространство. Он пытался различить силуэт Адетты. Затем, едва только он входил в комнату, глаза его невольно начинали лучиться такой радостью, что господин Вердюрен говорил художнику, Эге, кажется, будет жарко. В самом деле, присутствие Адетты наделяло этот дом в глазах Свана тем, чего не было, по-видимому, ни в одном из домов, где он был принят. Своего рода чувствительностью, нервной системой, разветвлявшейся по всем комнатам и непрерывно посылавшей раздражение в его сердце. Таким образом, простое функционирование этого социального организма маленького клана автоматически обеспечивало Свану ежедневные свидания с Адеттой и позволяло ему прикидываться, будто для него безразлично, увидит он ее или нет, и даже будто у него вовсе нет желания видеть ее. Поступая так, он не подвергал себя большому риску, ибо, чтобы он не писал ей днем, все равно встреча с нею вечером и проводы ее домой были обеспечены. Но однажды, подумав с досадой об этом неизбежном совместном возвращении домой, он захотел по возможности отдалить момент прихода к Вердюренам, увез свою молоденькую работницу до самого Булонского леса и приехал в маленький клан так поздно, что, одетно не дождавшись его, отправилась домой одна. Окинув взглядом гостиную и не найдя ее, Сван почувствовал, что сердце его заныло. Он содрогнулся от сознания, что лишается наслаждения, силу которого почувствовал впервые, ибо до этой минуты обладал уверенностью получить его в любое время, когда пожелает, уверенностью, которая уменьшает или даже вовсе скрывает от наших глаз подлинные размеры всякого наслаждения. Заметила ли ты физиономию, которую он состроил, когда увидел, что ее нет? спросил господин Вердюрен у жены. Можно было подумать, что его ущипнули. Физиономию, которую он состроил, громко переспросил доктор Катар, только что приехавший от больного за женой и не знавший, о ком идет речь. Как вы не встретились при входе с прекраснейшим из Сванов? Нет, господин Сван был здесь, только сию минуту ушел. Никогда еще он не бывал таким возбужденным, таким нервным. Вы понимаете, он не застал одетту. Вы хотите сказать, что она на дружеской ноге с ним, что она сожгла корабли? спросил доктор, осторожно взвешивая смысл этих выражений. «Ничуть, у них ровно ничего нет. Говоря между нами, я нахожу, что она делает большую ошибку и ведет себя, как набитая дура, каковой, впрочем, она и является в действительности». «Та-та-та», иронически протянул господин Вердюрен, «Почем ты знаешь, что у них ничего нет? Разве мы присутствуем при всех их свиданиях?» «Будьте уверены, что она бы сказала мне», с достоинством ответила госпожа Вердюрен, «Утверждаю вам, что она рассказывает мне о всех своих похождениях. Так как у нее нет никого в настоящее время, то я убеждала ее жить с ним». Она заявляет, будто она не может, будто она весьма неравнодушна к нему, но он с нею робок, и от этого сама она рабеет. Она заявляет, кроме того, будто ее любовь совсем не такая, а идеальная, платоническая, будто она боится подвергнуть профанации возвышенные чувства и тому подобные глупости. Но он как раз то, что ей нужно. «Разреши мне остаться при особом мнении», вежливо перебил господин Вердюрен. «Мне не очень нравится этот господин, я нахожу его позером». Госпожа Вердюрен застыла в неподвижности, приняв такое выражение, точно она вдруг превратилась в статую. Уловка, позволявшая присутствовавшим предположить, будто она не слышала этого невносимого для ее уха слова, способного казалось внушить мысль, что в ее доме можно позировать, и что следовательно есть на свете люди, которые больше, чем она. «Наконец, если даже у них нет ничего, то я не думаю, чтобы это объяснилось тем, что этот господин считает ее добродетельной», иронически произнес господин Вердюрен. «А впрочем, все может быть, потому что он, по-видимому, принимает ее за женщину интеллигентную». «Не знаю, слышала ли ты, какую лекцию прочитал он ей однажды насчет сонаты Винтейля?» «Я люблю одетту от всего сердца, но излагать ей эстетические теории, для этого нужно быть патентованным простофилий». «Послушайте, не говорите дурно об Адетте», перебила его госпожа Вердюрен, прикидываясь ребенком. «Она очаровательна». «Но ведь это не мешает ей быть очаровательной. Мы не говорим о ней ничего дурного, мы говорим только, что она не есть воплощение добродетелей и ума. В сущности, обратился он к художнику, разве так уж важно, чтобы она была добродетельна? Кто знает, может быть, тогда пропало бы все ее очарование». на площадке на площадке лестницы к Свану подошел метродотель, который куда-то отлучился во время его приезда. Адетта поручила передать Свану, но это было уже час тому назад, в случае, если он еще приедет, что перед возвращением домой она, вероятно, заедет к Приво выпить чашку шоколаду. Сван тотчас же отправился к Приво. Но на каждом шагу экипаж его задерживался другими экипажами или людьми, переходившими улицу, досадными помехами, которые он с удовольствием опрокинул бы, если бы составление протокола полицейским не задержало его еще больше, чем остановка экипажа из-за переходящего улицу пешехода. Он лихорадочно считал минуты, прибавляя к каждой из них по нескольку секунд для большей уверенности, что он не сокращает их, мысленно увеличивая таким образом шанс приехать к Приво вовремя и еще застать там адетту. Затем в минуту просветления, подобно больному лихорадкой, очнувшемуся от тяжелого сна и начинающему сознавать нелепость бредовых видений, среди которых он блуждал, не будучи в состоянии провести отчетливую границу между собою и ими, сван вдруг отдал себе отчет, насколько чужды были ему мысли, овладевшие им с того момента, когда ему сказали у Вердюренов, что одетта уже уехала, насколько новой была испытываемая им сердечная боль, которую он сейчас только сознал, точно проснувшись от глубокого сна. как все это треволнение от того лишь, что он не увидит одетту раньше завтрашнего дня, между тем, как именно этого он и желал всего какой-нибудь час тому назад, направляясь к госпоже Вердюрен. Он был вынужден признать, что сидя в том же самом экипаже, увозившем его теперь к Прево, он не был больше прежним сваном, и не был даже один, но с ним вместе находилось другое существо, приросшее к нему, спаянное с ним, существо, от которого он не в силах будет, может быть, освободиться, с которым ему придется обращаться так же деликатно, как мы обращаемся с нашим начальством или с нашей болезнью. И все же с той минуты, как он почувствовал, что новое существо соединилось таким образом с ним, жизнь его показалась ему более интересной. Напрасно говорил он себе, что возможное свидание с нею уприво, напряженное ожидание которого до такой степени опустошало, оголяло предварявшее его мгновение, что он не мог найти ни одной мысли, ни одного воспоминания, способных доставить хотя бы малейшее успокоение его уму, если только оно состоится, по всей вероятности будет похоже на все другие его свидания с нею, не принесет ничего особенного. Как и каждый вечер, едва только встретившись с одетой, бросив украдкой взгляд на ее переменчивое лицо, и тотчас же отведя этот взгляд в сторону, из страха, как бы она не прочла в нем намека на рождающееся желание, и не перестала бы верить в его равнодушие, он потеряет способность даже думать о ней, слишком поглощенный подысканием предлогов, которые позволили бы ему остаться еще некоторое время вместе с нею и заручиться от нее обещанием, не подавая при этом вида, будто он очень настаивает, что они завтра снова встретятся у вердюренов, иными словами, предлогов продлить на несколько мгновений и возобновить на следующий день мучительное обольщение, приносимое ему бесплодным присутствием этой женщины, которую, как ни близко он к ней подходил, Сван все не решался заключить в свои объятия. Ее не было уприво. Тогда Сван решил осмотреть все рестораны бульваров. Чтобы выиграть время, сам он отправился в одном направлении, а в другом послал своего кучера Реми, дожил Оридана работы Ритца, которого стал поджидать после того, как его собственные поиски оказались бесплодными в условленном месте. Экипаж не возвращался, и Сван представлял себе приближавшийся момент одновременно как такой, что Реми скажет ему «эта дама там», и как такой, что он услышит напротив «этой дамы нет ни в одном из кафе». И соответственно этому конец вечера рисовался ему одним и в то же время раздвоенным. Он либо встретит одетту и та развеет его тоску, либо вынужден будет отказаться от всякой надежды найти ее сегодня вечером, примириться с необходимостью возвратиться домой, не повидав ее. Кучер возвратился, но когда он остановил экипаж перед Сваном, последний не спросил его «вы нашли эту даму? Но напомните мне завтра распорядиться о покупке дров. Мне кажется, что наш запас должен скоро истощиться. Может быть он убедил себя, что если Реми нашел одетту в каком-нибудь кафе, где она ожидала его, то злосчастный этот вечер уже изглажен вполне обеспеченным вечером счастливым, и что ему нет надобности спешить насладиться своим счастьем, так как оно поймано и заключено в надежном месте, откуда больше не ускользнет. Но тут действовала также сила инерции. Душа его была, так сказать, неповоротлива, как бывает неповоротлива у некоторых людей тела, у тех людей, что в момент, когда нужно увернуться от удара, выхватить платье из огня или совершить какое-нибудь другое, не терпящее промедление движения, действуют не торопясь, остаются несколько мгновений в своем первоначальном положении, как бы пытаясь найти в нем точку опоры для разбега. И, конечно, если бы кучер перебил его словами «эта дама там», он бы ответил ему «ах да, вы говорите о поручении, которое я вам дал, и я совсем позабыл о нем». И продолжал бы обсуждать вопрос о покупке дров, чтобы скрыть от кучера, охватившее его волнение и дать себе самому время освободиться от своей тревоги и отдаться выпавшему на его долю счастью. Но вернувшийся кучер доложил ему, что он нигде не нашел ее, после чего позволил себе высказать на правах старого слуги «я думаю, что барину самое лучшее возвратиться домой». Однако равнодушный вид, который Свану так легко удалось напустить на себя, пока он был уверен, что Реми не в силах больше изменить что-либо в принесенном им благоприятном ответе, вдруг пропал, когда он увидел, что тот пытается убедить его оставить всякую надежду и прекратить бесполезные поиски. «Вовсе нет», вскричал он, «мы должны найти эту даму, это крайне важно, она будет очень раздосадована, у нас есть одно дело, и обидится на меня, если я не разыщу ее». «Не понимаю, каким образом эта дама может обидеться», проворчал Реми, «ведь это она уехала, не дождавшись барина, велела передать, что она будет уприво, а между тем ее там нет». Вдобавок всюду уже начали гасить свет. Под деревьями бульваров бродили еще редкие прохожие, но их едва можно было различить в сгустившейся темноте. Приближавшийся иногда к свану призрак женщины, произносивший ему на ухо несколько слов, просивший проводить ее домой, заставлял его вздрагивать. С тоскою вглядывался он в эти фигуры, как если бы среди теней мертвецов в подземном царстве он искал Эвредику. Из всех способов зарождения любви, из всех деятельных начал, распространяющих этот сладостный яд, немногие могут сравниться по своей силе с бешеным вихрем возбуждения, иногда увлекающим нас в свой водоворот. В таких случаях жеребий брошен. Отныне мы полюбим женщину, в обществе которой мы ищем развлечения в тот момент. Для этого не нужно даже, чтобы раньше она нравилась нам больше, чем другие, или хотя бы в такой же степени, как другие. Нужно только, чтобы наш вкус к ней стал исключительным. И это условие оказывается осуществленным, коль скоро, в момент, когда она уклонилась от свидания с вами, наслаждение, которого мы искали в ее обществе, внезапно сменилась у нас томительным желанием, предметом которого является эта самая женщина, желанием нелепым, так как законы этого мира не дают возможности утолить его и в то же время делают для нас трудным излечение от него, безрассудным и мучительным желанием обладать ею. Сван велел Реми вести его в последние еще открытые рестораны. Это была единственная гипотеза благополучного исхода, о которой он мог думать с относительным спокойствием. Теперь он не скрывал больше своего волнения, важности, предаваемой им этой встрече и обещал в случае удачи щедро дать на чай кучеру, как если бы внушая ему желание добиться успеха и тем самым как бы подкрепляя свое собственное желание, он мог чудом устроить так, чтобы одетто, в случае если она возвратилась уже домой и легла спать, оказалось все-таки в одном из ресторанов бульвара. Он доехал таким образом до Золотого дома, дважды заходил к Тартони и по-прежнему нигде не найдя ее, покинул английское кафе и со свирепевшим видом шагал к своему экипажу, поджидавшему его на углу итальянского бульвара, как вдруг столкнулся лицом к лицу с женщиной, шедшей ему навстречу. Это была одетта. Она объяснила ему потом, что не найдя свободного столика у Приво, она поехала ужинать в Золотой дом и села там в уголок, где он должно быть не заметил ее. Поужинав, она отправилась разыскивать свой экипаж. Встреча со Сваном была до такой степени неожиданной для одетты, что она в ужасе отшатнулась от него. Что касается Свана, то он обшарил Париж не потому, что питал какую-либо надежду найти ее, но потому, что отказ от этих поисков был бы для него слишком мучителен. Однако радость встречи, которую рассудок его не переставал считать, по крайней мере, в этот вечер несбыточной, наполнила его теперь с тем больше силой, ибо сам он ничего не прибавил к ней от себя путем предвидения вероятностей, вся целиком она была дана ему извне, ему не было надобности прибегать к своим внутренним ресурсам, чтобы сообщить ей неподдельность. Из нее само источалось, она сама метала ему эту неподдельность, чьи сверкающие лучи рассеивали, как тяжелый сон, удручавшие его чувства одиночества. Эту неподдельность, эту истинность, на которую он опирал, на которой основывал, хотя и бессознательно, свои сладкие грезы. Так путешественник, приехавший в прекрасную солнечную погоду на берег Средиземного моря, уже сомневается в существовании только что покинутых им стран, и вместо того, чтобы оглянуться назад и удостовериться, готов скорее ослепить свои взоры потоками света, посылаемыми ему лучезарной и неблекнущей лазурью морского простора. Он сел с нею в нанятый ею экипаж и приказал своему кучеру следовать за ними. Она держала в руке букет катлей, и сван увидел эти самые орхидеи также и под кружевным ее капором в волосах, где они были приколоты к гретке из лебяжьих перьев. Под мантильей на ней было надето черное бархатное платье в пышных складках, с одной стороны подобранное, так что виден был большой треугольный кусок белой шелковой юбки. В вырезе на груди была вставка также из белого шелка, куда было засунуто еще несколько катлей. Едва только она оправилась от испуга, вызванного неожиданной встречей со сваном, как вдруг, наскочив на какое-то препятствие, лошадь шарахнулась в сторону. Толчок сорвал их с места, она вскрикнула и откинулась назад, вся трепещущая и задохшаяся. «Ничего, пустяки», сказал он ей, «Не беспокойтесь». И он обнял ее за плечо, притянув к себе ее стан, чтобы поддержать ее, затем продолжал. «Только, пожалуйста, не разговаривайте со мной, отвечайте мне знаками, иначе вы задохнетесь еще больше. Вас не беспокоит, если я поправлю цветы у вас на платье?» От толчка они рассыпались, боюсь, как бы вы не потеряли их, я хотел бы засунуть поглубже. одет-то, не привыкшая к тому, чтобы мужчины обращались с нею так церемонно, отвечала с улыбкой, «Нет-нет, это нисколько не беспокоит меня». Но Сван, несколько расхоложенный ее ответом, а может быть, также желая создать впечатление, что он был искренним в этой уловке, или даже начиная сам верить в свою искренность, воскликнул, «Нет-нет, прошу вас, не разговаривайте, вы опять задохнетесь, вы свободно можете отвечать мне жестами, я пойму вас как нельзя лучше, значит, я действительно не беспокою вас, смотрите, вот тут немножко, мне кажется, что вас запачкала цветочная пыльца, вы позволите мне вытереть ее рукой, я нажимаю не слишком сильно, я не очень груб, может быть, я немножко щекочу вас, это от того, что я не хочу прикасаться к бархату, чтобы не измять его, вот видите, мне непременно нужно было прикрепить их, иначе они свалились бы, а вот так, засунув их немножко глубже, серьезно, я не неприятен вам, и вам не будет неприятно, если я понюхаю их, чтобы убедиться, действительно ли они потеряли запах, вы знаете, я никогда не нюхал их, можно, скажите правду, все время улыбаясь, она легонько пожала плечами, как бы желая сказать, дурачок, вы отлично видите, что это мне нравится, он погладил другой рукой щеку одетты, она пристально посмотрела на него томным и серьезным взглядом, так характерным для женщин флорентийского художника, с которыми он нашел у нее сходство, закатившиеся за приспущенные веки блестящие глаза ее, большие и тонко очерченные, как глаза ботечелевы флорентиянок, казалось, готовы были оторваться и упасть, словно две крупные слезы. Она изогнула шею, как она и изогнута у всех этих флорентиянок, и в сценах изоязыческой жизни, и на религиозных картинах. И хотя принятая ею поза была несомненно для нее привычной, хотя она знала, что эта поза очень удобна в такие минуты, и внимательно наблюдала, как бы не забыть принятие ее, все же она сделала вид, будто ей приходится затрачивать огромные усилия, чтобы удерживать свое лицо в этом положении, словно какая-то невидимая сила влекла его к свану. И перед тем, как она уронила его наконец, как бы вопреки своей воле на его губы, сван на мгновение удержал его на некотором расстоянии в своих руках. Он хотел дать время ее мыслям поспеть за движениями ее тела, сознать так долго лилейную ею мечту и присутствовать при ее осуществлении, подобно матери, которую приглашают в качестве зрительницы на публичное вручение награды взращенному ею и горячо ею любимому ребенку. А может быть так же сам сван приковывал к лицу адетты, еще не принадлежавшей ему и даже еще им не целованной лицу, который он видел в последний раз, тот многозначительный взгляд, каким мы в день отъезда смотрим навсегда покидаемую нами страну, желая унести с собой ее образ. Но он был настолько робок с нею, что и после этого вечера, начатого им с приведения в порядок ее катлей и законченного обладанием ею, из боязни ли оскорбить ее, из нежелания ли показаться обманщиком хотя бы задним числом, от недостатка ли смелости обратиться к ней с более настоятельным требованием, чем скромная просьба поправить ее цветы, которую он всегда мог повторять, ибо она не рассердила одетту в первый раз, в следующие дни он продолжал прибегать к этому предлогу. Если к ее корсажу были приколоты катлии, он говорил, как жаль, сегодня не нужно поправлять ваших катлей, они не рассыпались, как в тот вечер. Мне кажется, однако, что вот это стоит недостаточно прямо, можно мне понюхать, как они пахнут. Или же, если катлей на ней не было, о, ни одной катлеи сегодня, мне нечего поправлять. Так что в течение некоторого времени оставался неизменным порядок, которого сван держался в тот первый вечер, когда он начал с прикосновения пальцами, а затем губами, груди одетты. И ласки его по-прежнему начинались с этого скромного маневра. И много времени спустя, когда приведение в порядок, или ритуальное подобие приведения в порядок ее катлей давно уже вышло из употребления, метафора «свершать катлею», обратившаяся у них в простой глагол, который они употребляли, не думая о его первоначальном значении, когда хотели выразить акт физического обладания, в котором, впрочем, обладатель не обладает ничем, удержалась в их языке, закрепившим позабытый имя обычай. Возможно, что и наше выражение «свершать любовь», употребляемая нами обыкновенно в специфическом смысле, обозначало первоначально не совсем то, что обозначают его синонимы. Как бы ни были мы присыщены женщинами, как бы мы не рассматривали обладание самыми различными их разновидностями, как акт всегда одинаковый и известный нам заранее, оно все же кажется нам неизведанным наслаждением, если мы имеем дело с женщинами труднодоступными или принимаем именами за таковых, так что нам приходится ожидать какого-нибудь непредвиденного эпизода при встречах с ними, каковым было для Свана приведение в порядок катлей. Он с трепетом надеялся в тот вечер, и одет оказалось ему, обманутая его уловкой, не могла догадаться о его намерении, что из их широких лиловых лепестков выйдет обладание этой женщиной. И наслаждение, которое он уже испытывал, и которое одетто допустит, может быть, думал он потому только, что она совсем его не заметила, казалось Свану по этой причине, как оно казалось вероятно первому человеку, вкусившему его среди цветов земного рая, наслаждением никогда раньше не существовавшим, и которое он впервые пытался создать наслаждением совершенно своеобразным и новым, так что ему пришлось дать специальное название, закреплявшее его особенности. Теперь, когда лед тронулся, Сван, проводив ее домой, каждый вечер должен был заходить к ней. Часто она провожала его в капоте до самого экипажа и целовала на глазах у кучера, говоря, что мне задело до того, что меня видят посторонние. В те вечера, когда он не ходил к Вердюренам, что случалось иногда с тех пор, как он нашел возможность встречаться с нею в других местах, или посещал все реже и реже аристократические салоны, она просила его заезжать к ней перед возвращением домой, не обращая внимание на поздний час. Стояла весна, весна ясная и холодная. Выйдя из салона, он садился в Викторию, закрывал ноги полостью, отвечал друзьям, приглашавшим его ехать домой вместе, что он не может, что ему не по дороге, и кучер сразу же трогал, хорошо зная, куда нужно везти. Друзья удивлялись, и действительно, сван не был больше прежним. Никто из них не получал больше от него писем, в которых он просил бы познакомить его с какой-нибудь женщиной, он вообще перестал обращать внимание на женщин, воздерживался от посещения мест, где их обыкновенно можно встретить. В ресторане или за городом манеры и поведение его были прямо противоположны манерам, по каким вчера еще любой его знакомый издали узнал бы его, и какие казалось навсегда стали его неотъемлемой принадлежностью. До такой степени страсть является как бы нашим новым характером, кратковременным и отличным от нашего постоянного характера, не только утверждающимся на его месте, но и стирающим все черты, вплоть до самых неизменных, при помощи которых этот характер проявлялся. Зато неизменной теперешней чертой Свана было то, что где бы он не проводил вечер, он обязательно ехал потом к Адетте. Путь, отделявший его от нее, он обречен был неуклонно совершать. Путь этот был как бы крутым скатом, по которому неудержимо низвергалась его жизнь. По правде говоря, засидевшись где-нибудь на вечере, он часто предпочитал бы вернуться прямо домой, не совершая этого длинного конца и отложив свидание с Адеттой до следующего дня. Но самый тот факт, что он причинял себе беспокойство, навещая ее в столь ненормальное время, и что он догадывался, как расстававшиеся с ним друзья говорили друг другу, он связан по рукам и ногам, наверное, она и есть женщина, заставляющая его приходить к ней в любое время. Давал ему чувствовать, что он вел жизнь тех людей, все существо которых овеяно любовной интригой, и которые благодаря принесению в жертву страстной мечте своего покоя и своих практических интересов приобретают какое-то внутреннее очарование. Кроме того, эта уверенность, что она ожидает его, что она не находится где-нибудь в другом месте с незнакомыми ему людьми, что перед тем, как вернуться домой, он увидится с нею, как-то бессознательно для него лишало остроты ту позабытую им правда, но всегда готовую воскреснуть тоску, которую он испытал вечер, когда не застал Адетты у Вердюренов, и нынешнее успокоение, которое было так приятно, что, пожалуй, могло быть названо счастьем. Может быть, именно этой тоской объяснялась важность, приобретенная с тех пор Адеттой в его жизни. Люди обыкновенно так безразличны для нас, что, когда мы приписываем кому-либо из них способность причинить нам острое страдание или доставить живую радость, то такой человек кажется нам принадлежащим как бы к другому миру, он окружается поэтическим ореолом, он расширяет пределы нашей жизни, делает ее волнующей, и в этих новых пространствах мы входим в больше или меньшее соприкосновение с ним. Сван не мог без тревоги задаваться вопросом, чем станет для него Адетта в будущие годы. Иногда, наблюдая со своей Викторией в эти прекрасные, холодные, весенние ночи серебряную луну, заливавшую своим светом пустынные улицы, по которым он проезжал, Сван думал о другом ясном и чуть розоватом как у этой луны лице, в один прекрасный день в зашедшем над горизонтом его сознание и с тех пор заливавшем мир таинственным сиянием, которым были теперь озарены для него все вещи. Если он приезжал после часа, когда Адетта отсылала своих слуг спать, то перед тем, как позвониться у калитки ее садика, он шел сначала на другую улицу, куда наряду с другими совершенно одинаковыми, но темными окнами смежных домов выходило одно только освещенное окно ее спальни в нижнем этаже. Он стучал в стекло и она, услышав сигнал, отвечала и бежала встречать его на другую сторону дома у садовой калитки. Он находил раскрытыми у нее на рояле ноты нескольких любимых ею вещей, которые должны были согласны ее завещанию исполняться во время ее похорон, но просил ее сыграть вместо них фразу из сонаты Вентейля. Правда, одетая играла очень плохо, однако самое прекрасное впечатление, остающееся у нас от музыкального произведения, часто рождается фальшивыми звуками, извлекаемыми неискусными пальцами из расстроенного рояля. Фраза Вентейля продолжала ассоциироваться у Свана с его любовью к Адетте. Он ясно чувствовал, что любовь это была чисто внутренним переживанием, которому не соответствовало никакое внешнее явление, ничего такого, что могло бы быть подмечено кем-нибудь другим, кроме него. Он отдавал себе отчет, что качества Адетты не способны были оправдать высокой ценности, приписываемой им минутам, проведенным подли нее. И часто, когда Сваном руководили одни только соображения холодного рассудка, он хотел перестать приносить в жертву этому воображаемому наслаждению столько умственных и общественных интересов. Но фраза Вентейля, едва только коснувшись его слуха, обладала способностью очищать в нем необходимое для нее пространство. Пропорции души Свана оказывались измененными, какой-то краешек ее сохранялся для наслаждения, которое, как и любовь его к Адетте, не стояла в связи ни с каким внешним объектом. И однако не было подобно наслаждению, доставляемому любовью, чисто индивидуальным. Но предстояло Свану как некая высшая реальность по сравнению с реальностью конкретных вещей. Пробуждая в нем эту жажду неведомых упоений, фраза Вентейля не давала ему все же никакого точного указания, как утолить ее. В результате те части души Свана, откуда фраза изгнала заботы о материальных интересах, всю эту массу житейских повседневных мелочей, волнующих обыкновенно всех нас, остались у него незаполненными, подобно чистым страницам, на которых он волен был написать имя Адетты. И если любовь к Адетте казалась ему иногда мимолетной и обманчивой, то фраза Вентейля присоединяла к ней, спаивала с ней всю таинственную сущность. Взглянув на лицо Свана в то время, как он слушал фразу, можно было подумать, что он принял анестезирующее средство, позволявшее ему глубже дышать. И действительно, наслаждение, доставляемое ему музыкой и готовое обратиться в настоящую страсть, в такие минуты было очень родственно наслаждению, которое он получил бы, воспринимая и исследуя запахи, входя в соприкосновение с миром, для которого мы не созданы, который кажется нам бесформенным, потому что глаза наши не способны увидеть его, и лишенным смысла, потому что он не поддается нашему уразумению, и который доступен нам при помощи одного только обоняния. Великим покоем, таинственным обновлением было для Свана, глаза которого, хотя и тонкие ценители живописи, ум которого, хотя и острый наблюдатель нравов, носили на себе навсегда неизгладимую печать бесплодия его жизни. Чувствовать себя превращенным в существо, непохожее на человека, слепое, лишенное логических способностей, в какого-то мифологического единорога, химеру, воспринимающую мир одними только ушами. И так, как в фразе Вентейля он все же искал какого-то смысла, в который рассудок его не способен был проникнуть, то какое же странное опьянение должен был он испытывать, обнажая самую сердцевину души своей от рассудочного аппарата и процеживая ее сквозь темный фильтр звуков. Он начинал отдавать себе отчет, сколько скорбности и, может быть, даже тайной неутоленности скрывалось под сладостными звуками этой фразы, и все же она не причиняла ему никакой боли. Какое ему было дело, что фраза говорила о хрупкости и мимолетности любви, если его любовь была так сильна? Он играл печалью, источаемый ею, он чувствовал, что она проносится над ним, но как ласка, лишь углубляющая и услождающая чувство переполнявшего его счастье. Он заставлял Адетту повторять ее десять, двадцать раз подряд, требуя, чтобы в то же самое время она непрестанно целовала его. Каждый поцелуй призывает другой поцелуй. Ах, в эти первые дни любви поцелуи рождаются так естественно. Они теснятся друг за другом в таком изобилии, сосчитать поцелуи, которыми обмениваются счастливые любовники в течение часа, все равно, что сосчитать в мае цветы на лугу. Затем она делала вид, будто хочет остановиться, говоря, как хочешь ты, чтобы я играла, ведь сам же ты не позволяешь мне, я не могу делать все сразу, выбери что-нибудь одно, чего ты больше хочешь, слушать мою игру или играть со мною. Он сердился, а она раздражалась смехом, переходившим в град сыпавшихся на него поцелуев. Иногда она угрюмо смотрела на него, и он снова видел перед собою лицо, достойное украшать жизнь Моисея Боттичелли, помещая его на фреску, придавая шеиадетте нужный изгиб, когда портрет ее был мысленно нарисован таким образом водяными красками, в манере пятнадцатого века на стене Сикстинской капеллы, сознание, что несмотря на это она остается здесь подле рояля в настоящий момент, доступная для поцелуев, для объятий, сознание ее материальности, ее живого присутствия, до такой степени опьяняло его, что с помутившимися глазами, со стиснутыми челюстями, как бы готовой пожрать ее, он набрасывался на эту девушку Боттичелли и начинал яростно целовать и кусать ее щеки. Затем, покинув ее и часто снова возвращаясь, чтобы еще раз поцеловать ее, потому что он позабыл унести с собой в своей памяти какую-нибудь подробность ее запаха или выражение ее лица и, направляясь домой в своей Виктории, он благословлял Адетту за то, что она позволяла ему совершать эти ежедневные визиты, которые он чувствовал это, вряд ли могли доставлять ей особенно большое удовольствие, но зато предохраняя его от ревнивых мыслей, исключая всякую возможность повторения жестокой боли, которой он был охвачен в вечер, когда не застал ее у Вердюренов, помогали ему достигнуть, не переживая больше других подобных кризисов, первый из которых был так мучителен и оставался до сих пор единственным предела этих исключительных часов его жизни, часов почти волшебных, таких же волшебных, как и часы его возвращения домой по пустынному Парижу, залитому лунным светом. И, замечая во время этого возвращения, что ночное светило переместилось по отношению к нему за часы проведенной ему адетты и почти касалось уже горизонта, чувствуя, что любовь его тоже повиновалась непреложным законам природы, он спрашивал себя, долго ли еще продлится период, в который он вступил, или же вскоре мысль его способна будет увидеть дорогое лицо лишь на далеком расстоянии и в уменьшившихся размерах, и оно почти уже перестанет излучать кругом очарование. Ибо с тех пор, как Сван полюбил, он снова находил в вещах очарование, как в дни молодости, когда воображал себя художником. Но это было не прежнее их очарование, теперь одна только адетта сообщала им его. Он чувствовал возрождение в себе вдохновений юности, рассеянных пустой и суетной позднейшей его жизнью, но на этот раз все они носили отпечаток, отблеск одного единственного существа. И в долгие часы, которые он находил теперь утонченное удовольствие проводить дома, наедине со своей выздоравливающей душой, он мало-помалу снова становился самим собой, но порабощенным другим существом. Он ходил к ней только по вечерам и совсем не знал, как проводит она время в течение дня, совсем не знал также ее прошлого. У него не было даже тех небольших первоначальных сведений, которые, позволяя нам дополнять воображением то, чего мы не знаем, возбуждают наше любопытство. Поэтому он не задавался вопросом, что она может делать и какова была ее жизнь. Он лишь улыбался иногда при мысли, что несколько лет тому назад, когда он еще не был знаком с нею, кто-то говорил ему об одной женщине. И эта женщина, если память не изменяла ему, была, конечно, адетта, как о девке, как о содержанке, как об одной из тех женщин, которым тогда он приписывал еще, так как мало бывал в их обществе, крайнее распутство. Каковым уже с давних пор наделило их воображение некоторых романистов. Для составления правильного суждения о каком-нибудь лице часто достаточно бывает выворотить наизнанку репутацию, созданную ему в свете. Это соображение приходило ему в голову, когда только что упомянутой характеристике он противопоставлял подлинный характер Адетты. Добрый, простодушный, страстно влюбленный в идеал, настолько неспособный говорить неправду, что, попросив его однажды с целью иметь возможность пообедать с ним наедине, написать Вердюреном, будто она нездорова. Он на другой день, когда же госпожа Вердюрен спрашивала Адетту, лучше ли ей, увидел, как-то окраснеет, бормочет что-то невнятное, как, вопреки своей воле, выдает каждой черточкой своего лица насколько невыносимо, насколько мучительно для нее ложь. И как, нагромождая в своем ответе вымышленные подробности относительно мнимого своего недомогания накануне, она, умоляющими своими глазами и сокрушенным тоном голоса, словно просила прощения за очевидную лживость своих слов. Впрочем, иногда, правда редко, она приходила к нему днем прервать его мечтания или работу над статьей о Вермере, за которой он снова засел в последнее время. Ему докладывали, что госпожа де Кресси находится в его маленькой гостиной. Сван выходил к ней, и когда он открывал дверь, на розовом лице Адетте, едва только она замечала его, расцветала, меняя линию ее губ, взгляд ее глаз, моделировку ее щек, всепоглощающая улыбка. Оставшись один, он снова видел эту улыбку, или ту, что была у нее накануне, или ту, какой она ответила ему в экипаже в памятный вечер, когда он спросил ее, не беспокоит ли он ее, поправляя ее котлей. И так как он совсем не знал, какую жизнь ведет Адетта в часы, когда он не видит ее, то она оказалась ему на своем нейтральном и бесцветном фоне, похожей на те листы этюдов в Атто, где мы видим там и сям, повсюду, во всех направлениях, бесчисленные улыбки, нарисованные карандашами трех цветов на желтоватой бумаге. Но иногда, приоткрывая уголок этой жизни, которая для Свана была совсем пустой, хотя рассудок и уверял его, что она таковой не была, и его неспособность заполнить ее каким-либо содержанием таковой ее не делала, кто-нибудь из его друзей, знавший Адетту и догадывавшийся о существовавших между ними отношениях, а потому не решавшийся сказать ему о ней что-нибудь значительное, описывал ему силуэт Адетты, которую он видел в то утро, поднимавшийся пешком по улице Абатуччи, в коротеньком пальто со скунцевым мехом, в шляпе Рембрандт и с букетиком фиалок на груди. Этот простой набросок приводил Свана в большое волнение, так как он вдруг открывал ему, что у Адетты есть жизнь, не принадлежавшая ему всецело. Он хотел знать, кому она старалась понравиться этим туалетом, в котором он никогда не видел ее. Он принимал решение спросить у нее, куда она ходила в то утро, как если бы во всей бесцветной жизни, почти не существующей, потому что она была невидима ему. Его любовницы была одна только вещь сверх всех этих обращенных к нему улыбок. Ее прогулка в шляпе Рембрандт с букетиком фиалок на груди. За исключением своей просьбы сыграть ему фразу Вентейля вместо вальса Росс, Сван никогда не заставлял ее исполнять любимые им вещи и вообще не делал попыток исправлять ее дурной вкус ни в музыке, ни в литературе. Он отдавал себе вполне ясный отчет о ее некультурности. Говоря, что ей очень хотелось бы послушать его суждения о великих поэтах, она воображала, будто он сейчас станет произносить перед ней героические или романтические тирады в духе Виконте де Борелли, только еще более трогательные. Что касается Вермера Дельфтского, то она спросила Свана, не страдал ли художник из-за женщины, не женщина ли была его вдохновительницей. И когда Сван признался ей, что он ничего об этом не знает, она перестала интересоваться голландцем. Она часто говорила, «Я уверена, что, понятно, не было бы ничего прекраснее поэзии, если бы все это была правда, если бы поэты действительно думали так, как они говорят. Но очень часто они самые расчетливые и корыстные люди на свете. В этих делах я немного осведомлена. У меня была приятельница, которая любила одного поэта. В своих стихах он только и говорил, что о любви, небе, звездах. Ах, как она была обманута! Он обошелся ей больше, чем в 300 тысяч франков. Если Сван пытался разъяснить ей, в чем состоит красота художественного произведения, как следует наслаждаться поэзией или живописью, она очень скоро переставала его слушать, говоря, да, никогда себе не представляла ничего подобного. Разочарование ее, Сван чувствовал это, было так велико, что он предпочитал лгать, заявляя ей, что все это несущественно, все это пустяки, что у него нет времени углубиться в самую суть, что тут есть еще другое. Тогда она с живостью спрашивала «Другое? Что же именно? Скажи же мне!» Но он молчал, зная, насколько это покажется ей ничтожным и непохожим на то, чего она ожидала, менее сенсационным и трогательным, и опасаясь, как бы разочаровавшись в искусстве, она не разочаровалась также в любви. И действительно, она находила свана в умственном отношении гораздо ниже, чем предполагала. Ты всегда так хладнокровен, я не могу понять тебя. Гораздо больше она восторгалась его равнодушием к деньгам, его любезностью со всяким, его деликатностью. И в самом деле, это часто случается и с человеком более выдающимся, чем сван, с ученым, с художником, если он не остается совсем непризнанным окружающими. Чувствам этих окружающих, доказывающим их признание превосходства его интеллекта, является не восхищение его идеями, ибо они недоступны им, но почтение к его доброте. Положение, занимаемое сваном в свете, также внушало Адетте почтение, но она не желала с его стороны попыток добиться, чтобы ее там принимали. Может быть она чувствовала, что такие попытки обречены на неудачу, а может быть даже боялась, как бы простой разговор о ней не вызвал неприятных для нее разоблачений. Во всяком случае, каждый день она требовала от него обещания никогда не произносить ее имени. причина ее нежелания посещать свет была по ее словам ссора, когда-то происшедшая у нее с одной приятельницей, которая, чтобы отомстить ей, стала говорить о ней разные гадости. Но, возражал сван, не все же знали твою приятельницу. Ах, это все равно, что масляное пятно, свет так зол. Сван не мог понять, почему Адетта придавала этой истории такое большое значение, но, с другой стороны, он знал, что такие утверждения, как свет так зол, клевета распространяется, как масляное пятно, обыкновенно считаются истинными. Должны быть, следовательно, случаи, которым они приложимы. Что же, случай с Адеттой один из их числа? Он мучился над этим вопросом, но недолго, потому что ум его отличался той же неповоротливостью, какая тяготела над умом его отца, когда ему приходилось иметь дело с какой-нибудь трудной задачей. Впрочем, свет этот, так страшивший Адетту, не возбуждал, вероятно, у нее большого желания посещать его, потому что он был слишком далек от знакомого ей общества, для того, чтобы она была способна составить себе сколько-нибудь ясное представление о нем. В то же время, оставаясь в некоторых отношениях совершенно простой, она поддерживала, например, дружеские отношения с одной маленькой портнихой, переставшей теперь заниматься шитьем, которой она карабкалась почти каждый день по крутой, темной, вонючей лестнице. Адетта страстно хотела быть шикарной, хотя ее представления о шике не совпадали с представлениями о нем светских людей. Для этих последних шик есть свойство сравнительно ограниченного числа лиц, излучаемое ими на весьма значительное расстояние, в большей или меньшей степени ослабевающее по мере удаления от интимного общения с ними. В круг их друзей и друзей их друзей, имена которых образуют своего рода список. Люди общества знают его наизусть. В этих вопросах у них настоящая эрудиция, из которой они извлекали своего рода вкус, такт, действующий с такой автоматичностью, что Сван, например, прочтя в газете фамилии лиц, находившихся на каком нибудь обеде, не имел никакой надобности приводить в порядок свое знание света. Он мог определить сразу степень шикарности этого обеда, как знаток литературы по одной только фразе может точно оценить литературное достоинство ее автора. Но Адетта принадлежала к числу лиц, таких лиц очень много, чтобы там не думали люди общества, и их можно найти в любом общественном классе, не обладавших этими знаниями и представлявших себе шик совсем иначе, хотя он облекается в различные формы в зависимости от среды, которой принадлежат эти лица. Однако ему всегда бывает присущ один общий признак, будь то шик, о котором мечтала Адетта, или же шик, перед которым преклонялась госпожа Катар, непосредственная доступность для всех. Другой шик, шик людей общества, по правде говоря, тоже общедоступен, но приобретение его требует некоторого времени. Адетта говорила о ком-нибудь, он всегда ходит только в шикарные места. И если Сван спрашивал, что она разумеет под этим, она отвечала ему несколько презрительно, шикарные места? Неужели в твоем возрасте тебя нужно учить, какие есть шикарные места в Париже? Что же ты хочешь услышать от меня? Ну, скажем, по воскресеньям утром авеню императрицы, в пять часов прогулка в экипаже вокруг озера, по четвергам театра Эден, по пятницам и подром, балы? Какие балы? Какой ты глупый. Балы, которые даются в Париже. Понятно, шикарные балы. Взять хотя бы Эрбенже. Ты ведь знаешь его, биржевик. Конечно же, ты должен знать его, он один из самых известных людей в Париже. Высокий, крупный, молодой человек, блондин, такой сноб, всегда с цветком в петличке и в светлых пальто со складкой на спине. Ходит всегда со старой уродиной, таскает ее на все премьеры. Так вот, он дал на днях бал, весь шикарный Париж был на нем. Как я хотела пойти туда. Но нужно было предъявлять пригласительный билет у входа, а я никак не могла достать его. В сущности, я теперь довольна, что не пошла туда. Там была такая давка, я ничего бы не увидела. Разве только для того, чтобы иметь возможность сказать потом, я была у Эрбенже. Ты знаешь, я ведь очень тщеславна. Впрочем, можешь быть уверен, половина женщин, рассказывающих, будто они были там, говорят неправду. Но меня удивляет, что ты, такой пшут, не был там. Сван, однако, не делал ни одной попытки изменить это представление о Шике, сознавая, что его собственное представление было ничуть не более законно, но также нелепо, также лишено всякого значения, он не находил никакого интереса знакомить с ним свою любовницу. В результате, спустя несколько месяцев, она перестала интересоваться лицами, у которых он бывал, за исключением тех случаев, когда Асван мог достать через них билеты в привилегированные места. Она очень желала, чтобы он поддерживал такие полезные знакомства, но стала считать их мало шикарными после того, как увидела однажды на улице маркизу де Вильпаризи, шедшую пешком в черном шерстяном платье и в чепчике с завязками. Но у нее вид капельдинерши, старой консьержки, Дарлинг. Так это маркиза? Я не маркиза, но пусть меня озолотят, я не выйду в Париже на улицу в таких лохмотьях. Она не могла понять, как Сван может жить в доме на Орлеанской набережной. Не решаясь сказать ему открыто, она находила это для него неприличным. Правда, она уверяла, будто любит древности и принимала восхищенный вид знатока, говоря, что обожает рыться по целым дням в антикварных лавочках, отыскивая старый хлам, подлинные вещи. Она упорно не желая отвечать, считая это делом чести и как бы следуя каким-то семейным наставлениям, на задаваемые ей вопросы и не давая отчета в том, как она проводит время, все же однажды сказала Свану, что была приглашена к приятельнице, у которой вся обстановка состояла из стильных вещей. Но Сван не мог добиться от нее, какого же стиля были эти вещи. Впрочем, подумав немного, она ответила средневекового. Она подразумевала под этим то, что стены были обшиты деревянными панелями. Через некоторое время она снова заговорила с ним об этой приятельнице и прибавила нерешительным тоном, но со сведущим видом, какой мы напускаем на себя, называя неизвестного нам человека, в обществе которого мы накануне обедали, и с которым хозяева обращались как со знаменитостью, так что собеседник наш, надеемся мы, сразу догадается, о ком идет речь, ее столовая в стиле восемнадцатого века. Она находила ее, впрочем, ужасной, голой. Дом производил на нее впечатление незаконченного. Женщины выглядели в этой обстановке уродливо, и мода, казалось, никогда не проникала в него. Она упомянула об этом доме в третий раз, когда показала свану визитную карточку архитектора, отделавшего эту столовую. Она хотела пригласить его, когда у нее будут деньги, поговорить с ним, не может ли он отделать и ей столовую. Понятное дело, не такую, как та, но такую, о которой она мечтала, и которые размеры ее маленького дома, к сожалению, не позволяли ей устроить. С высокими буфетными шкафами, с мебелью ренессанс, и с каминами, как в замке в Блуа. Во время этого разговора она дала понять свану, какого она было мнения о его квартире на Орлеанской набережной. Когда он осмелился заметить, что обстановка подруги Адетты вовсе не в стиле Людовика XVI, а представляет собой беспорядочную смесь псевдо-старинных стилей, так как стиль Людовика XVI не делается на заказ, хотя и подделка под него может быть очаровательна. Не можешь же ты требовать, чтобы она жила подобно тебе среди сломанных стульев и протертых ковров, воскликнула Адетта, в невольном порыве, давая врожденному почтению буржуазки к людскому мнению, а держать верх над благоприобретенным дилетантизмом кокотки. Лица, любившие собирать старые вещи, ценившие поэзию, презиравшие мелочную расчетливость, лелеявшие возвышенные идеалы чести и любви, были в ее глазах цветом человечества, стояли выше всех остальных людей. Не было необходимости действительно обладать этими качествами, достаточно, если о них многое с убеждением говорили. Если сосед Адетты за обеденным столом признавался ей, что он любит бродить по улицам, пачкать пальцы пылью в лавочках старой мебели, что его никогда не оценят в теперешний торгашеский век, так как он не заботится о своих выгодах и принадлежит по этому другому времени, то, возвратясь домой, она говорила «Какой восхитительный человек, какая тонкость чувств, я никак этого не предполагала». И внезапно проникалась к нему сильнейшей дружбой. Зато те, кто подобно Свану, действительно обладали этими качествами, но не говорили о них во всеуслышание, оставляли ее холодной. Конечно, она должна была признать, что Сван совсем не дорожит деньгами, но прибавляла надув губки, но он совсем не то. И действительно, воображению ее говорило вовсе не практически осуществляемое бескорыстие, но лишь его фразеология. Чувствуя, что часто он не может доставить ей удовольствий, о которых она мечтала, Сван старался по крайней мере сделать ей приятным свое общество. Старался не противоречить ее вульгарным мыслям, ее дурному вкусу, сказывавшемуся решительно во всем. Он, впрочем, любил его, как все, что исходило от нее. Он даже восхищался им, потому что вкус этот принадлежал к числу характерных особенностей, благодаря которым раскрывалась, делалась видимой сущность этой женщины. Вот почему, когда у нее бывал счастливый вид, так как она собиралась пойти на королеву топаз, или когда ее взгляд делался серьезным, беспокойным и нетерпеливым, если она боялась пропустить цветочный праздник, или просто опоздать к чаю с булочками и гренками на улице Рояль, регулярное посещение которого было, по ее мнению, необходимо для всякой женщины, желающую прочить за собой репутацию элегантности, Сван приходил в восторг, какой все мы испытываем при виде непринужденного поведения ребенка, или портрета, похожего на оригинал до такой степени, что кажется, будто он сейчас заговорит. Он с такой явственностью видел, как душа его любовницы подступает к ее лицу и оживляет все его черты, что не мог удержаться от искушения подойти к ней и коснуться ее щек губами. Ах, она хочет, чтобы мы взяли ее на цветочный праздник, маленькая адетта, она хочет, чтобы ею восхищались, ну хорошо, мы возьмем ее туда, нам остается только повиноваться ее желанием. Так как зрение Свана начинало слабеть, то дома во время работы он принужден был надевать очки, а бывая в обществе вставлять в глаз монокль, который меньше безобразил его. Увидя его в первый раз в монокле, адетта не могла сдержать своего восхищения. Я нахожу, что для мужчины тут не может быть споров, это чертовски шикарно. Как ты красив сейчас, у тебя вид настоящего джентльмена, недостает только титула, прибавляла она с ноткой сожаления в голосе. Он любил, когда адетта была такую, подобно тому, как влюбившись в какую-нибудь бретонку, был бы рад видеть ее в местном головном уборе и слышать от нее признание, что она боится привидений. До сих пор, как и у большинства людей, вкус которых к искусствам развивается независимо от их чувственности, у Свана существовала странная несогласованность между способами, какими он удовлетворял ту и другую свою потребность, наслаждаясь все более утонченными произведениями искусства в обществе все более и более невежественных и некультурных женщин, приводя, например, молоденькую горничную в закрытую ложу бенуара на дикадентскую пьесу, которую ему очень хотелось посмотреть, или на выставку импрессионистов. Он был, впрочем, убежден, что образованная светская дама поняла бы в театре или на выставке не больше горничной, но не умела бы так мило, как последняя, воздержаться от своего суждения. Но с тех пор, как он полюбил Адетту, все это изменилось. Разделять ее симпатии, стараться быть с нею единодушным во всем, было настолько приятно ему, что он пытался находить удовольствие в вещах, которые она любила, и ему нравилось не только подражать ее привычкам, но также усваивать ее мнение, нравилось тем сильнее, что, не имея никаких корней в его собственном интеллекте, эти привычки и эти мнения напоминали ему только его любовь, ради которой он предпочел их своим собственным. Если он снова шел на Сержа Панина, если он искал случаев, когда оркестром дирижировал Оливье метра, то это объяснялось удовольствием быть посвященным во все любимые помыслы адетты, чувствовать себя причастным всем ее вкусом. Прелесть, которой обладали любимые ею произведения или места, приближая его к ней, казалась ему более таинственной, чем прелесть, внутренно присущая самым прекрасным картинам или пейзажам, пленявшим его, но не напоминавшим ему адетту. К тому же, забросив мало-помало свои юношеские убеждения и позволив скептицизму светского человека проникнуть даже и в них, он думал теперь, или по крайней мере так давно уже стал думать, что у него сложилась привычка говорить в таком духе, что предметы, которыми мы эстетически восхищаемся, не заключают в себе никакой абсолютной ценности, но что все тут зависит от эпохи общественного класса, все сводится к модам, из коих самые вульгарные вполне равноценны тем, что считаются самыми изысканными. И так как он считал, что важность, придаваемая адеттой получению пригласительного билета на вернисаж, сама по себе не была более смешной, чем удовольствие, которое он сам испытывал когда-то, завтракая у принца Уэльского, то ему не казалось так же, что выражаемое ею восхищение Монте-Карло или Риги было более неразумно, чем его собственное любование Голландии, которая в ее представлениях была безобразной, и Версалем, которое она находила невыносимо скучным. Поэтому он лишал себя удовольствия посещать эти места, утешаясь мыслью, что ради нее и ради любви к ней он не желает испытывать и любить ничего такого, чего не испытывала и не любила она. Как и все, что окружало Адетту и являлось в некотором роде только средством видеть ее, разговаривать с нею, Сван любил общество вердюренов. Так как на фоне всех развлечений, обедов, музыкальных вечеров, игр, костюмированных ужинов, поездок за город, посещений театра, даже изредка даваемых для скучных больших вечеров, всегда было присутствие Адетты, лицезрение Адетты, разговор с Адеттой, бесценный подарок, который вердюрены делали Свану, приглашая его к себе, то у них в их кружке он проводил время с большим удовольствием, чем где-либо в другом месте и пытался приписать этому кружку подлинные достоинства, так что воображал даже, будто и по собственному желанию он посещал бы его всю жизнь. Никогда не решаясь открыто признаться себе и с боязни усомниться в истинности своих слов в том, что он всегда будет любить Адетту, он, по крайней мере, пытался предположить, что всегда будет посещать вердюренов. Предположение это априори вызывало меньше принципиальных возражений со стороны его рассудка, и вследствие этого и впредь каждый вечер будет встречаться с Адеттой. Это не было может быть вполне равнозначно тому, что он останется навсегда влюбленным в Адетту, но в настоящее время, когда он любил ее, думать, что он никогда не перестанет встречаться с ней, было все, чего он желал. Какая очаровательная атмосфера, говорил он себе, жизнь, которую ведут там, в сущности и есть настоящая жизнь. Насколько все они интеллигентнее, насколько у всех у них больше художественного вкуса, чем у представителей великосветского общества. Несмотря на несколько преувеличенные свои восторги, немножко смешные, как искренно любит госпожа Вердюрен живопись, музыку. Какая страсть к произведениям искусства, какое желание доставить удовольствие художникам. Ее представления о великосветской жизни не вполне правильны, но ведь и представления этого общества о художественных кругах столь же неправильны. Может быть, я не предъявляю особенно высоких требований к разговорам в дружеском кругу, но я нахожу полное удовлетворение в беседах с Катаром, несмотря на все его пристрастия к дурацким каламбурам. Да и относительно художника можно сказать, что хотя его претензия поражать парадоксами в достаточной степени неприятна, зато это один из самых тонких умов, какие я когда-либо встречал. А главное, там чувствуешь себя совершенно свободно, делаешь что хочешь, никакой принужденности, никаких церемоний. Сколько добродушия и веселости расточается каждый день в этом салоне. Положительно, за самыми редкими исключениями я больше никуда не стану ходить. С каждым днем у меня будет все больше упрочиваться эта привычка и весь остаток своей жизни я буду проводить в их обществе. И так как достоинства, которые он считал внутренно присущими Вердюреном, были в действительности не больше, чем отражением на них наслаждения, внушаемого в их присутствии его любовью к Адетте, то по мере роста его наслаждения достоинства эти делались все более значительными, все более глубокими, все более насущными. Так как госпожа Вердюрен давала иногда Свану то, что одно только могло составить его счастье, так как на вечере, когда он чувствовал себя расстроенным, видя, что Адетте разговаривает с одним из гостей больше, чем с другими, и когда в припадке раздражения он не хотел брать на себя инициативу приглашения ее ехать домой вместе, госпожа Вердюрен вносила мир и радость в его душу, спросив невзначай «Адетте, вы поедете вместе с господином Сваном, не правда ли?» Так как когда с приближением лета он начал с беспокойством задавать себе вопрос, не уедет ли Адетте куда-нибудь без него, будет ли он по-прежнему иметь возможность ежедневно видеться с нею, госпожа Вердюрен пригласила их обоих провести лето вместе с нею в деревне. То Сван, позволив признательности и личному интересу незаметно проникнуть в свой рассудок и окрасить свои мысли, дошел до того, что он объявил госпожу Вердюрен женщиной благородной и великодушной. Если кто-нибудь из его старых товарищей по-луврской школе заговаривал с ним об изысканных или выдающихся художниках, он отвечал ему «В сто раз выше я ставлю Вердюренов». И затем, с торжественностью совершенно несвойственной ему раньше, это великодушные люди, а великодушие является в сущности единственной вещью, имеющей значение, единственной вещью, сообщающей нам изысканность здесь, на земле. Видишь ли, есть только два класса людей, великодушные и все остальные. И я достиг возраста, когда нужно окончательно остановиться на чем-нибудь, раз навсегда решить, кого мы хотим любить и кого мы хотим презирать, держаться тех, кого мы любим, и не расставаться с ними больше до самой смерти, чтобы наверстать время, зря потерянное с остальными. Так вот, продолжал он с тем легким волнением, которое мы испытываем, когда, даже не отдавая себе ясного отчета, высказываем какое-нибудь утверждение не потому, что оно истинно, но потому, что нам приятно высказывать его, и мы слышим его в собственных устах так, точно оно исходило бы от кого-нибудь другого, жребий брошен. Впредь я буду любить одни только великодушные сердца и буду жить только в атмосфере великодушия. Ты спрашиваешь меня, действительно ли госпожа Вердюрен женщина интеллигентная. Могу уверить тебя, что она дала мне доказательства большого благородства сердца, большого душевного величия, которых ты сам понимаешь нельзя достигнуть без соответствующего величия ума. Вне всякого сомнения у нее глубокая художественная культура. Но может быть не в этом отношении она наиболее удивительна. Каждый малейший поступок утонченно любезный, изысканно любезный, совершенный ею ради меня, каждый ее акт дружеского внимания, каждый ее жест, такой простой и в то же время такой возвышенный, обнаруживает более глубокое понимание сущности вещей, чем все ваши философские трактаты. Ему следовало бы, однако, вспомнить, что среди старых друзей его родителей были люди столь же простые, как и вердюрены, что многие из товарищей его юности также страстно любили искусство, что у некоторых его знакомых было такое же большое сердце, и что тем не менее, с тех пор, как он высказался в пользу простоты, искусств и великодушия, он совершенно перестал видеться с ними. Эти люди не были знакомы с нею свана. Таким образом, вряд ли в кружке вердюренов был хотя бы один верный, который любил бы их или считал, что любит так сердечно, как сван. И все же, когда господин вердюрен сказал, что сван ему не нравится, он не только выразил свои собственные чувства, но бессознательно угадал также чувства своей жены. Несомненно, любовь свана кадетти была слишком интимна для того, чтобы он мог ежедневно посвящать госпожу вердюрен в ее подробности. Несомненно, самая сдержанность, с какой он пользовался гостеприимством вердюренов, часто не приходя на обед к ним по причине, о которой они не имели никакого представления и которая, по их мнению, заключалась в его нежелании отклонить приглашение каких-нибудь скучных людей, несомненно, также постепенно совершаемое вердюренами открытие его блестящего положения в свете, несмотря на все принятые им предосторожности сохранить его в тайне от них, несомненно, все это содействовало их раздражению против него. Но настоящая причина этого раздражения была другая. заключалась она в том, что вердюрены очень быстро почувствовали в нем закрытый, непроницаемый для них уголок, в котором он продолжал молчаливо держаться того мнения, что княгиня де Саган не была чудной и шутки Катара не были смешны. Почувствовали, несмотря на его неизменную любезность по отношению к ним и безропотное принятие их догматов, что они не в силах навязать ему эти догматы, всецело обратить его в свою веру, чего никогда еще не приходилось встречать ни у одного из членов кружка. Они простили бы ему посещение скучных, которым к тому же в глубине своего сердца он в тысячу раз предпочитал вердюренов и весь их кружок, если бы он согласился открыто отречься от них в присутствии верных. Но они скоро поняли, что им никогда не удастся вырвать у него это отречение. Как не похож на свана был новенький, которого Адетта попросила разрешение пригласить к вердюренам, хотя сама встречалась с ним всего несколько раз, новенький, на которого вердюрены возлагали большие надежды, граф де Форшвиль. К великому удивлению верных, он оказался родным Шурином Саньета, старенький архивариус держался так скромно, что члены кружка вердюренов всегда считали его занимающим более низкое общественное положение по сравнению с ними, и никак не предполагали, что он человек богатый и даже довольно знатный. Конечно, Форшвиль был с головы до ног пшут, тогда как Сван таковым не был. Конечно, ему никогда бы не пришло в голову поместить, как это делал теперь Сван, кружок вердюренов выше всех других кружков. Но он лишен был природной деликатности, препятствовавшей Свану присоединиться к слишком очевидно ложным критическим суждениям госпожи вердюрен по адресу знакомых ему лиц. Что касается претенциозных и вульгарных тират, произносимых иногда художником и остротками Вейжора, отпускаемых катаром, то в то время как Сван, искренно любивший художника и доктора, легко прощал их, но не имел мужества и лицемерия им рукоплескать, Форшвиль, напротив, по своему умственному уровню был человеком, способным прийти в самый шумный восторг от выпадов художника, не понимая впрочем их смысла, и искренно наслаждался остроумием доктора. Уже первый обед у Вердюренов, на котором присутствовал Форшвиль, ярко оттенил все различия между ними, вывел наружу душевные качества Свана и ускорил его опалу. На этом обеде был, кроме постоянных гостей, профессор Сорбонны Брешо, который познакомился с господином и госпожой Вердюрен где-то на водах и охотно приходил бы к ним чаще, если бы его университетские обязанности и вообще научные занятия оставляли ему больше свободного времени. Ибо он обладал тем любопытством, той любовью к наблюдениям над жизнью, которые в соединении с известным скептицизмом по отношению к предмету их научной работы сообщают некоторым людям высокой культуры, занимающимся самыми разнообразными профессиями, врачам, не верящим в медицину, преподавателям лицеев, не верящим в пользу переводов на латинский, репутацию умов широких, блестящих и даже выдающихся. Рассуждая в салоне госпожи Вердюрен на философские или исторические темы, он любил выбирать поясняющие примеры из области самых злободневных событий прежде всего потому, что считал эти научные дисциплины не более чем подготовкой к жизни и воображал, будто находит в маленьком клане практическое осуществление того, что до сих пор было известно ему только из книг, а затем может быть также и потому, что будучи с молоду воспитан в почтении к некоторым темам и бессознательно сохранив это почтение и до сего дня, он полагал, будто сбрасывает университетскую тогу, позволяя себе по отношению к этим темам непринужденность, или то, что он принимал за непринужденность потому лишь, что продолжал оставаться облеченным в свою тогу. В самом начале обеда, когда господин де Форшвиль, сидевший по правую руку от госпожи Вердюрен, которая ради новенького произвела большие расходы на туалет, говорил ей, как оригинально эта белая материя. Доктор, ни на минуту не спускавший глаз с графа, настолько его снидало любопытство познакомиться поближе с представителем той диковинной породы людей, что сопровождают свою фамилию приставкой Д, и искавший случая привлечь его внимание и войти с ним в более непосредственное соприкосновение, подхватил на лету слово бланш белое и, уткнувшись в тарелку, произнес «Бланш? Бланка Кастильская?» Затем, не поднимая головы, бросил украдкой направо и налево неуверенный, но самодовольный взгляд. В то время, как Сван своим мучительным и тщетным усилием выдавить улыбку дал понять, что находит каламбур дурацким, Форшвиль показал сразу и то, что он способен оценить по достоинству его тонкость, и то, что он умеет вести себя в обществе, удерживая в должных границах веселье, искренность которого обворожила госпожу Вердюрен. «Что вы скажете об этом ученым?» обратилась она к Форшвилю. «Двух минут с ним нельзя разговаривать серьезно. Вы так разговариваете и с вашими пациентами в больнице?» продолжала она, обращаясь к доктору. «Им совсем не скучно в таком случае?» «Вижу, что и мне придется проситься к вам в больницу». «Если я правильно расслышал, доктор назвал имя этой, простите за выражение, старой ведьмы Бланки Кастильской. «Разве я не прав, сударыня?» спросил Брешо госпожу Вердюрен, которая вся задыхаясь зажмурила глаза и поспешно закрыла лицо руками. По временам из-под пальцев у нее врывались заглушенные взвизгивания. «Боже мой, сударыня, я вовсе не хочу оскорблять слух почтительно настроенных душ, если таковые есть за этим столом. Я признаю, что наша несказуемая Афинская, о, бесконечно Афинская республика могла бы почтить в лице этой обскурантки из дома капетингов первого нашего префекта полиции, первого сторонника энергичных мероприятий. Да-да, дорогой хозяин, это так, повторил он своим звонким голосом, отчеканивавшим каждый слог в ответ на сделанную господином Вердюреном попытку возражать. Летопись Сен-Дени, достоверность сведений, которой мы не можем оспаривать, не оставляет никакого сомнения на этот счет. «Нельзя представить себя более подходящую покровительницу для утратившего религиозную веру пролетариата, чем эта мать святого, которому она, впрочем, показала совсем не святые дела, как говорит Сюжер, а также святой Бернар. У нее каждый получал по заслугам». «Кто этот господин?» спросил Форшвиль у госпожи Вердюрен. «Он производит впечатление большого авторитета. Как, вы не знаете знаменитого Брешо? Он известен во всей Европе». «Ах, это Брешо!» воскликнул Форшвиль, плохо расслышавший фамилию. «Вы расскажете мне о нем подробно», продолжал он, вытаращив глаза на знаменитость. «Всегда бывает интересно обедать с выдающимся человеком. Какое же, однако, изысканное общество у вас за столом? Можно быть уверенным, что в нашем доме не знают, что такое скука». «Вы знаете, самое главное здесь, скромно заметила госпожа Вердюрен, то, что каждый чувствует себя непринужденно. Каждый говорит, что ему вздумается, и разговор брызжет фейерверком. Сегодня Брешо не представляет ничего особенного, но раз мне случилось видеть его здесь прямо ослепительным, положительно, хотелось броситься перед ним на колени. У других же, представьте, он больше не Брешо, все остроумие его пропадает, вам приходится вытягивать из него слова, он делается даже скучным». «Как это любопытно», отвечал Форшвиль с искусно разыгранным изумлением. Остроумие, подобное остроумию Брешо, было бы сочтено крайней пошлостью в кругах, где Сван вращался в дни своей молодости, несмотря на то, что оно было вполне совместимо с высокими умственными способностями. А мощному и хорошо тренированному уму профессора вероятно позавидовал бы не один из представителей светского общества, которых Сван находил в достаточной мере остроумными. Но эти светские люди в заключении так прочно насадили в нем свои вкусы и свое отвращение, по крайней мере во всем, что касается светской жизни, включая и те ее стороны, которые принадлежат собственно области ума и духовной культуры, например, разговор, что Сван не мог найти в остротах Брешо ничего кроме педантизма, вульгарности и тошнотворной непристойности. Кроме того, привыкнув к хорошим манерам в обществе, он был шокирован грубым казарменным тоном, каким этот профессор Салдафон обращался к каждому из присутствующих. И наконец, каплей, переполнившей чашу и заставившей его утратить всю свою снисходительность и выдержку, была, может быть, любезность, так обильно расточаемая госпожой Вердюрен по адресу этого Форшвиля, которого Адетта по какой-то непонятной своей прихоти вздумала ввести в дом. Чувствуя некоторую неловкость по отношению к Свану, она спросила его вскоре по приезде к Вердюренам. Как вы находите приглашенного мною гостя? И Сван, впервые заметив, что Форшвиль, с которым он давно был знаком, может, нравится женщине и является довольно красивым мужчиной, ответил «препротивный». Конечно, у него не было и мысли ревновать Адетту, но он не чувствовал себя теперь так хорошо, как обыкновенно. и когда Брешо, начав рассказывать историю матери Бланки Кастильской, которая целые годы жила с Генрихом Плантагенетом, прежде чем вышла за него замуж, захотел побудить Свана попросить его продолжать, обратившись к нему, не правда ли мосье Сван тем фамильярно грубоватым тоном, каким мы обращаемся к неотесанному мужику, не сходя до его умственного уровня, или к старому служаке, желая придать ему храбрости, то Сван уничтожил весь эффект Брешо к великому гневу хозяйки дома, попросив у профессора извинения за то, что он проявил так мало интереса к Бланке Кастильской. Все его внимание было поглощено вопросом, который он собирался задать художнику. Дело в том, что этот последний был в тот день на выставке другого, недавно скончавшегося художника, друга госпожи Вердюрен. Исван хотел узнать от него, ибо он ценил его вкус, действительно ли в последних работах покойника было нечто большее, чем виртуозность, так поражавшая публику уже на прежних его выставках. В этом отношении мастерство его было поразительно, но этот род искусства не кажется мне, как говорится, очень возвышенным, с улыбкой сказал Сван. Возвышенным до высоты учреждения перебил его катар с комической торжественностью воздев руки. Весь стол покатился с осмеху. Но не говорил ли я вам, что с ним и двух минут нельзя остаться серьезным, обратилась госпожа Вердюрен к Форшвилю. Когда вы меньше всего ожидаете, он вдруг преподносит вам вот такую шуточку. Но от ее внимания не ускользнуло, что Сван, и притом один только Сван, не смеялся. Ему было не особенно приятно, что катар поднял его насмех в присутствии Форшвиля. А тут еще художник, вместо того, чтобы дать Свану интересный ответ, что он вероятно сделал бы, если бы находился с ним наедине, предпочел вызвать дешевый восторг у остальных сотропезников, сострив насчет мастерства покойного мэтра. «Я подошел совсем близко к одной из его картин», сказал он, «чтобы рассмотреть, как это сделано, я уткнулся в нее носом. Как бы не так, вы ни за что не определите, чем это сделано, клеем, мылом, сургучом, солнечным светом, хлебным мякишем или дерьмом. И дюжина делает единицу», воскликнул доктор с некоторым опозданием, так что никто не понял соли его замечания. «Такое впечатление, точно его картины сделаны из ничего», продолжал художник. «Также невозможно открыть трюк, как в ночном дозоре или в регеншах, и кисть еще увереннее, чем у Рембрандта или у Гальса. «Там есть все и ничего, готов побожиться вам». И подобно певцам, которые, взяв самую высокую ноту, какая только в их средствах, продолжают оставшуюся часть арии фальцетом пиано, художник ограничился тем, что стал бромотать с улыбкой, как если бы действительно красота этой живописи заключала в себе нечто необыкновенно забавное. «Отлично пахнет, вам ударяет в голову, у вас дух захватывает, мурашки бегут по телу, и ни малейшего средства разгадать, как это сделано. Колдовство какое-то, трюк, чудо». Тут он громко расхохотался. «Это даже нечестно». Затем, сделав паузу и торжественно подняв голову, он заключил низким басом, стараясь по возможности придать своему голосу гармоничность. И это так лояльно. За исключением моментов, когда художник сказал «сильнее, чем ночной дозор», богохульство, вызвавшее протест у госпожи Вердюрен, считавший ночной дозор наряду с девятой и самофракии величайшими шедеврами, когда-либо созданными искусством, и сделано дерьмом, слова, после которых Форшвиль поспешно обвел взглядом сидевших за столом и, убедившись, что все в порядке, искривил губы жеманной одобрительной улыбкой, все присутствовавшие, кроме Свана, не отрывали от него восхищенных глаз. «Я положительно любуюсь им, когда он закусывает вот так у дела», воскликнула, когда он окончил госпожа Вердюрен. В восторге от того, что застольный разговор сделался таким оживленным в день первого визита в дом господина де Форшвиля. «Ну а ты почему же продолжаешь сидеть болваном, разиня рот?» накинулась она вдруг на мужа. «Ты ведь знаешь, что он может прекрасно говорить, когда захочет. Можно подумать, будто он в первый раз слушает вас», обратилась она к художнику. «Если бы вы видели его в то время, как вы говорили, он прямо пил ваши слова». «Завтра он наизусть повторит нам все, что вы слышали, не пропустив ни одного слова». «Нет, я совсем не шутил», запротестовал художник, восхищенный успехом своей речи. «У вас такой вид, будто вы думаете, что я вам все наврал, пустил вам пыль в глаза. Отлично, я поведу вас, чтобы вы сами посмотрели, и вы скажете тогда, преувеличил ли я. Бьюсь об заклад, что вы вернетесь в еще большем восторге, чем я». «Но мы нисколько не думаем, что вы преувеличиваете, мы хотим только, чтобы вы кушали, и чтобы мой муж тоже кушал. Положите господину Бишу еще комбалы, разве вы не видите, что она у него совсем простыла? господа». «Мы никуда не торопимся, вы подаете так, точно в доме пожар. Подождите немного, вы не предложили салат». Госпожа Катар, отличавшаяся скромностью и редко открывавшая рот, умела однако найти должное самообладание, когда счастливое вдохновение посылало ей на уста подходящее слово. Она чувствовала, что оно будет иметь успех, это сообщало ей уверенность, и она вступала в разговор не столько для того, чтобы блеснуть, сколько для того, чтобы быть полезной карьере мужа. Вот почему она подхватила слово «салат», только что произнесенное госпожой Вердюрен. «Ведь это не японский салат», сказала она в пол голоса, обращаясь к Адетте. Восхищенная и смущенная удачно сказанным словечком и смелостью, с какой она сделала таким образом тонкий, но прозрачный намек на новую пьесу Дюма, пользовавшуюся в городе успехом, она залилась очаровательным смехом простушки, не очень громким, но таким неудержимым, что несколько мгновений не могла совладать с собой. Кто эта дама? Она дьявольски остроумна, спросил Форшвиль. Это еще пустяки, вот мы покажем вам ее, если вы все пожалуете к нам обедать в пятницу. Вы сочтете меня ужасной провинциалкой, сударь, сказала госпожа Катар Свану. Но представьте, я еще не видела этой пресловутой Франсильон, о которой все так трубят. Доктор уже был на ней, я припоминаю, даже он мне сказал, что ему доставило огромное удовольствие провести вечер с вами. И я должна сознаться, что нахожу неразумным заставлять его тратить деньги на билеты и идти в театр вместе со мной, раз он уже видел эту пьесу. Конечно, никогда не приходится жалеть о вечере, проведенном во французской комедии. Там всегда так хорошо играют. Но так как у нас есть очень милые друзья, госпожа Катар редко называла собственные имена, считая это более изысканным, она ограничивалась выражениями «наши друзья», «моя приятельница» и произносила эти слова неестественным тоном с важным видом лица, называющего фамилии только в тех случаях, когда оно желает, которые часто имеют ложи и любезно приглашают нас на все новые пьесы, стоящие того, чтобы их посмотреть, то я вполне уверена, что рано или поздно увижу Франсильон и составлю о ней свое мнение. Должна однако признаться, что чувствую себя в довольно глупом положении, ибо куда я не прихожу, везде понятно только и говорят, что об этом злосчастном японском салате. Все эти разговоры начинают даже немножко утомлять, прибавила она, видя, что Сван проявляет гораздо меньше интерес, чем она рассчитывала к столь же вытрепещущей теме. Впрочем, нужно признаться, что пьеса это дает иногда повод для очень забавных шуток. У меня есть приятельница, большая чудачка, хотя очень хорошенькая женщина, пользующаяся большим успехом в обществе, всюду бывающая. Она рассказывает, что заставила свою кухарку готовить этот японский салат, кладя в него все то, о чем Александр Дюма сын говорит в своей пьесе. Она как-то пригласила к себе несколько знакомых отведать этот салат. К сожалению, я не была в числе избранных, но она подробно рассказала нам об этом в ближайший свой день. По-видимому, получилось нечто ужасно противное, все мы хохотали до слез. Но знаете, тут все зависит от того, как рассказать, нерешительно заметила госпожа Катар, видя, что Сван сохраняет серьезный вид. И предположив, что это объясняется может быть его равнодушием к Франсильон, она продолжала. Мне почему-то кажется, что я буду разочарована. Не думаю, чтобы эта пьеса могла сравниться с Сержем Панином, которого обожает госпожа Декресси. Вот это настоящая пьеса, такая глубокая, вызывает у вас столько размышлений, но давать рецепт салата на сцене французской комедии? Между тем, как Серж Панин? Впрочем, все, что выходит из-под пера Жоржа Оне, всегда так хорошо написано. Не знаю, видели ли вы железоделательного заводчика, которого я ставлю еще выше, чем Сержа Панина. Извините меня, иронически ответил ей Сван, но я должен признаться вам, что оба эти шедевра почти в равной мере оставляют меня равнодушным. Правда? Что же вы ставите им в упрек? Это ваше окончательное мнение? Может быть, вы находите эти вещи слишком грустными? Впрочем, как я постоянно говорю, никогда не следует спорить относительно романов и театральных пьес. Каждый видит вещи по-своему, и то, что вселяет вам крайнее отвращение я, может быть, люблю больше всего. Тут ее перебил Форшвиль, обратившийся с вопросом к Свану. В то время, как госпожа Катар говорила о Франсильон, Форшвиль выразил госпоже Вердюрен свое восхищение тем, что он называл маленьким спичем художника. «У вашего друга такая легкость слова, такая память», сказал он госпоже Вердюрен, когда художник окончил. Редко мне приходилось встречать что-либо подобное. Черт возьми, хотел бы я обладать такими способностями. Из него вышел бы первоклассный проповедник. Можно сказать, что вместе с господином Брешо у вас два отменных номера за сегодняшним обедом. Мне кажется даже, что как оратор художник заткнет, пожалуй, за пояс профессора. У него речь течет естественнее, не так книжно. Правда, попутно он употребляет немножко реалистические слова, но сейчас это как раз модно. Мне не часто случалось видеть, чтобы человек так ловко держал плевательницу, как мы выражались в полку, где, между прочим, у меня был товарищ, которого как раз ваш гость немножко напоминает мне. По поводу чего угодно, затрудняюсь даже назвать вам что-нибудь, ну хоть бы по поводу вот этой рюмки он мог болтать часами. Нет, не по поводу этой рюмки, я привел вам глупый пример, но по поводу, скажем, битвы под Ватерлоо или чего-нибудь другого в этом роде он преподносил вам попутно вещи, какие никогда бы не пришли вам в голову. Да, ведь Сван служил в этом самом спросила госпожа Вердюрен. Увы, нет, отвечал господин де Форшвиль, чтобы легче снискать благосклонность адетты, он был любезен со Сваном и решил воспользоваться этим случаем и польстить ему, заговорить о его аристократических знакомствах, но заговорить как светский человек благодушно критическим тоном, не делая при этом такого вида точно он поздравляет его с каким-то нечаянным успехом. Не правда ли, Сван, я никогда вас не вижу, но как же прикажете с ним видеться? Это животное вечно сидит то у Латремуй, то у Делом, то еще у кого-нибудь. Обвинение тем более не основательное, что уже в течение года Сван почти нигде не бывал, кроме Вердюренов. Однако имена лиц, с которыми Вердюрены не были знакомы, встречались ими неодобрительным молчанием. Господин Вердюрен, опасаясь тягостного впечатления, которое эти фамилии скучных, особенно произнесенные так бестактно перед лицом всех верных, должны произвести на его жену, украдкой бросил на нее беспокойный и озабоченный взгляд. Он увидел тогда, что госпожа Вердюрен в своем твердом намерении не считаться, не входить ни в какое соприкосновение с новостью, которая только что была сообщена ей, в своем непреклонном решении оставаться не только немой, но еще и глухой, как мы притворяемся глухими, когда провинившийся перед нами друг пытается ввернуть в разговор какое-нибудь извинение, выслушать которое беспрекословно значило бы принять его, или когда в нашем присутствии произносят запретное имя нашего заклятого врага, увидел, что госпожа Вердюрен, опасаясь как бы молчания ее не произвело впечатление попустительства и желая придать ему вид бессмысленного молчания неодушевленных предметов, вдруг сделала лицо свое совершенно безжизненным, совершенно неподвижным. Ее выпуклый лоб был теперь не больше, чем превосходная гипсовая модель, куда имя этих Латри Муй, у которых вечно пропадал Сван, никоим образом не могло проникнуть. Ее чуть сморщенный нос позволял увидеть две темные щелочки, вылепленные, казалось, в точном соответствии с жизнью. Казалось, что ее полуоткрытый рот вот-вот заговорит. Это был, однако, только восковой слепок, только гипсовая маска, только макет для памятника, только бюст для выставки во дворце промышленности, перед которым, наверное, останавливалась бы публика, с восхищением взирая на мастерство, с каким скульптору удалось сообщить почти папскую величественность белизне и суровости камня при изображении непререкаемого достоинства вердюренов в противовес достоинству Латри Муй и Делом, с которыми они вполне могли потягаться. Так же, как и со всеми вообще скучными людьми, какие только существуют на свете. Но мрамор в заключении оживился и дал понять, что нужно быть совсем небрезгливым, посещая эти семьи, где жена вечно пьяная, а муж настолько невежествен, что говорит «калидор» вместо «коридор». «Пусть меня озолотят, но я никогда не позволю, чтобы нога этих господ переступила порог моего дома», заключила госпожа вердюрен, окинув свана величественным взором. Конечно, она не ожидала от него безусловной капитуляции, слепого подражания святой простоте тетки пианиста, разразившейся восклицанием. «Падите швы! Удивительно, как это находятся люди, решающиеся ходить к ним? Ей-богу, мне было бы страшно, всяко может случиться. Как это люди могут быть неразборчивы, чтобы бегать за ними?» Но мог же он, по крайней мере, ответить подобно Форшвилю «черт побери, ведь она все же герцогиня, есть еще люди, на которых титул производит впечатление», что дало бы возможность госпоже Вердюрен воскликнуть. Но и пусть их на здоровье. Вместо этого Сван удовольствовался улыбкой, с видом ясно показывавшим, что он никак не может принять всерьез столь нелепое заявление. Господин Вердюрен, продолжавший украдкой бросать на жену беспокойные взгляды, с грустью видел и как нельзя лучше понимал, что она пылает гневом великого инквизитора, сознающего свое бессилие искоренить ересь. И вот в надежде принудить Свана к отречению, ибо мужество, с каким человек высказывает свое мнение, всегда кажется расчетом и трусостью в глазах тех, кому это мнение обращено, господин Вердюрен спросил его «Скажите откровенно ваше мнение, будьте спокойны, мы им не передадим». Сван ответил «Нет, я бываю там совсем не из страха перед герцогиней, если вы говорите о латре муй, смею уверить вас, что все ходят к ней с удовольствием, не скажу, чтобы она была глубокой». Он произнес слово «глубокий», как если бы оно означало что-нибудь смешное, ибо речь его продолжала сохранять те умственные привычки, которые его душевное обновление, отмеченное вспыхнувшей вдруг любовью к музыке, на время в нем убило, теперь он выражал иногда свои мнения с горячностью. Но я искренне уверяю вас, что она очень интеллигентна, а муж ее человек чрезвычайно начитанный. Это обаятельные люди». Тут госпожа Вердюрен, чувствуя, что одна эта измена навсегда отнимет у нее возможность утвердить полное единомыслие в кружке, не в силах была сдержаться. Взбешенная упрямством негодяя, не видевшего, какое страдание причиняют ей его слова, она в сердцах крикнула «Находите их разобаятельными, но, пожалуйста, не говорите этого нам». «Все зависит от того, что вы называете интеллигентностью», сказал Форшвиль, тоже пожелавший блеснуть. «Ну-ка, Сван, что вы понимаете под интеллигентностью?» «Вот именно», скричала Адетта, «это как раз одна из тех вещей, о которых я прошу его поговорить, но он всегда отказывается». «Но», запротестовал Сван, «какая дичь», воскликнула Адетта. «Рябчик или куропатка?» спросил доктор. «Для вас», продолжал Форшвиль, «интеллигентность это светская болтовня, это лица, умеющие пробраться в великосветские салоны». «Кончайте ваше жаркое, нужно убирать тарелки», резко сказала госпожа Вердюрен Саньету, который, погрузившись в размышления, забыл о еде. «И, может быть, несколько устыдившись взятого ею тона, не торопитесь, у вас есть еще время. Я сказала вам это, только чтобы не задерживать других». «Есть довольно любопытное определение интеллигентности», начал Брешо, громко отчеканивая слоги, у этого милого анархиста Фенелона. «Слушайте», обратилась госпожа Вердюрен к Форшвилю и к доктору. «Он сейчас сообщит нам определение интеллигентности Фенелона, это интересно, не всегда представляется случай услышать такие вещи». Но Брешо ожидал, чтобы Сван дал раньше свое определение. Сван сван однако молчал и, уклонившись таким образом от ответа, разрушил весь эффект блестящего словесного состязания, которым госпожа Вердюрен собиралась уже угостить Форшвиля. «Вот так же и со мной», капризно недовольным тоном сказала Адетта. «Я очень рада, что ни меня одну он не удостаивает ответа, считает неспособной понять его». «Скажите, эти латри муй, изображенные нам госпожой Вердюрен в таком непрезентабельном виде», спросил Брешо, энергично отчеканивая слова, «являются потомками тех важных господ, с которыми по ее признанию была так счастлива познакомиться ваша поклонница знати, почтеннейшая мадам де Савинье, на том основании, что это знакомство было полезно ее ». Правда, у Маркизы была и другая причина, являвшаяся для нее, вероятно, более существенной. Будучи прирожденной писательницей, она вечно была озабочена поисками колоритного материала. И в дневнике, который она регулярно посылала своей дочери, госпожа де Латримуй, хорошо осведомленная благодаря своим связям, изображается особой, делающей иностранную политику. «О, нет-нет, я уверена, что это только однофамильцы», заявила госпожа Вердюрен, пришедшая в совершенное отчаяние. Саньет, который, торопливо вручив метродотелю свою еще полную тарелку, снова погрузился в молчаливые размышления, наконец очнулся и со смехом стал рассказывать, как ему случилось однажды обедать вместе с герцогом Делатримуй, и как на этом обеде он вполне убедился в его невежестве. Герцог не знал даже, что Жорж Санд псевдоним женщины. Сван, чувствовавший искреннее расположение к Саньету, счел своим долгом сообщить ему несколько фактов относительно образованности герцога, доказывавших, что подобное невежество с его стороны есть вещь совершенно невозможная. Но вдруг он замолчал. Он понял, что Саньет вовсе не нуждался в этих доказательствах и отлично знал, что вся рассказанная им история есть чистейшая фантазия, по той простой причине, что только сейчас он выдумал ее. Превосходный человек страдал от того, что Вердюрены всегда находили его таким скучным. И так как он сознавал, что был на этом обеде еще более бесцветным, чем обыкновенно, то решил хоть под конец обеда сделать попытку развеселить общество. Он сдался так быстро, имел такой несчастный вид после крушения задуманного им эффекта и ответил Свану таким испуганным тоном, умолявшим не настаивать на отныне совершенно бесполезном опровержении «Да-да, вы правы, во всяком случае, даже если мною была допущена ошибка, это не преступление, надеюсь?» что Свану страшно захотелось утешить его, сказать, что его анекдот совершенно истинен и необыкновенно занимателен. Внимательно слушавший их доктор подумал было, что теперь самый подходящий момент сказать «Сенон Эверо». Но он не был достаточно уверен, правильно ли он запомнил слова и боялся напутать. После обеда Форшвиль подошел к доктору. «Она должно быть была не дурна, мадам Вердюрен. К тому же она женщина, с которой можно разговаривать, для меня это все. Конечно, она начинает немного расползаться, но мадам де Кресси, вот это я вам доложу штучка, она знает, что к чему. Ах, разрази меня гром, сразу видно, что у нее американский глаз, да. Мы говорим о мадам де Кресси, пояснил он господину Вердюрену, когда тот подошел к ним, посасывая трубку. Я полагаю, что как женское тело? Я предпочел бы иметь в постели это тело, а не раскат грома, торопливо произнес катар, уже в течение нескольких секунд, напрасно ожидавший, когда же Форшвиль переведет дух, чтобы вставить эту затасканную остроту, для которой он боялся не окажется подходящего повода, если тема разговора изменится. Он проговорил ее с той чрезмерной непринужденностью и уверенностью, которой мы часто пытаемся прикрыть холодность и легкое волнение, неизбежно сопровождающие затверженные слова. Форшвиль знал эту остроту, понял ее и рассмеялся. Что же касается господина Вердюрена, то он не поскупился на веселость, ибо с недавних пор нашел способ выражать ее, не похожий правда на способ практиковавшийся его женой, но столь же простой и столь же ясный. Едва только он начинал судорожно подергивать головой и плечами, как человек, надсаживающийся от хохота, так тотчас же закашливался, словно поперхнувшись дымом своей трубки. И не выпуская ее изо рта, он мог до бесконечности притворно задыхаться от неудержимого веселья. Так господин и госпожа Вердюрен, которая, слушая в это время художника, что-то рассказывавшего ей в другом конце комнаты, закатывала глаза перед тем, как уткнуться лицом в ладони, похожи были на две театральные маски, олицетворявшие веселье каждая по-своему. Господин Вердюрен поступил, впрочем, очень благоразумно, не вынув изо рта трубки, ибо катар, почувствовавший потребность на минуту отлучиться из комнаты, произнес в полголоса недавно услышанную им остроту, которую он неизменно повторял каждый раз, когда ему нужно было сходить в кабинет уединения. Мне нужно на минутку повидаться с герцогом Амальским, так что приступ кашля господина Вердюрена возобновился с еще большей силой. «Послушай, вынь трубку изо рта, ведь ты задохнешься, если будешь делать такие усилия сдерживать смех», озабоченно сказала госпожа Вердюрен, начавшая обносить гостей ликерами. «Какой обаятельный человек ваш муж, его остроумия хватит на четверых», обратился Форшвиль госпоже Катар. «Благодарю вас, благодарю вас, такой старый солдат, как я, никогда не откажется от рюмочки». «Господин де Форшвиль находит Адетту очаровательный», сказал Вердюрен жене. «Вы знаете, она очень хотела бы позавтракать как-нибудь вместе с вами. Мы это устроим, только, пожалуйста, ни слова об этом Свану. Вы знаете, он всегда немножко портит настроение. Понятно, отсюда не следует, что вы не должны приходить к нам обедать. Мы надеемся видеть вас очень часто. Скоро станет тепло, и мы часто будем кушать на открытом воздухе. Вам не покажется очень скучным иногда скромно пообедать с нами в Булонском лесу? Отлично, отлично, это будет очень мило. Да вы никак собираетесь сидеть сегодня без дела, молодой человек? Воскликнула она вдруг, обращаясь к юному пианисту, чтобы щегольнуть перед новеньким такого калибра, как Форшвиль, и своим умением сказать острое словцо, и своей тиранической властью надверными. Господин де Форшвиль только что говорил мне ужасные вещи о тебе, сказала госпожа Катар мужу, когда тот возвратился в гостиную. Доктор, все еще занятый мыслью о знатном происхождении Форшвиля, овладевший его умом с самого начала обеда, обратился к нему со следующими словами. «Я лечу в настоящее время одну баронессу, баронессу Путбус, ведь Путбусы участвовали в крестовых походах, не правда ли? У них есть где-то в помирании озеро величиною как десять площадей согласия. Я лечу ее от сухой подагры, она очаровательная женщина, госпожа Вердюрен как будто тоже знакома с ней». Это заявление позволило Форшвилю, когда он снова остался наедине с госпожой Катар, дополнить благоприятное суждение, составившееся у него относительно ее мужа. «И кроме того, он интересный человек, видно, что он знает свет. Ах, эти доктора, всегда им бывает известно столько интимных подробностей о людях». «Вам угодно, чтобы я сыграл фразу из сонаты для господина Свана?» спросил пианист. «Что, черт возьми, это может означать?» «Не это соната, надеюсь», воскликнул господин де Форшвиль, рассчитывая произвести эффект. Но доктор Катар, никогда не слышавший этого каламбура, не понял его и вообразил, что Форшвиль ошибся. Он быстро подошел к нему и поправил. «Нет, нет, говорят, не секренты сонатес, но секрент асонеттес», произнес он горячим, нетерпеливым и торжествующим тоном. Форшвиль разъяснил ему смысл каламбура. Доктор покраснел. «Не правда ли это неплохо, доктор?» «О, я давным-давно знал это», ответил Катар. Тут они замолчали. Возвещенное переливчатыми скрипичными тремоло, прикрывавшими ее появление дрожащими протяжными нотами на две октавы выше и подобно миниатюрному силуэту, идущей в долине женщины, замеченному нами в гористой местности в двухстах футах ниже нас по ту сторону с виду неподвижного, но головокружительно низвергавшегося водопада, стала обрисовываться коротенькая фраза, далекая, грациозная, огражденная непрестанно волнующимся, прозрачным, нескончаемым звуковым занавесом. Исван в самой интимной глубине своего сердца обратился к ней как к единственному существу, которому он доверял тайну своей любви, как к подруге одетты, которая, наверное, посоветовала бы ему не обращать внимания на этого Форшвиля. Ах, вы приехали слишком поздно, сказала госпожа Вердюрен в ответ на приветствие одного верного, которого она пригласила только к вечеру. Брешо был у нас сейчас бесподобен, воплощенное красноречие, но он уехал. Не правда ли, господин Сван? Я думаю, вы в первый раз встречаетесь с ним, сказала она с целью подчеркнуть, что именно ей Сван обязан знакомством с ученым. Не правда ли он прелестен, наш Брешо? Сван вежливо поклонился. Нет, он не заинтересовал вас? Сухо спросила госпожа Вердюрен. Нет, почему же, мадам, очень, я в восторге от него. Он только, пожалуй, немножко категорически высказывает свои суждения и немножко шумен на мой вкус. Хотелось бы, чтобы иногда он высказывался с большей осторожностью, с большей мягкостью, но чувствуется, что у него много знаний и в целом он производит впечатление очень симпатичного человека. Разошлись очень поздно. Первыми словами Катара жене были «Редко случалось мне видеть госпожу Вердюрен в таком ударе, как сегодня вечером». «Что такое, собственно, это, мадам Вердюрен? Сводня?» спросил Форшвилю художника, которому предложил отправиться домой вместе. Адетта с сожалением смотрела, как он уходил. Она не посмела отказать Свану проводить ее, но была в дурном настроении в экипаже и когда он спросил, можно ли войти к ней, отвечала, разумеется, нетерпеливо пожав плечами. Когда все гости разошлись, госпожа Вердюрен сказала мужу «Обратил ты внимание, каким дурацким смехом смеялся Сван, когда мы говорили о госпоже Латремуй?» Она заметила, что, произнося фамилию этой дамы, Сван и Форшвиль несколько раз опускали частицу «Д». Не сомневаясь, что это было сделано ими намеренно, с целью показать отсутствие почтительного преклонения перед титулами, госпожа Вердюрен желала бы подражать их независимому отношению к герцогине, но она не уловила в точности, какой грамматической формой должна выражаться эта независимость. И так как ошибочные обороты речи брали у нее верх над республиканской непримиримостью, то ей все еще невольно хотелось сказать «Де Латремуй», или скорее сделав сокращение в духе шансонеток или надписи под карикатурами затушевавших частицу «Де Латремуй». Но она вовремя спохватилась и сказала «Госпожа Латремуй». «Герцогиня», как говорит Сван, прибавила она с иронической улыбкой, показывавшей, что она только цитирует его слова, но не берет на себя ни малейшей ответственности за столь ребяческое и смешное величание. «Доложу тебе, что я нашла его непроходимым дураком». Господин Вердюрен поддержал ее. «Он неискренен, всегда лукавит, всегда виляет, всегда хочет устроить так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Полная противоположность Форшвилю. Вот это человек, говорящий вам в глаза то, что он думает. Вам это или нравится, или не нравится. Совсем не то, что этот господин, который вечно ни рыба, ни мясо. Впрочем, Адетта как будто отдает решительное предпочтение Форшвилю, и я вполне одобряю ее. И к тому же, если сван пытается разыгрывать перед нами роль светского человека, поборника герцогинь, то Форшвиль сам, по крайней мере, имеет титул. Он всегда остается графом де Форшвиль. Деликатно заключил он свою речь, как если бы, будучи хорошо знаком с историей этого титула, он сам тщательным образом взвешивал его относительную ценность. «Доложу тебе», продолжала госпожа Вердюрен, что он счел нужным направить несколько ядовитых и в достаточной мере нелепых замечаний по адресу Брешо. Понятное дело, раз он видел, что Брешо окружен любовью и уважением в нашем доме, то это было сделано с целью задеть нас, испортить наш обед. Знаю я таких. Сердечные друзья семьи, ругающие вас, на чем свет, едва только за ними закрылась дверь вашего дома. Но ведь я же всегда говорил это, сказал в ответ господин Вердюрен, это просто неудачник, ничтожество, которое завидует всему, что обладает какой-нибудь значительностью. В действительности ни один из верных не отличался большей благожелательностью к Вердюренам, чем с вам. Но все они предусмотрительно сдабривали свое злословие какими-нибудь общеизвестными остротами, небольшой дозой душевной теплоты и сердечного участия. Между тем, как малейшая сдержанность, которую позволял себе сван, не замаскированная в такие условные формулы, как «конечно, я не хочу сказать ничего дурного», сван гнушался унизить себя до них, казалось Вердюреном вероломством. Есть прекрасные оригинальные писатели, малейшая вольность которых возмущает публику, потому что они пренебрегли польстить ее вкусом и состряпать для нее общие места, которым публика привыкла. Точно такая же манера свана приводила в негодование господина Вердюрена. Как у этих писателей, новизна языка была качеством, вселявшим подозрения, будто весь он наполнен черными намерениями. Сван ничего не знал еще о немилости, грозившей ему со стороны Вердюренов, и продолжал видеть все их смешные ужимки в самом розовом свете через призму своей любви. Свидания с Адеттой, по крайней мере в большинстве случаев, происходили у него только по вечерам. Дневными посещениями он боялся утомить ее, но ему все же хотелось непрестанно занимать ее мысли, и каждую минуту он старался найти повод привлечь к себе ее внимание, но так, чтобы это было приятно ей. Если его пленяли на витрине цветочного или ювелирного магазина, цветочный куст или украшения из драгоценных камней, он тотчас решал послать Ихадетте, воображая, что удовольствие, доставленное ему ими, будет испытано также и ею, что она усилит ее нежные чувства к нему. И он приказывал немедленно отнести их на улицу Лаперус, чтобы ускорить минуту, когда, благодаря вручению ей этого подарка, он почувствует себя как бы находящимся подле нее. Особенно хотелось ему, чтобы этот подарок был получен ею до ухода из дому, так, чтобы ее признательность обеспечила ему более нежную встречу, когда он увидит ее у вердюренов. Или, может быть, даже, кто знает, если хозяин магазина выполнит его поручение с достаточной расторопностью, побудило ее прислать ему до обеда письмо, а то и лично посетить его, сделать ему неожиданный визит в знак благодарности. Как в прежние времена, когда притворно негодующими письмами он вызывал у адетты прилив особенной нежности, так теперь, пробудив в ней благодарность, он пытался извлечь из нее самые интимные частицы ее чувства, которые она никогда еще не открывала ему. Часто бывали у нее денежные затруднения, и тогда, оттеснимая кредиторами, она просила свана выручить ее. Он бывал счастлив помочь ей, как бывал счастлив сделать все, что могло укрепить в адетте представление о его любви к ней, или просто о его влиянии, о пользе, какой он способен был принести ей. Конечно, если бы в начале их знакомства кто-нибудь сказал ему, твое положение вот что привлекает ее, и в настоящее время только ради твоих денег она любит тебя. Он не поверил бы этому, да впрочем и не почувствовал бы большого негодования при мысли, что в глазах его знакомых она привязана к нему, они соединены друг с другом такими мощными силами, как снобизм или деньги. Но если бы даже он допустил такую возможность, ему пожалуй не причинило бы никакого страдания открытия, что любовь к нему адетты основывается на вещи более длительной, чем нежные чувства или привлекательные качества, которые она могла найти у него, на соображение выгоды, выгоды, которая навсегда предотвратит наступление дня, когда у нее могло бы возникнуть желание порвать с ним. В данную минуту, осыпая ее подарками, оказывая ей всевозможные услуги, он мог положиться на преимущества, не содержащиеся в его личности, в его уме, мог отказаться от изнурительных усилий делать привлекательным себя самого. И это наслаждение быть влюбленным, жить одной только любовью, реальностью, в которой он иногда сомневался, еще больше повышалось в его глазах, благодаря значительным в общем деньгам, которые ему приходилось платить за него, в качестве любителя нематериальных вещей. Вроде того, как люди, сомневающиеся, действительно ли зрелище моря и шум морских волн способны доставить им наслаждение, приобретают в этом уверенность, как равной в высоком благородстве и полнейшем бескорыстии своих чувств, уплачивая по сто франков в день за комнату в отеле, из которой можно наблюдать это зрелище и слышать этот шум. Однажды размышления такого рода привели ему на память время, когда кто-то охарактеризовал ему Адетту как женщину, живущую на содержании, и он снова позабавился сопоставлением этого странного персонажа, женщины, живущей на содержании, отливавшего радужными цветами сплава каких-то неведомых дьявольских качеств, украшенного словно одно из видений Гюстова Муро ядовитыми цветами в перемешку с драгоценными камнями, и Адетты, на лице которой он подмечал выражение тех же самых чувств жалости к несчастным, возмущения несправедливостью, благодарности за оказываемые ей услуги, какие он наблюдал когда-то на лице своей матери и на лицах своих друзей, Адетты, так часто касавшиеся в своих разговорах вещей, известных ему как нельзя лучше, его коллекций, его комнаты, его старого слуги, банкира, у которого он держал свои бумаги. Тут мысль о банкире напомнила ему, что скоро он должен будет обратиться к нему за деньгами. В самом деле, если в текущем месяце он не окажет Адетте такой щедрой помощи в ее материальных затруднениях, какая была оказана им в минувшем месяце, когда он подарил ей пять тысяч франков, и если не поднесет ей бриллиантового ожерелья, о котором она так мечтала, то убудет ее восхищение его щедростью, убавится ее признательность, наполнявшая его таким счастьем, и он рискует даже посеять в ней мысль, что сама его любовь к ней, как она может заключить об этом побольше скромности ее внешних проявлений, пошла на ущерб. Тогда он вдруг спросил себя, не если это как раз то, что называют содержанием женщины, как если бы понятие содержания могло быть действительно построено не из таинственных элементов распутства, а из самых повседневных мелочей его интимной жизни, вроде, например, тысячефранкового кредитного билета, такого простого и обыденного, разорванного и подклеенного, который его коммердинер, оплатив его счета и внеся деньги за квартиру, запер в ящик старого письменного стола, откуда Сван достал его и послал Адетти вместе с четырьмя другими такими же билетами. И нельзя ли приложить к Адетти с тех пор, как он познакомился с нею, ибо ни на одну секунду он не допускал, чтобы она могла раньше брать деньги от кого-нибудь другого, это так, по его мнению, несовместимый с нею эпитет, содержанка. Он не способен был исследовать эту мысль глубже, потому что приступ умственной лени, которая у него была наследственной и периодически посещала его, приводя часто к роковым последствиям, потушил в этот миг в его мозгу всякий свет с такой быстротой, с какой впоследствии, когда повсюду было проведено электрическое освещение, можно было выключить электричество в целом доме. Мысль его одно мгновение брела ощупью в потемках, он снял очки, вытер стекла, провел рукою по глазам и увидел свет, только оказавшись лицом к лицу с совсем другой мыслью, именно, что ему нужно постараться послать Адетте в ближайший месяц шесть или семь тысяч франков вместо пяти, просто для того, чтобы сделать ей сюрприз и обрадовать ее. В те вечера, когда Сван не оставался у себя дома в ожидании часа встречи с Адеттой у Вердюренов, или, вернее, в одном из излюбленных Вердюренами ресторанов на открытом воздухе в Булонском лесу и особенно в Сен-Клу, он шел обедать в один из тех элегантных домов, где был когда-то завсегдатаем. Он не хотел терять связи с людьми, которые, как знать, может быть, когда-нибудь окажутся полезными Адетте, и благодаря которым ему и теперь часто удавалось доставлять ей удовольствие. К тому же, так давно приобретенная им привычка к светскому обществу, к роскоши, поселила в нем, наряду с презрительным отношением к этому миру, острую потребность в нем. Так что в тот момент, когда самые скромные квартирки стали казаться ему совершенно равноценными пышным княжеским дворцам, чувства его настолько свыклись с этими дворцами, что ему было несколько не по себе, когда он находился в обстановке среднего буржуазного дома. Он относился совершенно одинаково, до такой степени одинаково, что они никогда не поверили бы этому, к мелким чиновникам, приглашавшим его на танцевальные вечера, лестница Д, пятый этаж, площадка налево, и к принцессе Пармской, задававшей самые блестящие балы в Париже. Но он не получал впечатления, что находится действительно на балу, помещаясь с отцами семейства в спальне хозяйки дома, и вид умывальников, прикрытых салфетками, и кроватей, превращенных в раздевальные, на парадные одеяла которых сваливались пальто и шляпы, действовал на него приблизительно так, как может подействовать в настоящее время на людей, уже два десятка лет привыкших к электрическому освещению, запах коптящей лампы или чадящего ночника. Когда он обедал в городе, то приказывал закладывать лошадей в половине восьмого. Переодеваясь, он все время думал об Адетте, так что не чувствовал себя в одиночестве, ибо постоянная мысль Адетте сообщала минутами, когда он находился вдали от нее, то же самое своеобразное очарование, какое было присущим минутам, проведенным в ее обществе. Он садился в экипаж, но чувствовал, что вслед за ним туда вскакивает его мысль и усаживается у него на коленях, как балованное животное, которое водят с собой повсюду, и которое будет сидеть подле него за обеденным столом, оставаясь незамеченным соседями. Он гладил и ласкал свою мысль, согревался ее теплом и, засовывая в петличку букетик голубков, ощущал некоторую томность, отдавался во власть нервной дрожи, щекотавшей ему шею и нос, и совсем для него новой. Чувствуя себя с некоторых пор нездоровым и печально настроенным, особенно после того, как Адетта познакомила Форшвиле с вердюренами, Сван хотел бы съездить в деревню немного отдохнуть. Но он не мог набраться мужества покинуть Париж хотя бы на один день, в то время как Адетта оставалась там. На дворе было жарко, стояли самые прекрасные весенние дни, напрасно колесил он по каменному городу, отправляясь с визитами закупоренные особняки. Перед глазами у него непрестанно стоял принадлежавший ему парк под Камбре, где с четырех часов дня, не доходя до рассадника спаржи, благодаря ветерку, веявшему с полей мезиглиза, можно было наслаждаться в тени грабовой беседки или на берегу пруда, опоясанного лентой незабудок и сабельника предвечерней свежестью, и где вокруг обеденного стола протягивались выращенные его садовником кусты смородины и розы. После обеда, если свидание в Булонском лесу или в Сен-Клу было назначено рано, сван, встав из-за стола, уезжал так поспешно, особенно, когда собирался дождь, и можно было опасаться, что верные разойдутся раньше обычного, что однажды принцесса Делом, у которой обедали поздно, и сван уходил еще до кофе, чтобы успеть встретиться с вердюренами на острове в Булонском лесу, заметила. Право, если бы свану было на тридцать лет больше, и он страдал недержанием мочи, то его поспешный уход можно было бы извинить, но все же он издевается над обществом. Он говорил себе, что очарование весны, которым он не может насладиться в Камбре, будет им найдено по крайней мере на Лебедином острове или в Сен-Клу. Но так как он мог думать только об Адетте, то не знал даже, ощутит ли он запах листьев и светила ли луна. Появление его приветствовалось коротенькой фразой из сонаты, исполнявшейся в саду на ресторанном рояле. Если рояля в саду не оказывалось, то Вердюрены принимали все меры, чтобы он был туда доставлен из кабинетов или из общей залы. Объяснялось это вовсе не тем, что Сван снова вошел к ним в милость, ничуть. Но мысль организовать затейливое развлечение для кого-нибудь, даже для человека, которого они не любили, вызывала у них во время необходимых приготовлений мимолетные и неглубокие чувства симпатии и сердечности. Иногда он говорил себе, что вот проходит еще один весенний вечер и принуждал себя взглянуть на деревья, на небо. Но возбуждение, в которое приводило его присутствие адетты, а также легкий озноб, не покидавший его с некоторых пор, лишали его спокойствия и душевного равновесия, этого необходимого фона для восприятия впечатлений, доставляемых нам природой. Однажды, приняв приглашение вердюренов пообедать вместе с ними, Сван заявил за столом, что на следующий день ему необходимо быть на банкете, устраиваемом группой его старых товарищей. В ответ на это заявление Адетта воскликнула во всеуслышание в присутствии Форшвиля, который был теперь одним из верных, в присутствии художника, в присутствии Катара. Да, я знаю, что у вас завтра банкет. Я увижу вас, значит, только у себя, но приходите не очень поздно. Хотя Сван никогда еще не относился сколько-нибудь подозрительно к знаком дружеского внимания Адетты, обращенным к тому или другому из верных, но ему было очень приятно, когда она признавалась таким образом при всех, со спокойным бесстыдством в их ежедневных вечерних свиданиях, в его привилегированном положении возле нее, то есть в том, что ему оказывается предпочтение. Конечно, Сван часто сознавал, что Адетта ни в какой мере не была женщиной замечательной, и верховная власть, которую он располагал над существом, стоявшим столь бесконечно ниже его, не содержала в себе ничего сколько-нибудь лесного, так что ею не стоило хвастать перед верными. Однако, с той поры, как он заметил, что многим мужчинам Адетта казалась женщиной обольстительной и желанной, обаяние, заключенное для них в ее теле, пробудила в нем мучительную потребность добиться безраздельной власти над нею, подчинить себе самые сокровенные движения ее сердца. И он начал придавать огромное значение минутам, проведенным у нее вечером, когда он усаживал ее себе на колени, заставлял говорить, что она думает о той или другой вещи, когда перебирал те единственные земные блага, обладание которыми было ему еще дорого. Вот почему после этого обеда он отвел Адетту в сторону и стал горячо благодарить ее, стараясь показать ей размерами своей признательности, какие огромные наслаждения она способна была доставить ему. Самым высшим из этих наслаждений было оградить его на время, пока будет длиться его любовь, и он будет уязвимым в этом отношении от приступов ревности. Когда он покинул на другой день банкет, шел проливной дождь, а между тем в его распоряжении была одна только Виктория. Кто-то из друзей предложил отвезти его домой в закрытом экипаже, и так как Адетта самым фактом его приглашения к себе вселила в него уверенность, что она никого не ожидает, то он мог бы с душевным удовлетворением и спокойным сердцем возвратиться домой спать, вместо того, чтобы ехать таким образом под дождем Виктории. Но вдруг Адетта, увидя, что он недостаточно дорожит своим правом проводить с нею всегда, без единого исключения конец вечера, перестанет уделять ему эти поздние часы как раз в то время, когда они будут особенно необходимы ему. Он приехал к ней после одиннадцати часов, и в ответ на извинения, что он не мог вырваться раньше, Адетта стала жаловаться, что действительно сейчас очень поздно, гроза вызвала у нее недомогание, головную боль. Она объявила, что не позволит ему оставаться больше получаса и в двенадцать часов выпроводит вон. Вскоре она почувствовала усталость и захотела спать. «Значит сегодня не будет катлей?» спросил он. «А я так рассчитывал на одну хорошенькую маленькую катлию». Но она ответила немного раздражительным и нервным тоном. «Нет, дорогой, не нужно сегодня катлей, разве ты не видишь, что я больна? Может быть, тебе от этого станет лучше, но впрочем, я не настаиваю». Она попросила его потушить свет перед уходом, он задернул занавески у ее кровати и удалился. Но когда он возвратился домой, ему вдруг пришло в голову, что, может быть, Адетта ожидала кого-нибудь сегодня вечером, что она только притворилась усталой и попросила его потушить свет только для того, чтобы внушить мысль, будто она собирается спать, что тотчас по его уходе она вновь зажгла огонь и впустила того, кто должен был провести с нею ночь. Он взглянул на часы. Прошло уже почти полтора часа с тех пор, как он покинул ее. Он вышел из дому, взял извозчика и велел ему остановиться у самого ее дома в переулке перпендикулярном той улице, куда выходила задняя часть ее дома и откуда он стучал иногда в окно ее спальни, чтобы она вышла ему открыть. Он сошел с экипажа. Было совершенно пустынно и темно в этом квартале. Едва только сделав несколько шагов, он очутился у самого ее дома. Посреди ряда тускло блестевших окон, за которыми свет давно уже был погашен, он увидел только одно, откуда изливался сквозь щели ставень, как бы выжимавших из него таинственный золотистый сок, свет, который наполнял комнату. И столько раз, едва только он издали замечал его, дойдя до этой улицы, радовал его сердце и возвещал ему, она там и ожидает тебя. И который теперь терзал его, говоря ему, она там с тем, кого она ожидала. Он хотел узнать, с кем именно. Прокрался вдоль стены до окна, но не мог ничего увидеть между косыми полосами решетчатых ставень. Расслышал только в тишине ночи ночные звуки разговора. Как он страдал при виде этого света, в золотистой атмосфере которого двигалась по ту сторону наглухо закрытого окна невидимая омерзительная парочка, при звуках доносившихся до него голосов, выдававших присутствие того, кто проник туда после его ухода. Лживость адетты и наслаждение, которое в этот миг она вкушала с незнакомцем. И все же он был доволен тем, что пришел. Душевная мука, вынудившая его бежать из дому, потеряв неопределенность, потеряла также и остроту. Теперь, когда другая жизнь адетты, над которой впервые в этот миг для его бессильных взоров внезапно приоткрылась завеса, была вот здесь, рядом, так что он почти прикасался к ней, ярко освещенная лампой, в несознаваемом ею плену у этой комнаты, куда, если он захочет, он может проникнуть и захватить ее врасплох. Или скорее он постучит в ставню, как он часто делал это, когда приходил очень поздно. Таким образом, Мадетта будет осведомлена, по крайней мере, что ему все известно, что он видел свет и слышал разговор. И он минуту тому назад, представлявший ее себе, насмехавшийся над ним и радовавшийся вместе с другим тому, как ловко ей удалось провести его, он видел теперь, как, продолжая пребывать в своем заблуждении, они сами были проведены и пойманы в западню никем иным, как им сваном, который, по их мнению, был за версту отсюда, между тем, как он находился здесь, своей собственной особой и знал уже, что сейчас постучит в ставню. И, может быть, то почти приятное ощущение, которое он испытывал в настоящий момент, было совсем не успокоением сомнения, не облегчением боли, может быть, оно было удовольствием чисто интеллектуального порядка. Если с тех пор, как он стал влюбленным, вещи вновь приобрели для него до некоторой степени привлекательность, которую он находил в них когда-то, но только в тех случаях, когда они бывали освящены мыслью, воспоминанием об Адетте, то теперь ревность оживляла в нем другую способность его любознательной юности, страсть к истине, но и истине, тоже помещавшейся между ним и его любовницей, получавшей свой свет только от нее, истине чисто личной, единственным объектом которой, бесконечно драгоценным и почти лишенным субъективной окраски в своей абсолютной красоте, были поступки Адетты, ее знакомства, ее планы, ее прошлое. Во всякий другой период его жизни повседневные поступки и слова какого-нибудь лица всегда казались Ванну лишенными значения. Если ему передавались сплетни о таких вещах, он пропускал их мимо ушей, а когда слушал их, то интерес к ним проявляла только самая низменная, самая вульгарная часть его ума. В такие минуты он явственно ощущал свою посредственность. Но в этом странном периоде любви личность другого человека приобретает такую необыкновенную глубину, что любопытство по отношению к самым мелким подробностям повседневных занятий какой-то заурядной женщины, пробуждение которого он теперь чувствовал в себе, было тем самым любопытством, с каким он изучал когда-то историю. И все поступки, которых он устыдился бы до сих пор, выслеживание под окном, а завтра, кто знает, может быть, искусно заданные вопросы каким-нибудь случайным свидетелем, подкуп слуг, подслушивание у дверей, казались ему теперь подобно расшифрованию текстов, сопоставлению показаний и интерпретации старинных памятников, только методами научного исследования, обладающими бесспорной логической ценностью и вполне позволительными при отыскании истины. Собираясь уже стукнуть в ставню, он почувствовал приступ стыда при мысли, что Адетта узнает о его подозрениях, о его возвращении, о его стоянии под окном на улице. Она часто говорила ему о том, как противны ей ревнивые мужчины, выслеживающие любовники. Поступок, который он собирался совершить, был крайне бестактным, и отныне она навсегда возненавидит его. Между тем, как сейчас, в настоящую минуту, покуда он еще не постучал, она, может быть, даже его обманывая, любит его. Сколь часто возможное счастье приносится таким образом в жертву нетерпеливо требуемому немедленному наслаждению. Но желание знать истину было сильнее и показалось ему более благородным. Он был уверен, что за этим изборожденным световыми полосками окном, как затесненным золотом переплетом одной из тех драгоценных рукописей, к самому художественному богатству которых обращающийся к ним ученый не в силах отнестись равнодушно, можно прочесть какие-то важные события, заточное восстановление которых он отдал бы жизнь. Он испытывал страстное желание знать до глубины души волновавшую его истину, заключенную в этом единственном летучем и драгоценном списке на этой просвечивающей странице такой прекрасной, так согретой жизненным теплом. И к тому же преимущество, которое он чувствовал, которое так жадно хотел чувствовать, над ними заключалось, может быть, не столько в знании, сколько в возможности показать им, что он знает. Он стал на цыпочке, стукнул. Его не услышали, он стукнул еще раз, сильнее. Разговор оборвался. Мужской голос, он напряг слух, чтобы различить, кому из известных ему знакомых адетты он мог принадлежать. Спросил, кто там. Ему не удалось разобрать. Он стукнул еще раз. Окно открылось, затем открылись ставни. Теперь было поздно идти на попятный, и так как сейчас она узнает все то, чтобы не показаться слишком несчастным, слишком ревнивым и любопытным, он крикнул небрежным и веселым тоном. Не беспокойтесь, я проходил мимо, увидел свет и захотел узнать, лучше ли вам. Он взглянул. Перед ним в окне стояли два старика, один из них с лампой в руке, и тогда он увидел комнату, комнату незнакомую. Привыкнув во время поздних своих посещений адетты узнавать ее окно по тому признаку, что из всех похожих окон оно одно только было освещено, он ошибся и постучал в следующее окно, принадлежавшее соседнему дому. Кое-как извинившись, он удалился и поспешил домой, обрадованный тем, что удовлетворение его любопытства не нанесло их любви никакого ущерба, и что после столь продолжительной симуляции некоторого равнодушия к адетте, он не дал ей проявлением ревности доказательства чрезмерной любви к ней, доказательства навсегда освобождающего любовника, который получает его, от обязанности любить достаточно сильно. Он ничего не сказал ей об этом злоключении, сам даже перестал думать о нем, но по временам мысли его блуждая, встречали на своем пути незамеченное ими воспоминание, задевали его, погружали глубже, Исван внезапно чувствовал глухую боль. Боль это была как бы физической, но мысль Свана была бессильно облегчить ее, но хорошо, если бы она была только физической, ибо физическая боль независима от мысли, мысль может сосредоточиться на ней, констатировать, что она уменьшилась, что она на мгновение прекратилась. Его же боль мысль воссоздавала, воссоздавала простым припоминанием ее. Решение не думать о ней само было мыслью о ней, само заставляло страдать от нее. И когда в разговоре с друзьями он забывал свою боль, вдруг чье-нибудь случайное слово искажало ему лицо, как оно искажается у раненого, когда чья-нибудь неловкая рука неосторожно прикасается к больному месту. Покидая Адетту, он бывал счастлив, чувствовал спокойствие, вспоминал насмешливые улыбки, с какими она говорила о том или другом из их знакомых, и улыбки нежные, обращенные к нему. Вспоминал тяжесть ее головы, которую она выводила из положения равновесия и наклоняла, роняла почти против воли на его губы, как сделала это впервые в экипаже, вспоминал томные взгляды, которые она бросала на него, находясь в его объятиях, и то и дело зябко прижимаясь к его плечу своей склонившейся головой. Но тотчас его ревность, словно она была тенью его любви, рисовала ему двойника этой новой улыбки, которую она приветствовала его не далее, как сегодня вечером, и которая теперь напротив насмехалась над Сваном и была полна любви к другому. Этого наклона головы, но в сторону других губ и всех знаков нежности, выказанных ею к нему, и дарим их теперь другому. И все сладостные воспоминания, которые он уносил от нее, являлись как бы эскизами, набросками, подобно тем, что представляет декоратор, позволявшими Свану составить себе представление об иступленных или замирающих позах, которые она могла принимать в чужих объятиях. Доходило до того, что он начинал сожалеть о каждом наслаждении, которое он вкушал с нею, о каждой продуманной им ласке, сладости которой он имел неблагоразумие ей признаваться, о каждой прелести, которую он открывал в ней, ибо он знал, что мгновение спустя они обогатят новыми орудиями его пытку. Пытка эта делалась еще более жестокой, когда Сван припоминал одно беглое выражение, впервые подмеченное им несколько дней тому назад в глазах Адетты. Это было после обеда у Вердюренов. От того ли, что Форшвиль, почувствовав, в какой у них немилости саньет, его зять решил избрать его своей мишенью и блеснуть перед ними на его счет, от того ли, что он был раздражен неудачным замечанием, которое саньет сделал ему, хотя это замечание прошло незамеченным остальными гостями, не понимавшими, какой оскорбительный намек оно могло заключать в себе, тем более, что саньет произнес его без всякой задней мысли, от того ли, наконец, что с некоторых пор Форшвиль искал повода выпроводить из дома человека, который знал о нем слишком много и был настолько деликатен и благороден, что в иные минуты он чувствовал себя смущенным одним только его присутствием. во всяком случае он ответил на это неудачное замечание саньета так грубо, начав пересыпать свои слова оскорблениями и все более подзадориваемый по мере того, как он кричал громче, испуганным и страдальческим видом, а также мольбами своей жертвы, что несчастный саньет, спросив у госпожи Вердюрен, может ли он оставаться, и не получив ответа, удалился, невнятно бормоча извинения, со слезами на глазах. Адетта безучастно созерцала всю эту сцену, но когда дверь за саньетом закрылась, она, так сказать, понизила на несколько ступенек обычное выражение своего лица, чтобы в смысле пошлости оказаться на уровне Форшвиля. В глазах ее блеснула лукавая улыбка, одобрявшая дерзкую выходку Форшвиля и проникнутая ироническим сожалением по отношению к его злополучной жертве. Она бросила на Форшвиля взгляд соучастницы в преступлении, так явственно говоривший, ну, с ним теперь покончено, или я ничего в этом не понимаю. Обратили вы внимание на его пристыженный вид, он плакал на взрыд, что Форшвиль, встретив этот взгляд, мгновенно отрезвел от гнева или симуляции гнева, которым он еще пылал, улыбнулся и ответил. Ему стоило только быть любезным, и он находился бы еще здесь. Хороший урок может быть полезным в любом возрасте. Однажды, выйдя после завтрака сделать визит какому-то своему знакомому и не застав его дома, Сван, никогда не бывавший у Адетты в этот час, вздумал навестить ее, зная, что она всегда проводит это время дома, отдыхая после завтрака или занимаясь писанием писем в ожидании чая. Ему очень хотелось на минутку повидать ее, если это ее не побеспокоит. Швейцар сказал ему, что она вероятно дома. Он позвонил, ему показалось, что он услышал шум, услышал шаги, но ему не открыли. Расстроенный, раздраженный, он отправился на уличку, куда выходил другой фасад дома и стал под окном спальни Адетты. Занавески мешали ему что-либо разглядеть, он громко постучал в окно, стал кричать, никто не открыл ему. Он увидел, что начинает привлекать к себе внимание соседей и ушел, думая, что в конце концов он может быть ошибся, когда ему послышался шум шагов. Но подозрения до такой степени заполнили его мысли, что он не мог думать ни о чем другом. Через час он возвратился к ней, он застал ее дома. Она сказала ему, что была у себя, когда он звонил, но спала. Колокольчик разбудил ее, она догадалась, что это был сван, побежала встретить но он уже ушел. Она конечно слышала стук в окно. Сван сразу обнаружил в этом рассказе обрывки подлинного факта, которыми утешаются захваченные врасплох лжецы, вводя их в состав выдуманного ими ложного факта, в уверенности, что они без затруднения могут быть включены туда и сообщить всему их рассказу правдоподобность. Конечно, когда Адетта совершала поступок, которого она не хотела открывать, она всячески старалась поглубже затаить его в себе. Но едва только она оказывалась в присутствии того, кому она хотела солгать, так тотчас ее охватывало беспокойство, все мысли ее путались, всякая изобретательность и сообразительность бывала парализована. Она находила у себя в голове одну только пустоту. Между тем, нужно было что-то сказать, и в пределах ее достижения оказывался как раз тот факт, что она хотела скрыть, и который, будучи истинным, один только оставался в ее распоряжении. Она отрывала от него небольшой кусочек, сам по себе не имевший никакого значения, говоря себе, что в конце концов это наилучший выход, так как рассказанная ею подробность подлинная и следовательно таит в себе меньше опасности, чем подробность ложная. Это, по крайней мере, правда, говорила она себе. Правда всегда лучше. Он может собрать справки и убедиться, что это правда. Эта подробность во всяком случае меня не выдаст. Она ошибалась. Эта подробность выдавала ее. Она не отдавала себя отчета, что у этой подлинной подробности были углы, которые умещались только в смежные куски подлинного факта, откуда она произвольно вырвала ее. Углы, которые, каковы бы ни были вымышленные подробности, среди коих она помещала ее, всегда способны были выдать своими торчащими концами и незаполненными пустотами, что настоящее место этой подлинной подробности было отнюдь не среди них. Она признается, что слышала мой звонок, затем стук, и угадала, что это я. Она желала видеть меня, говорил себе сван, но все это не вяжется с тем фактом, что она меня не впустила. Он однако не привлек ее внимания к этому противоречию, ибо думал, что предоставленная себе самой, адетта выскажет, может быть, какую-нибудь ложь, которая послужит ему слабой уликой истины. Она говорила, он не перебивал ее, жадно и благоговейно собирал эти терзавшие его слова, все время лившиеся из ее уст, чувствуя, и правильно чувствуя, ибо говоря ему их, она все время прятала за ними истину. Что подобно завесе перед святилищем, они хранят смутный отпечаток, намечают неясные очертания этой бесконечно драгоценной и, увы, не поддающейся открытию истины. Того, что она делала сегодня в три часа, когда он пытался проникнуть к ней. Истины, от которой он никогда не будет владеть ничем, кроме этих лживых, неразборчивых и божественных следов, и которая не существовала больше нигде, кроме скрытной памяти этого существа, созерцавшего ее в совершеннейшем неведении ее ценности, но ни за что не согласившегося открыть ее ему. Конечно, временами он сильно сомневался, чтобы повседневные занятия адетты способны были возбудить сами по себе особенно жгучий интерес, и чтобы отношения, которые она могла иметь с другими мужчинами, излучали естественно, постоянно и обязательно для всякого мыслящего существа болезненную печаль, способную довести до лихорадочного бреда о самоубийстве. В такие минуты он отдавал себе отчет, что этот интерес, эта печаль существовали только в нем подобно болезни, и что когда болезнь эта будет вылечена, то поступки адетты, поцелуи, даримые ею, снова станут такими же безобидными, как поцелуи стольких других женщин. Но сознание, что источник мучительного любопытства, с каким он относился теперь к ним, заключается только в нем самом, было недостаточно для того, чтобы заставить его признать неразумными отношения к этому любопытству как вещи важной и затрату огромных усилий для его удовлетворения. Дело в том, что Сван приближался к тому возрасту, философия которого, подкрепляемая философией эпохи, а также среды, окружавшей Свана в течение большей части его жизни, круга лиц, группировавшихся вокруг принцессы Делом, где считалось установленным, что человек тем умнее, чем больше он сомневается во всем, и где неоспоримой реальностью признавались только вкусы каждого, являлась уже не философией юноши, но философией позитивной, почти медицинской, свойственной людям, которые вместо вынесения наружу предметов своих стремлений, пытаются выделить из уже прожитых ими годов некоторые отстоявшиеся осадок привычек и страстей, рассматривают их как характерные и неизменные свойства своей личности и прилагают самые решительные усилия к тому, чтобы избранный ими род жизни мог прежде всего принести им удовлетворение. Сван находил благоразумным считаться в своей жизни с муками, причинявшимися ему незнанием того, что делала Адетта, совершенно так же, как он относился внимательно к обострению своей экземы, вызывавшемуся влажным климатом. Находил благоразумным предусматривать в своем бюджете расходование значительной суммы на получение сведений относительно время препровождения Адетты, без каковых он чувствовал бы себя несчастным, совершенно так же, как он оставлял ее на другие свои прихоти, удовлетворение которых он знал, может доставить ему удовольствие, по крайней мере в то время, когда он еще не был влюблен, например, на коллекционирование или на хорошую кухню. Когда он хотел проститься с Адеттой и ехать домой, она стала упрашивать его посидеть еще немного и даже удержала Свана силой, схватив его за руку в тот момент, как он собирался открыть дверь и выйти. Но он не придал этому значения, ибо неизбежно бывает так, что из множества жестов, реплик и других мелочей, наполняющих разговор, мы оставляем без внимания, не замечая в них ничего такого, на чем стоило бы останавливаться. Те, что скрывают в себе истину, ощупью, разыскиваемую нашими подозрениями и останавливаемся напротив на таких, которые не таят в себе ровно ничего. Она все время повторяла ему, какая жалость, ты никогда не приходишь ко мне днем, и единственный раз, когда это случилось, я не увидела тебя. Он хорошо знал, что она не настолько была влюблена в него, чтобы выражать ему слишком живое сожаление по случаю неудачи его визита, но так как она была добра, всегда расположена доставить ему удовольствие и часто печалилась, когда вызывала у него досаду, то он нашел вполне естественным, что она опечалилась и в этом случае, лишив его удовольствия провести час в ее обществе. Удовольствие очень большого, не для нее правда, но для него. Впрочем, это было весьма малосущественным обстоятельством и не оно послужило причиной того, что скорбное выражение, не сходившее с ее лица, в заключение поразило его. Она напоминала ему таким образом больше, чем когда-либо женские лица автора весны. У нее был в эту минуту их поникший и удрученный вид, вследствие которого они кажутся изнемогающими под непосильным для них бременем какого-то горя, между тем, как они просто дают поиграть младенцу Иисусу гранатом или смотрят, как Моисей наливает воду в каменный желоб. Он Он видел однажды на лице ее такую печаль, но не знал когда именно. И вдруг вспомнил, это было когда Адетта лгала госпожа Вердюрен на другой день после того обеда, на котором она не присутствовала, будто бы под предлогом нездоровья, а на самом деле потому, что проводила время наедине со сваном. Конечно, будь она даже самой совестливой женщиной, она едва ли могла чувствовать угрызение по поводу столь невинной лжи. Но Адетте случалось говорить и гораздо менее невинную ложь с целью помешать открытиям, которые могли поставить ее в весьма неприятное положение по отношению к тем или другим из ее знакомых. Вот почему когда она лгала, охваченная страхом, чувствуя себя слабо вооруженной для защиты, неуверенная в успехе, то ей очень хотелось плакать от усталости, как плачут иногда невыспавшиеся дети. Кроме того, она знала, что ложь ее обыкновенно тяжело оскорбляла человека, которому она лгала, и в полной власти которого могла оказаться, если лгала плохо. Поэтому она чувствовала себя в его присутствии униженной и виноватой. И когда ей случалось говорить незначительную ложь по поводу несоблюдения какой-нибудь мелкой светской условности, то в силу ассоциации ощущений и воспоминаний она испытывала неприятное чувство переутомления и раскаяния в совершенном дурном поступке. Какую же уничижительную ложь плела она теперь свану, ложь, являвшуюся причиной этого скорбного взгляда, этого жалобного голоса, казалось, изнемогавших от производимых ею над собой усилий и просивших пощады. У него было впечатление, что она силится скрыть от него не только правду по поводу происшедшего сегодня днем события, но нечто более существенное, нечто может быть еще не случившееся, но готовое случиться каждую минуту и способное пролить свет и на сегодняшнее событие. В этот момент раздался звон колокольчика. Адетта продолжала говорить безумолку, но слова ее превратились в сплошной стон. Ее сокрушение по поводу того, что она не увидела свана днем, не открыла ему, обратилась в подлинное отчаяние. Послышался шум закрываемой входной двери, и с улицы донесся звук экипажа, как если бы кто-то уезжал. По всей вероятности тот, кого Сван не должен был встречать, после того, как ему было сказано, что Адетты нет дома. Тогда, увидев, что одним только своим приходом в необычный час он произвел такое смятение, расстроил столько вещей, о существовании которых он не должен был знать, которое она желала скрыть от него, он почувствовал упадок духа, почти отчаяние. Но так как он любил Адетту, так как он привык обращать к ней все свои помыслы, то жалость, которую он должен был наполниться к себе самому, он почувствовал только к ней и пробормотал. Бедняжка! Когда он наконец спростился с ней, она взяла несколько писем, лежавших на столе и спросила, не может ли он сдать их на почту. Он взял их и, возвратившись домой, заметил, что письма остались у него. Тогда он снова вышел на улицу, отправился на почту, вынул их из кармана и, прежде чем опустить в ящик, взглянул на адреса. Все они были написаны разным поставщикам, за исключением одного, письма к Форшевилю. Он держал его в руке, говорил себе, если я увижу, что там внутри, то узнаю, как она называет его, что она говорит ему, если действительно что-нибудь между ними. Может быть, даже не заглянув в него, я совершаю неделикатность по отношению к адетте, ибо это единственный способ избавиться от подозрения, может быть, совсем не основательного, но во всяком случае способного причинить ей страдания, и которое уже ничем не может быть рассеяно после того, как письмо будет опущено в ящик. Сван покинул почту и возвратился домой, оставив в кармане это последнее письмо. Он зажег свечу и приблизил к ней конверт, который не посмел вскрыть. Сначала ему не удалось разобрать ничего, но конверт был тонкий, и прижимая его к плотному листу почтовой бумаги, лежавшей внутри, он мог прочесть несколько последних слов. Это была весьма холодная заключительная формула. Если бы не он заглянул в письмо, адресованное Форшвилю, а Форшвиль прочел бы письмо, обращенное к Свану, то он мог бы увидеть совсем другие слова, гораздо более нежные. Он крепко держал листок почтовой бумаги, танцевавшей в конверте большего формата, чем он, затем, подвигая его большим пальцем, он стал подводить одну за другую его строчки под ту часть конверта, где не было подкладки, сквозь которую только и можно было что-нибудь разобрать. Несмотря на такой прием, буквы были видны недостаточно отчетливо. Впрочем, это было и неважно, потому что ему все же удалось разобрать, что речь там идет о каком-то совершенно незначительном событии, не имевшем никакого отношения к любви. Адетта писала что-то по поводу своего дяди. Сван ясно разобрал начало строчки. Я принуждена была, но не понимал, что именно Адетта принуждена была сделать, как вдруг одно слово, которое он не мог сначала расшифровать, ясно обрисовалось перед ним и осветило смысл целой фразы. Я принуждена была впустить, это был мой дядя. Впустить, значит Форшвиль был у нее, когда Сван звонился, и она выпроводила его, откуда и шум, который он слышал. Тогда он прочел все письмо. В конце она извинялась за свое столь бесцеремонное обращение с Форшвилем и писала ему, что он забыл у нее папиросы, буквально то же самое, что писала Свану после одного из первых его визитов. Но Свану она прибавила «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно». В письме к Форшвилю не было этого добавления. Там не было ни одного намека, дававшего основания предположить на личность какой-либо интриги между ними. К тому же, по правде говоря, Форшвиль был тут обманут гораздо больше, чем он сам. Потому что Адетта послала это письмо с тем, чтобы уверить его, будто посетителем был ее дядя. Таким образом выходило, что именно он, Сван, был человеком, с которым она считалась и ради которого спровадила другого. И все же, если между Адеттой и Форшвилем ничего не было, то почему ей было не впустить его сразу? Почему она говорила, я должна была открыть, это был мой дядя? Должна. Если она не сделала ничего дурного в этот момент, то как вообще Форшвилю могло прийти в голову, что она не должна впускать к себе никого? Опечаленный, растерянный, все же счастливый, Сван сидел некоторое время перед этим конвертом, который Адетта без колебания вручила ему. Так безусловно доверяла она его деликатности. Через прозрачное окошечко в этом конверте открывался ему вместе с тайной происшествия, в которую он отчаялся когда-нибудь проникнуть, кусочек жизни Адетты. Словно сквозь узенькую светлую щелочку, прорезанную в самом неведомом. И его ревность обрадовалась этому открытию, как если бы она была независимым существом, эгоистическим, жадно пожиравшим все, что способно было питать ее, хотя бы насчет самого Свана. Пища пища у нее была теперь вдоволь и Сван каждый день мог вновь испытывать беспокойство относительно визитов, которые Адетта принимала около пяти часов, мог разузнавать, где находится Форшвиль в этот час. Ибо любовь Свана к Адетте продолжала сохранять характер с самого начала наложенный на нее неведением, в котором он пребывал относительно время препровождения Адетты, а также умственной ленью, мешавшей ему восполнить неизвестное воображением. Сначала он не ревновал всей жизни Адетты, но только те моменты ее, когда какое-нибудь обстоятельство, может быть даже неверно им истолкованное, приводило его к предположению, что Адетта, пожалуй, обманывает его. Его ревность, подобно Спруту, выпускающему сначала одно свое щупальце, затем другое, затем третье, прочно присасывалось к одному определенному моменту, к пяти часам вечера, затем к другому, затем к третьему. Но Сван не умел измышлять страданий, все они сводились к воспоминаниям, все были увековечением страдания, пришедшего к нему извне. Но этим путем страдания приходили к нему в изобилии. Он хотел разлучить Адетту с Форшвилем, увезти ее на несколько дней на юг. Но ему казалось, что она явится предметом желания всех мужчин, находившихся в гостинице, и что сама она желает их. И вот Сван, который искал когда-то во время путешествия новых людей, посещаемых публикую мест, теперь обратился в нелюдима, бежал общество, как если бы оно жестоко оскорбило его. И как же ему было не сделаться мизантропом, если во всяком мужчине он видел возможного любовника Адетты. Так ревность еще больше, чем страстное и радостное желание, которое он чувствовал сначала к Адетте, меняло характер Свана. И делало совершенно неузнаваемыми в глазах окружающих даже внешние проявления этого характера. Через месяц после прочтения письма Адетте к Форшвилю, Сван отправился на обед, который Вердюрены давали в Булонском лесу. Когда все уже собирались расходиться, он обратил внимание на секретные переговоры между госпожой Вердюрен и некоторыми из ее гостей и расслышал, как пианисту напоминали непременно принять участие в завтрашней поездке в Шату. Между тем он, Сван, не получил на нее приглашения. Вердюрены все время говорили в полголоса неопределенными фразами, но художник, вероятно, по рассеянности воскликнул. Не нужно никакого освещения, пусть он играет лунную сонату в темноте, чтобы ничем не отвлекалось внимание. госпожа Вердюрен, увидя, что Сван стоит в двух шагах, приняла то выражение, когда желание заставить говорящего замолчать и в то же время сохранить в глазах слушающего невинный вид, выливается в деланную беззаботность взгляда, где искорка, свидетельствующая о том, что вы являетесь соумышленником в заговоре, маскируется улыбками простачка. Выражение, которое неизменно появляется у нас, когда мы замечаем чью-нибудь оплошность и сразу выдает ее, если не тому, кто ее совершил, то во всяком случае тому, в присутствии, кого ее не следовало совершать. На лице Адетты вдруг изобразилось отчаяние человека, отказывающегося продолжать борьбу с сокрушительными невзгодами жизни. Исван с тоскою принялся считать минуты, отделявшие его от момента, когда, покинув этот ресторан, он получит возможность по дороге домой вместе с нею потребовать у нее объяснения, добиться от нее либо отказа от завтрашней поездки в Шату, либо получения у Вердюренов приглашения также для него, и успокоить в ее объятиях мучившую его тоску. Наконец, велено было подавать экипажи. Госпожа Вердюрен сказала Свану, до свидания, надеюсь, до скорого, не правда ли? Стараясь быть как можно более любезной и принужденно улыбаясь, чтобы отвлечь его внимание от мысли, почему она не сказала ему, как делала это всегда до сих пор, значит, завтра увидимся в Шату, а послезавтра у меня? господин и госпожа Вердюрен пригласили в свой экипаж Форшвиля. Экипаж Свана стоял поодаль, и он ожидал, когда они тронутся, чтобы предложить Адетте ехать вместе с ним. «Адетта, мы возьмем вас», сказала госпожа Вердюрен, «У нас найдется маленькое местечко для вас рядом с господином до Форшвилем». «Благодарю вас, госпожа Вердюрен», отвечала Адетта. «Как? А я рассчитывал, что вы поедете со мной?» воскликнул Сван, отбросив прочь всякое притворство, потому что дверца была открыта, секунды сосчитаны, и в своем теперешнем состоянии он не мог возвратиться домой без нее. «Но госпожа Вердюрен просила меня, «В чем дело? Вы можете отлично ехать один. Мы уже столько раз предоставляли вам ее», сказала госпожа Вердюрен. «Но мне нужно сказать одну важную вещь, госпоже Де Криси, так что же, вы ей напишите?» «До свидания», сказала Адетта, подавая ему руку. Он попытался улыбнуться, но вид у него был самый несчастный. «Как тебе нравятся выходки, которые Сван позволяет теперь с нами?» обратилась госпожа Вердюрен к мужу, когда они возвратились домой. «Я боялась, что он съест меня за то, что мы предложили отвезти Адетту. Это положительно неприлично, ведь это может дойти до того, что он станет утверждать, будто мы держим дом свиданий». «Не понимаю, как Адетта терпит подобные манеры? У него положительно такой вид, точно он каждую минуту заявляет, вы принадлежите мне». «Я откровенно скажу Адетте, что я думаю об этом, надеюсь, она меня поймет». И через минуту прибавила в бешенстве. «Нет, подумайте только, какой паршивец?» Бессознательно употребляя и, может быть, повинуясь той же темной потребности оправдать себя, подобно Франсуазе в Камбре, когда цыпленок не хотел издыхать, слова, вырывающиеся у крестьянина при виде предсмертных судорог безобидного животного, когда он убивает его. Когда экипаж госпожи Вердюрен тронулся и подкатил экипаж Свана, то кучер Реми, взглянув на Свана, спросил, не болен ли он или не случилось ли какого несчастья? Сван отослал его, он не хотел ехать и пошел домой пешком по Булонскому лесу. Он громко разговаривал сам с собой тем же немного деланным тоном, каким расписывал до сих пор прелести маленького клана и превозносил великодушие Вердюренов. Но подобно тому, как речи, улыбки, поцелуи адетты стали ненавистны ему в такой же мере, в какой раньше он находил их прелестными, если они были обращены не к нему, а к другим. Так и салон Вердюренов, недавно еще казавшийся ему интересным, дышавшим неподдельной любовью к искусству и даже своего рода моральным благородством, теперь, когда адетта собиралась встречать там, любить без стеснения не его, а другого, обнажал перед ним все свои смешные стороны, всю свою глупость, все свое постыдное ничтожество. Он с отвращением рисовал себе картину завтрашнего вечера в шату. Прежде всего, что за идея отправиться в шату? Точно лавочники после закрытия магазина. Положительно, эти люди живые воплощения буржуазного духа. Не может быть, чтобы они действительно существовали. Это должно быть персонажей из какой-нибудь комедии Лабиша. Там будут катары, вероятно, также брешо, что может быть смешнее и уродливее, чем жизнь этих человечков, цепляющихся вот так друг за друга. Они вообразят себя буквально потерянными, ей-богу вообразят, если не соберутся завтра все вместе в шату. Увы, там будет также художник, художник, любивший устраивать свадьбы, и он пригласит Форшвиля посетить вместе с Адеттой его мастерскую. Он видел Адетту в слишком шикарном для этой загородной прогулке туалете, ибо она так вульгарна, а главная бедная крошка ужасно глупа. Он слышал шутки, которые госпожа Вердюрен будет отпускать после обеда. Кто бы из скучных не являлся их мишенью, шутки это всегда забавляли его, потому что он видел, как они смешат Адетту, как она смеется вместе с ним почти что в нем. Теперь же он чувствовал, что госпожа Вердюрен вероятно заставит смеяться Адетту над ним. Какое вонючее веселье, говорил он, придавая губам выражение такого сильного отвращения, что эта гримаса напрягала даже его шейные мускулы, и как только существо, созданное по образу Божию, может находить смешным эти тошнотворные остроты. Всякий сколько-нибудь чувствительный нос с омерзением отвернулся бы, чтобы не задохнуться в этом зловонии. Кажется положительно невероятным, чтобы разумное существо было не способно понять, что позволяя себе улыбку по отношению к себе подобному существу, лояльно протянувшему ему руку, оно погружается в болото, откуда даже при самых лучших намерениях больше невозможно его вытащить. Я стою слишком высоко над ямой, где барахтается и шумит вся эта мразь, чтобы меня могли запачкать грязные шуточки какой-то вердюрен, воскликнул он, откидывая назад голову и гордо выпрямляя туловище. Бог свидетель, что я искренне хотел вытащить адетту из этой помойной ямы и окружить ее более свежим и более чистым воздухом. Но человеческое терпение имеет границы и мое готово истощиться, заключил он, как если бы эта священная миссия вырвать адетту из атмосферы язвительных насмешек существовала уже давно, а не возникла всего несколько минут тому назад. И он взял ее на себя только после того, как подумал, что насмешки госпожи Вердюрен направлены, может быть, на него самого и имеют целью отдалить от него адетту. Он видел пианиста, готового играть лунную сонату и гримасы госпожи Вердюрен в предвосхищении нервного потрясения, будто бы причиняемого ей музыкой Бетховена. «Дура, лгунья!» воскликнул он. И этакое чучело воображает, будто оно любит искусство. Она скажет Адетте, предварительно ловко отпустив несколько хвалебных словечек по адресу Форшвиля, как она часто отпускала их по его собственному адресу. Вы ведь дадите местечко подле себя господину де Форшвилю. В темноте, проклятая сводня. Форшвилю. Продолжение следует...